Глава шестнадцатая Если я не ошибаюсь, впервые разговор о костюмированном бале зашел однажды в воскресенье, когда на нас было форменное нашествие гостей. К Линчу пришел Фрэнк Кролли, и мы все трое предвкушали мирный отдых под каштаном, когда послышался роковой шум колес на повороте подъездной аллеи. Было слишком поздно предупреждать Фриса, машина уже поравнялась с террасой, где мы стояли с подушками и газетами в руках. Пришлось спуститься и приветствовать незваных гостей. Как это часто бывает в подобных случаях, они оказались не единственными. Примерно через полчаса появилась еще одна машина, затем пришли пешком из Кэррита трое местных жителей. Прощайте, мир и покой. Мы принимали одну за другой группы скучнейших знакомых, водили их, как было принято по парку, розарию, лужайкам, и завершали все обязательным осмотром счастливой долины. Конечно, все они остались к чаю, и вместо того, чтобы пить его под каштаном, лениво откусывая кусочки сэндвича с огурцом, мы должны были пройти через церемонию парадного чаепития в гостиной со всеми надлежащими ему атрибутами, что я всегда терпеть не могла. Фрис, конечно, был в своей стихии и указывал Роберту, что надо подать одним движением бровей, а я, разгоряченная и взбудораженная, еле управлялась с чудовищным серебряным чайником для заварки и вторым, еще больше первого, с кипятком, с которыми всегда была не в ладах. Очень трудно уловить тот момент, когда надо долить в заварку кипяток, и еще труднее сосредоточить внимание на светской беседе, которая идет кругом. В такие моменты Фрэнку Кролли не было цены. Он брал у меня чашки и передавал гостям, и когда мои ответы оказывались еще неопределеннее, чем обычно, так как все мое внимание было занято заварным чайником, он спокойно и ненавязчиво вступал в разговор, снимая с меня ответственность. Максим все время находился в другом конце комнаты. То он показывал какую-нибудь книгу, особенно надоедливому гостю, то демонстрировал картины. Идеальный хозяин, неподражаемый, единственный в своем роде, чайпитие было второстепенным делом, не имеющим для него никакого значения. Его собственный чай давно остыл, оставленный на приставном столике за цветами. Удовлетворять более низменные нужды толпы должны были мы с Фрэнком. Я, обливаясь потом закипящим чайником, он храбро жонглируя ячменными лепешками и кусками бисквита. Завела разговор о Бали леди Кроуэн, нудная, плаксивая женщина, жившая в Керрити. Наступила одна из пауз, которые бывают во время любого чайпития, и я увидела, что Фрэнк Кролли уже собирается произнести неизбежную дурацкую фразу об Ангеле, пролетевшим у нас над головой, когда леди Кроуэн, положив кусок кекса на край блюдца, взглянула на Максима, случайно оказавшегося с ней рядом. «О, мистер де Винтер», — сказала она, — «я уже тысячу лет хочу спросить вас одну вещь. Скажите, есть ли какая-нибудь надежда, что вы возродите в Мендерли ваши костюмированные балы?» Она нагнула голову на бок и сверкнула выступающими вперед зубами в улыбке. Я опустила голову и, спрятавшись за стеганный чехол для чайника, занялась выливанием своего остывшего чая из чашки. Прошли одна-две секунды, прежде чем Максим ответил, но когда он, наконец, ответил, голос его звучал спокойно и деловито. «Я об этом не думал», — сказал он, «и, вероятно, никто другой тоже». «О, уверяю вас, мы все очень об этом думаем», — продолжала леди Кроуэн. «Для нас в здешних краях это было главным событием лета. Вы и не представляете, какое это было для нас удовольствие. Не могу ли я убедить вас снова подумать об этом?» «Ну, не знаю», — сухо возразил Максим. «Организовать все это нелегкое дело. Спросите лучше Фрэнка Кролли. Все хлопоты упадут на него». «О, мистер Кролли, будьте моим союзником», — обратилась к Фрэнку леди Кроуэн. «И кое-кто из гостей присоединился к ней. Мы вам будем очень признательны. Нам так не хватает праздников в Мендерли». Я услышала рядом с собой спокойный голос Фрэнка. «Я не против того, чтобы организовать бал Маскарад, если Максим не возражает против того, чтобы его дать. Решать это ему и миссис де Винтер, а не мне». «Конечно же, все немедленно набросились на меня. Леди Кроуэн повернула свое кресло, так что чехол для чайника перестал скрывать меня от ее глаз. «О, миссис де Винтер, вы должны уговорить вашего мужа. Вас-то он послушает. Ему следует дать бал в честь новобрачной». «О, разумеется», — подхватил кто-то из мужчин. «Мы не смогли повеселиться на свадьбе. Имейте совесть. Не лишайте нас всех удовольствий. Кто за Маскарад в Мендерли, поднимите руки». «Ну что, де Винтер, видите?» «Единогласно». Раздался дружный смех и хлопки. «Максим зажег сигарету. Наши глаза встретились поверх заварного чайника. А ты что думаешь об этом?» Спросил он. «Не знаю», — нерешительно проговорила я. «Я не против». «Конечно же, ей до смерти хочется, чтобы вы дали бал в ее честь». Ворвалась в разговор леди Кроуэн. «И какой бы молоденькой женщине не хотелось, вы будете так прелестно выглядеть, миссис де Винтер, в костюме пастушки, как те пастушки из дрезденского фарфора с волосами, подобранными под огромную шляпу. Я подумала о своих неуклюжих руках и ногах, о слишком покатых плечах. Хорошенько из меня выйдет пастушка. Ну и глупа же эта женщина. Я не удивилась, что ее никто не поддержал и в который уже раз поблагодарила мысленно Фрэнка за то, что он перевел разговор на другое. По правде сказать, Максим, у меня уже был об этом разговор на днях, не помню только с кем. Я надеюсь, в Мендерли устроят праздник в честь новобрачной. Как вы думаете? Мистер Кролли спросили меня. Вот бы мистер де Винтер снова устроил бал. Мы все так веселились в прошлый раз. Такер, наш арендатор с фермы, вот кто меня спрашивал, добавил он, повернувшись к леди Кроуэн. Конечно, все они обожают всяческие зрелища. Не знаю, сказал я ему. Мистер де Винтер ничего об этом не упоминал. Вот видите, торжествующе воскликнула леди Кроуэн, обращаясь ко всем присутствующим. Максим, что я говорила? Ваши собственные люди просят устроить бал. Если наши просьбы вас не трогают, к ним-то вы прислушаетесь. Максим все еще в раздумье поглядывал на меня. Возможно, он боится, что мне не выдержать такого сборища, что при моей робости, о которой он прекрасно знает, я не справлюсь со своей ролью хозяйки дома, окажусь не на высоте. Я не хотела, чтобы он так думал. Не хотела, чтобы у него возникло чувство, будто я его подведу. Наверное, это будет очень весело, сказала я. Максим отвернулся, пожал плечами. Последнее слово, разумеется, за тобой, сказал он. Хорошо, Фрэнк, вам придется тогда начать приготовление и возьмите, пожалуйста, в помощь миссис Денверс. Она помнит, как все это делается. — Эта чудаковатая миссис Денверс все еще служит у вас? — спросила леди Кроуэн. — Да, — коротко ответил Максим. — Не хотите еще кекса? А, вы уже кончили. Тогда давайте пойдем в сад. Мы вышли на террасу, обсуждая предстоящий бал, и на какой день было бы всего удобнее его назначить. И тут к моему великому облегчению приехавшие на машинах гости решили, что им, пожалуй, пора двигаться в путь, и предложили подбросить домой тех, кто пришел пешком. Мы остались одни. Я прошла в гостиную и налила себе новую чашку чаю. Я выпила ее с наслаждением, избавленная, наконец, от тяжкой необходимости угощать и занимать гостей. Вскоре ко мне присоединился Фрэнк. Мы раскрошили оставшиеся овсяные лепешки и съели их, как два заговорщика. Максим на веранде кидал Джесперу прутики. Интересно, — подумала я, — во всех домах бывает это чувство радости и полноты жизни после ухода гостей. Некоторое время мы не говорили о предстоящем Бали, и только когда я покончила с чаем и вытерла липкие пальцы о носовой платок, я спросила Фрэнка, «Скажите мне честно и откровенно, что вы на самом деле думаете о всей этой маскарадной затее?» Фрэнк помедлил с ответом, поглядывая уголком глаза в окно на Максима. «Право, не знаю», — сказал он. «Максим вроде бы не особенно возражал». «Как вам показалось?» «По-моему, он отнесся к предложению положительно». «А что еще ему оставалось?» — сказала я. «Ну и надоедливая это, леди Кроуэн. Неужели вы на самом деле полагаете, что вся округа только и говорит, только и мечтает о костюмированном Бали в Мендерли?» «Я полагаю, они получат большое удовольствие от этого зрелища», — возразил Фрэнк. «Мы здесь, в провинции, придерживаемся условностей в таких вещах. Я не думаю, что леди Кроуэн так уж была не права, говоря, что надо устроить праздник в вашу честь. В конце концов, миссис де Винтер, вы же действительно новобрачная». «Как напыщенно и глупо это звучит. Хорошо бы, если бы Фрэнк не был всегда так точен». «Я не новобрачная», — сказала я. «У меня даже не было настоящей свадьбы, ни белого платья, ни флердранжа, ни подружек. Мне вовсе не нужны дурацкие танцы, в мою честь». «На Мендерли праздничный стоит посмотреть», — сказал Фрэнк. «Вы получите огромное удовольствие, и не бойтесь, от вас ничего не потребуется. Только встречать гостей, а это нетрудно. Может быть, вы не откажетесь один раз станцевать со мной?» «Милый Фрэнк, мне так нравилась его степенная галантность». «Я буду танцевать с вами столько, сколько вы захотите», — сказала я. «Больше ни с кем я танцевать не стану. Только с вами и Максимом». «О, это будет плохо выглядеть», — серьезно сказал Фрэнк. «Люди обидятся. Вы должны танцевать с теми, кто вас приглашает». Я отвернулась, чтобы скрыть улыбку. Меня всегда смешило, что он не догадывается, когда я над ним подшучиваю. «Как вам кажется, стоит ли последовать совету леди Кроуэн насчет костюма пастушки?» — лукаво спросила я. Он внимательно посмотрел на меня без тени улыбки. «Да», — ответил он, — «я думаю, он вам очень пойдет». Я расхохоталась. «О, Фрэнк, миленький, я так вас люблю», — сказала я. Он залился краской, немного шокированной, вырвавшимися у меня словами, немного задетой моим смехом. «Не вижу ничего смешного», — чопорно проговорил он. Через итальянское окно в комнату вошел Максим, следом за ним прыгнул Джеспер. «По какому поводу это веселье?» — спросил Максим. «Фрэнк так галантен», — сказала я. «Он думает, что к совету леди Кроуэн нарядиться пастушкой можно отнестись всерьез». «Леди Кроуэн, чертова зануда», — сказал Максим, — «если бы ей самой пришлось писать все приглашения и вообще организовывать все это дело, ее энтузиазм скоро остыл бы. Впрочем, я уже привык. Местные жители смотрят на Мендерли, как на балаган, и ждут, что мы поставим какой-нибудь номер для их увеселения. Нам, верно, придется позвать все графство». «У меня в конторе есть записи с прошлого раза», — сказал Фрэнк. «Право же, не так уж тут много работы. Самое долгое дело будет наклеивать марки». «Это мы предоставим миссис де Винтер», — сказал Максим, улыбаясь мне. «О, мы сделаем это в конторе», — сказал Фрэнк. «Миссис де Винтер, не надо вообще ни о чем думать». «Интересно, что бы они сказали, если бы я вдруг заявила, что намерена все это взять в свои руки?» «Рассмеялись бы, наверное, а затем заговорили о другом. Конечно, я была рада, что с меня снята вся ответственность, но чувство, что я не гожусь даже приклеивать марки, отнюдь не увеличивало моей уверенности в себе. Я подумала о бюро в кабинете, о всех отделениях для бумаг и ярлыках, надписанных косым острым почерком». «Ты что наденешь?» — спросила я Максима. «Я никогда не режусь», — ответил он. «Это единственная привилегия хозяина дома, да, Фрэнк?» «Не могу я изображать пастушку», — сказала я. «Ума не приложу. Что мне делать? Я совершенно бездарна в таких вещах». «Завяжи волосы ленты и будь Алисой в стране чудес», — беспечно сказал Максим. «Ты очень похожа на нее, когда сидишь, как сейчас, сунув палец в рот». «Фу, как грубо», — сказала я. «Я знаю, что у меня прямые волосы, но уж не до такой степени. Раз так, я вам устрою сюрприз. Глазам своим не поверите. Да вы и не узнаете меня». «Только не черни лицо и не изображай из себя мартышку. На все остальное я согласен», — сказал Максим. «Ладно, по рукам», — сказала я. «Буду держать свой костюм в секрете до последней минуты. Попробуйте догадайтесь. Пошли, Джеспер. Пусть себе говорят, что хотят». Выходя в сад, я услышала смех Максима и обращенные к Фрэнку слова, но разобрать их не смогла. Хорошо бы он не обращался со мной всегда, как с ребенком, балованным, не отвечающим за свои поступки, ребенком, которого можно изредка, когда найдет настроение, приласкать, но чаще забыть или похлопать по плечу и сказать ему, чтобы он шел играть. Хорошо бы, если бы случилось что-нибудь такое, отчего я стала бы выглядеть старше и взрослее. Неужели всегда будет так, как сейчас? Он далеко впереди, со своими настроениями, которых я с ним не разделяю, со своими тайными тревогами, которые неизвестны мне. Неужели мы никогда не будем вместе, мужчина и женщина, муж и жена? Не будем стоять плечо к плечу, рука об руку, перешагнув разделявшую нас пропасть? Я не хотела быть ребенком. Я хотела быть его женой, его матерью. Я хотела быть старой. Я остановилась на террасе, кусая ногти, глядя на море, и в двадцатый раз за день спрашивала себя, по чьему приказу сохранялись в своем прежнем виде комнаты в западном крыле. По приказу Максима? И ходит ли он туда, так же, как миссис Денверс, трогает щетки на туалете, открывает дверцы платяного шкафа, гладит платье? — Пошли, Джеспер! — снова закричала я. — Догоняй меня! Ну же, беги! И я, как безумная, помчалась по траве, стараясь удержать злые горькие слезы. Джеспер с истерическим лаем за мной по пятам. Вскоре слух о балмаскараде разошелся по всей округе. Моя маленькая горничная Клэрис только о нем и говорила с горящими от возбуждения глазами. Я поняла с ее слов, что прислуга, в общем, довольна. Мистер Фрис говорит. — Вспомним старые времена, — сказала она с жаром. — Я сама слышала сегодня утром в коридоре, как он говорил, это Элис. У вас какой костюм будет, мадам? — Не знаю, Клэрис, — отвечала я. — Ничего не могу придумать. Матушка говорит, чтобы я спросила и сказала ей, и продолжала Клэрис. Она была тут в прошлый раз и ничего не забыла. Вы думаете взять костюм в Лондоне на прокат? Я еще не решила, Клэрис, — сказала я. Но знаешь что? Когда я выберу себе костюм, я тебе сразу скажу, тебе и больше никому это будет наш секрет. О, мадам, как интересно, — чуть не задохнулась Клэрис. Мне просто не дождаться. Мне было любопытно узнать, как реагировала на новость миссис Денверс. С того последнего дня я боялась даже звука ее голоса по внутреннему телефону, и, чтобы избавиться от этого испытания, передавала все, что мне было нужно, через Роберта. Я не могла забыть выражение ее лица, когда она вышла из библиотеки после разговора с Максимом. Я благодарила небо, что она не заметила меня на галерее. Я не раз спрашивала себя, не считает ли миссис Денверс, что о приезде Февелла рассказала Максиму я. Если да, она еще сильнее возненавидела меня. Я вновь с содроганием чувствовала прикосновение ее руки к моему плечу, слышала этот ужасный, доверительный, мягкий голос у самого моего уха. Я не хотела вспоминать тот день, вот почему я не говорила с ней даже по домашнему телефону. Приготовления к балу шли своим чередом. Все делалось, по-видимому, в конторе поместья. Максим и Фрэнк каждый день уходили туда с самого утра. Как и сказал Фрэнк, мне не надо было ничем себя утруждать. Вряд ли я наклеила хоть одну марку, но постепенно я стала впадать в панику насчет своего костюма. Ну что я за жалкое создание, не могу хоть что-нибудь придумать. Я вспоминала всех людей, которые придут на бал из Кэррита и соседних поместьй, жену епископа. Ей так понравилось здесь в прошлый раз. Беатрис и Джайлза, и эту нудную леди Кроуэн, и многих других, кого я не знала и кто никогда не видел меня. Каждый из них осмотрит меня критическим взором, каждому интересно, на что я способна. Наконец, в полном отчаянии я вспомнила о свадебном подарке Беатрис. И однажды утром уселась в библиотеке и принялась слихорадочно листать страницы, переходя от картинки к картинке, в последней надежде что-нибудь найти. Все оказалось мне неподходящим. Все эти роскошные платья из шелка и из бархата на репродукциях картин Рубенс, Рембрандта и прочих были такими вычурными и претенциозными. Я взяла лист бумаги и карандаш и срисовала одно или два из них, но наброски не понравились мне. Я выкинула их в мусорную корзину и тут же забыла о них. Вечером, в то время как я переодевалась к обеду, раздался стук в дверь спальни. Я крикнула «Войдите», думая, что это Клэрис. Дверь распахнулась. Это была не Клэрис. Это была миссис Денверс. Она держала в руке листок бумаги. «Простите, что обеспокоила вас», — сказала она, — «но я не знала, нарочно вы выбросили эти рисунки или нет. Каждый вечер мне приносят на проверку все корзинки для бумаг, чтобы не затерялось ничего ценного. Роберт сказал, что вы кинули это в библиотеке». При взгляде на нее я вся похолодела. Голос не повиновался мне. Она протянула поближе листок бумаги. Это был набросок, который я сделала утром. «Да, миссис Денверс», — наконец ответила я, — «это можно выкинуть. Это всего лишь черновой набросок. Он мне не нужен». «Очень хорошо», — сказала она. «Но я сочла, что лучше все выяснить лично у вас, чтобы не было недоразумений. Да, разумеется». Я думала, она повернется и уйдет, но она продолжала стоять у дверей. «Так, значит, вы еще не решили насчет костюма», — сказала она. В ее тоне проскользнула насмешка. «Странное удовлетворение. По-видимому, она каким-то образом узнала от Клэрис о моих безуспешных усилиях. Да», — выдавила я из себя, — «я еще не решила». Она по-прежнему не сводила с меня глаз, даже уже держалась за ручку двери. «Почему бы вам не скопировать какую-нибудь из картин в галерее?» — спросила миссис Денверс. Я сделала вид, что подпиливаю ногти. Они были для этого слишком короткие и ломкие, но это занятие позволяло мне не глядеть на нее. «Да, об этом надо подумать», — сказала я, а про себя я удивилась, почему это не пришло мне в голову раньше. Такое явное и превосходное разрешение всех моих трудностей. Однако я не хотела, чтобы она догадалась о моих мыслях. Я продолжала подпиливать ногти. На любом портрете в галерее прекрасный костюм, продолжала миссис Денверс, в особенности на портрете дамы в белом, той, что держит шляпу в руке. Жаль, мистер Де Винтер не устраивает маскарад какой-нибудь одной эпохи, когда все одеты похожи друг на друга, чтобы не было разнобоя. Мне всегда было приятно смотреть, как клоун танцует с дамой в пудрином парике и в мушках. Многим людям нравится разнообразие, заметила я. Они считают, что тогда все выглядит еще смешнее. Я сама маскарадов не люблю. Ее голос звучал на удивление нормально, даже дружелюбно, и я подумала, в чем дело. Почему она взяла на себя труд подняться ко мне с этим выброшенным рисунком? Может быть, она, наконец, хочет быть со мной в дружбе? Или она поняла, что о Февеле Максиму рассказал кто-то другой, а не я, и хочет таким образом поблагодарить меня за молчание? А мистер Де Винтер ничего вам не предлагал? Спросила она. Нет, — ответила я после секундного колебания. Нет, я хочу сделать ему и мистеру Кроли сюрприз. Я не хочу, чтобы они знали заранее о моем костюме. — Я понимаю, советовать вам не мое дело, — сказала миссис Денверс. Но когда вы на чем-нибудь остановитесь, закажите этот костюм в Лондоне. В наших краях такую вещь никто хорошо не сошьет. Я слышала, что Воус на Бонн-стрит как раз подходящая фирма. — Надо запомнить, — сказала я. Да, — подтвердила она и, уже открывая дверь, добавила. Я бы на вашем месте все же рассмотрела картины в галерее, мадам, особенно ту, о которой я вам говорю. И не бойтесь, что я вас выдам. Я никому и словечком не обмолвлюсь. Спасибо, миссис Денверс, — сказала я. Она бесшумно прикрыла за собой дверь. Я снова принялась одеваться, пораженная ее поведением. Ничего похожего на нашу прошлую встречу, спрашивая себя, не должна ли я благодарить за это противного Фейвелла. Брат Ребекки. С чего бы Максиму питать неприязнь к двоюродному или там троюродному брату Ребекки? Почему он запретил Фейвеллу приезжать в Мендерли? Беатрис назвала его прохвостом, вот все, что она сказала. И чем больше я думала о нем, тем больше с ней соглашалась. Эти похотливые голубые глаза, безвольный рот, беспечный и фамильярный смех. Кое-кому он верно кажется привлекательным. Девушкам в кондитерских магазинах, хихикающим за прилавком, девушкам в кинотеатрах, продающим программки. Я представляла, как он поглядывает на них, улыбаясь и тихонько насвистывая что-нибудь сквозь зубы. Такой взгляд и такой свист, от которых почему-то чувствуешь себя неловко. Интересно, он хорошо знает Мендерли. Он вел себя как дома, и Джеспер его узнал. Это бесспорно. Но тогда как объяснить слова Максима, его выговор, миссис Денверс? Я никак не могла связать его с моим представлением о Ребекке. Ребекка с ее красотой, ее очарованием, ее превосходными манерами. Откуда у нее такой брат, как Джек Фейвелл? Это было неуместно, ни с чем не сообразно. Я решила, что с Фейвеллом связана какая-то позорная семейная тайна, и Ребекка при ее великодушии жалела его и приглашала изредка в Мендерли, возможно, в отсутствие Максима, зная о его антипатии к брату. Вероятно, у них был по его поводу спор. Ребекка его защищала, и с тех пор, возможно, при упоминании его имени возникала неловкость. Садясь на свое обычное место за обеденным столом, во главе которого, как всегда, сидел Максим, я представляла Ребекку, сидящую там, где сейчас была я. Видела, как она берет вилку для рыбы, и в это время звонит телефон, входит фриз. Мистер Фейвелл на проводе, мадам, просит вас подойти, и Ребекка встает со стула, кинув быстрый взгляд на Максима, но тот ничего не говорит и молча продолжает есть. Кончив разговор, Ребекка возвращается на место и принимается весело и беззаботно болтать, чтобы развеять облачко, повисшее над ними. Сперва Максим будет хмуриться, будет односложно буркать ей в ответ, но мало-помалу она приведет его в хорошее настроение, расскажет какой-нибудь эпизод, случившийся с ней в тот день, или о ком-нибудь, кого она видела в Кэррите, и к концу следующего блюда Максим будет смеяться и будет глядеть на нее с улыбкой и протягивать к ней руку через стол. «Что с тобой происходит, черт побери», — сказал Максим. Я вздрогнула, краска залила мне лицо. За этот короткий момент, за какие-то шестьдесят секунд, не больше, я настолько отождествила себя с Ребеккой, что мое собственное скучное «я» перестало существовать. Я никогда и не появлялась в Мендерли. Все мысли мои, все мое существо были в прошлом. «Знаешь, вместо того, чтобы есть рыбу, ты разыграла здесь целую пантомиму», — сказал Максим. Корчила самые невероятные рожи. Сперва ты прислушалась, словно зазвонил телефон, затем губы твои шевельнулись, и ты украткой взглянула на меня, ты качала головой, улыбалась, пожимала плечами. Все в одну секунду. Ты что, репетируешь свой выход на костюмированном балу? Он со смехом смотрел на меня, а я думала, что бы он сказал, если бы мог прочитать мои мысли, знал, что у меня на сердце и на уме, догадался, что в течение секунды он был Максимом прошлого года, а я — Ребеккой. «У тебя вид маленькой преступницы», — сказал он, — «в чем дело?» «Ни в чем», — быстро проговорила я. «Я не совершила ничего дурного». «Скажи мне, о чем ты думала?» «С какой стати?» «Ты никогда не говоришь мне, о чем ты думаешь?» «По-моему, ты никогда и не спрашиваешь меня об этом, разве не так?» «Нет, спрашиваю. Один раз спросила. Не помню. Мы были в библиотеке. Вполне возможно. И что ж я ответил?» «Ты сказал, что гадаешь, какую крикетную команду поставят играть за сэр Рэй против миддлсекса». Максим опять рассмеялся. «Какое разочарование! О чем же ты воображала, я думал?» «О чем-то совсем другом». «В каком роде?» «Не знаю». «Да, вряд ли ты это знаешь. Если я сказал тебе, что думаю о крикете, значит, я и думал о крикете. Мужчины куда примитивнее, чем тебе кажется, мое милое дитя. А вот то, что происходит в лживых, извращенных умах женщин, может кого угодно поставить в тупик. Знаешь, ты только что была совсем на себя не похожа. Совсем чужое выражение лица». «Да? Какое?» «Не знаю, смогу ли объяснить. У тебя вдруг сделался какой-то взрослый и лживый вид. Это было довольно неприятно. Я ненарочно. Да, думаю, что так. Я отпила глоток воды, наблюдая за ним поверх стакана. А ты не хочешь, чтобы я выглядела старше?» Спросила я. «Нет. Почему?» «Потому что это тебе не идет. Но когда-нибудь я стану старше. Это неизбежно. У меня будут седые волосы и морщины и все такое. Ничего не имею против». «Так против чего тогда ты возражаешь? Я не хочу, чтобы ты выглядела так, как выглядела минуту назад. Ты скривила рот, а в твоих глазах мелькнула вдруг опытность, неподходящая опытность. Во мне вспыхнуло любопытство. Что ты хочешь этим сказать, Максим? Что значит неподходящая опытность?» Он ответил не сразу. В комнату вошел фриз и менял тарелки. Максим подождал, пока он вышел, и лишь тогда заговорил. «Когда я впервые встретил тебя, у тебя было какое-то особое выражение лица», — сказал он медленно. «Оно сохранилось у тебя до сих пор. Я не буду его определять. Я не смогу это сделать. Но это было одной из причин, почему я на тебе женился. Минуту назад, когда ты разыгрывала здесь свою пантомиму, это выражение исчезло. Его вытеснило другое. «Какое другое? Объясни мне, Максим!» — горячо сказала я. Он смотрел на меня с минуту, подняв брови и тихо насвистывая. «Послушай, детка, когда ты была маленькой, случалось так, что тебе запрещали читать некоторые книги, и твой отец запирал их от тебя на ключ, так?» «Да», — сказала я. «Ну так вот, муж не слишком отличается от отца в конечном счете. Есть некоторые вещи, которые тебе лучше не знать. Лучше, чтобы они были заперты на ключ. Так-то вот. А теперь доедай персики и не задавай больше вопросов. Не то я поставлю тебя в угол». «Почему ты обращаешься со мной так точно мне шесть лет?» «А как ты хочешь, чтобы я с тобой обращался?» «Как другие мужья обращаются со своими женами?» «Колотил тебя, ты хочешь сказать?» «Не говори чепухи. Почему ты все обращаешь в шутку? Я не шучу. Я сама серьезность?» «Вовсе нет. По глазам видно. Ты все время играешь со мной, словно я глупенькая маленькая девочка». Алиса в стране чудес. Это была неплохая мысль. Ты купила уже ленту для банты и пояс. Я тебя предупреждаю. Ты глазам своим не поверишь, когда увидишь мой костюм. В этом я не сомневаюсь. Ну, ешь же персик и не разговаривай с полным ртом. Мне еще надо написать после обеда кучу писем. Он не стал меня дожидаться. Поднялся из-за стола, прошелся взад-вперед по комнате, попросил Фриса принести кофе в библиотеку. Я сидела надувшись, стараясь есть как можно медленнее, надеясь задержать обед и рассердить Максима. Но Фрис, не обращая внимания на то, что я еще не доела, сразу же принес в библиотеку кофе, и Максим перешел туда без меня. Покончив, наконец, с едой, я поднялась на галерею Менестрелей, посмотреть на картины. Разумеется, я и так уже знала их, но никогда не рассматривала с намерением взять один из нарядов за образец для маскарадного костюма. Конечно же, миссис Денверс была права, а я просто идиотка, что сама раньше об этом не подумала. Я всегда любила эту девушку в белом со шляпой в руке. Портрет Карлайн де Винтер, сестры прапрадедушки Максима, кисти Рэберна. СНОСКОМ Рэберн Генри, годы жизни, 1756-1823, шотландский портретист. Конец СНОСКИ. Она вышла замуж за крупного политического деятеля из Вигов и в течение многих лет была одной из прославленных красавиц Лондона, но этот портрет был написан раньше, еще до замужества. Белое платье скопировать легко, рукава буфами, валаны и прилегающий лиф. Со шляпой будет труднее, и мне понадобится парик. Мои прямые волосы ни за что так не завить. Может быть, у этого Воуса, о котором мне сказала миссис Денверс, смогут сделать все? Я пошлю им эскиз и свои мерки, и попрошу все точно скопировать. Какое облегчение, наконец-то все решить. У меня прямо камень упал с души. Я чуть не с радостью стала ждать бала. Может быть, кто знает, я даже получу удовольствие, почти такое, как моя маленькая Клэрис. Утром я написала в магазин, вложив в конверт эскиз картины, и получила вполне удовлетворительный ответ. Они сочтут за честь выполнить мой заказ, он сразу же будет отдан в работу, парик они тоже сумеют сделать. Клэрис была в таком волнении, что с трудом владела собой, да и меня, чем ближе подходил знаменательный день, тем сильнее охватывала праздничная лихорадка. К чаю должны были приехать Беатрис и Джайлз, но кроме них, слава богу, никто, хотя сперва предполагалось, что к вечеру будет куча гостей. Я думала, что нам предстоит принимать в доме массу народа, но Максим решил не устраивать обеда. «Танцы и те потребуют от нас достаточно усилий», — сказал он. И я спросила себя, решил ли он так только ради меня, или гости действительно утомляют его, как он говорит. Я много раз слышала о многодневных приемах, которые бывали в Мендерли в прежние времена, когда гостям из-за тесноты приходилось спать в ванных комнатах и на диванах. А сейчас мы одни во всем огромном доме, и единственными нашими гостями будут лишь Джайлз и Беатрис. Дом приобрел новый какой-то выжидающий вид. В большом холле настелили пол для танцев, в парадной гостиной переставляли мебель так, чтобы поместить у стены длинные столы с закусками а-ля фуршет. На террасе повесили фонарики, в розарии тоже. Везде, куда ни глянь, шли приготовления к балу. Повсюду были видны работники из поместья. Фрэнк завтракал с нами почти каждый день. Слуги не говорили ни о чем другом. И Фрис выступал с таким торжественным видом, словно успех всего вечера зависел от него одного. Роберт совсем потерял голову и путал все еще больше, чем обычно. С его лица не сходило тревожное выражение, как у человека, который боится опоздать на поезд. Еще хуже себя чувствовали собаки. Джеспер, поджав хвост, трусил взад-вперед по холлу и норовил цапнуть каждого работника, который попадался ему на глаза. А то останавливался на террасе и глупо лаял, а затем кидался в угол лужайки и как безумный поедал траву. Миссис Денверс не докучала мне своим обществом, но я все время ощущала ее присутствие. Ее голос раздавался в гостиной, когда там ставили столы для закусок, по ее указаниям настилали полы в холле. Мы не встречались с ней, но куда бы я ни пришла, в дверях мелькал подол ее платье, на лестнице звучали ее шаги, а я была пустым местом, от меня никому не было толку. Я лишь стояла и смотрела, и путалась у всех под ногами. Извините, мадам, слышалось позади, и мимо с извиняющейся улыбкой проходил человек, таща на спине два стула, с его лица градом катил пот. Ах, простите, — говорила я, быстро отходя в сторону, за тем, чтобы оправдать собственное бездействие. — Могу я вам помочь? Может быть, отнести эти стулья в библиотеку? Миссис Денверс приказала мадам совсем убрать их из передних комнат, чтобы они тут не мешали. — О, — говорила я, — да, конечно, как глупо с моей стороны, отнесите их туда, куда она сказала. И я поспешно покидала его, бормоча что-то насчет бумаги и карандаша, которые мне надо найти в тщетной попытке ввести его в заблуждение, притворяясь, будто и я занята делом. А он шел дальше через холл, удивленный, но ни на миг не обманутый мною. Утро великого дня было туманное и хмурое, но барометр стоял высоко, и мы не волновались, туман — хорошая примета. Около одиннадцати прояснилось, как и предсказывал Максим, на голубом небе не осталось ни облачка, разгорался великолепный безветренный летний день. Все утро садовники носили в дом цветы, остатки белой сирени, огромные люпины и дельфиниум, пяти футов в высоту, несметное множество роз и лилии всех сортов. Наконец-то я увидела миссис Денверс. Спокойно, неторопливо она указывала садовникам, куда класть цветы, и сама ставила их в вазы, подбирая букет ловкими движениями проворных пальцев. Я не могла оторвать от нее глаз, и зачарованно смотрела, как она наполняет вазу за вазой, и сама несет их в гостиную, и во все уголки дома, расставляя их в нужном количестве, создавая яркое пятно там, где оно просилось, оставляя стену голой, если требовалась строгость. Мы с Максимом, чтобы не мешать, пошли на ленч к Фрэнку, в его холостяцкую квартиру рядом с конторой. Всеми нами владело то неестественное оживление, которое бывает после похорон, мы перекидывались бессмысленными шутками, наши мысли были заняты лишь тем, что нас ожидало через несколько часов. Так я чувствовала себя в то утро, когда выходила замуж. То же самое подспудное ощущение, что я зашла слишком далеко, чтобы отступать. Придется как-то перетерпеть этот вечер. Слава Богу, костюм прислали вовремя. Он выглядел изумительно сквозь несколько слоев папиросной бумаги, а парик был форменным триумфом. Я примерила его после завтрака и была поражена собственной метаморфозой. Я казалась просто красивой, не похожей на самое себя. Совсем другой женщиной, куда более интересной, более живой и яркой. Максим и Фрэнк без конца спрашивали меня о моем костюме. «Вы меня не узнаете, ни тот, ни другой», — отвечала я. «Вы прямо ахнете от удивления». «Надеюсь, ты не намерена изображать из себя клоуна», — хмуро сказал Максим. «Не станешь смешить людей?» «О, нет, ничего похожего», — отвечала я, преисполняясь важности. «Лучше бы ты нарядилась Алисой», — сказал он. «Или Жанной Дарк с вашими волосами», — застенчиво проговорил Фрэнк. «Мне-то и в голову не приходило», — отрезала я, и Фрэнк залился краской. «Не сомневаюсь, что нам понравится ваш костюм, каким бы он ни был», — сказал он самым высокопарным тоном. «Не потакай ей, Фрэнк», — сказал Максим. «Она и без того так важничает из-за этого своего драгоценного костюма, что с ней никакого сладу нет». «Ну, ничего. Би поставит тебя на место. Это единственное мое утешение. Она тут же все выложит тебе, если ей твой костюм не понравится. Милая Би, она всегда выглядит не к месту на таких балах. Помню, раз она нарядилась мадам Пампадур, и когда заходила в столовую, споткнулась, и парик съехал на сторону. Чертого штука! Ну и надоела она мне», — сказала она, не понижая голоса, — и кинула парик на стул. Так весь вечер и проходила без парика. Представляешь, как выглядели ее стриженные волосы при бледно-голубом атласном кринолине, или какое оно там это было, платье, бедняга Джайлз в тот год тоже оказался не на высоте, нарядился поваром и просидел весь вечер в баре с самым несчастным видом, верно считал, что Би его подвела. «Нет, дело было вовсе не в этом», — сказал Фрэнк. Он лишился передних зубов, когда сел на новую кобылу, и так этого стеснялся, что не хотел открыть рта. Ах, вот оно что, бедный Джайлз! Он обычно очень любит всякие переодевания. Беатрис говорит, он обожает шарады, — сказала я. Она сказала, они всегда ставят шарады на Рождество. «Я знаю», — сказал Максим, — «вот почему я никогда не провожу Рождество вместе с ними. Возьмите еще спаржи, миссис де Винтер, и еще одну картофелину. Нет, право, Фрэнк, я не голодна, спасибо». «Нервы», — сказал Максим, качая головой. «Неважно, завтра в это время все будет позади». «От всей души надеюсь на это», — серьезно сказал Фрэнк. «Я собираюсь отдать распоряжение, чтобы машины были готовы к пяти утра». Я начала тихонько смеяться, глаза налились слезами. «О, Боже», — сказала я, — «давайте пошлем телеграммы, чтобы никто не приезжал». «Полно, не трусь, наберись мужества», — сказал Максим. «Мы избавимся от балов на много лет вперед. Фрэнк, у меня возникло тревожное чувство, что нам пора идти в дом. Что вы об этом думаете?» Фрэнк с ним согласился, и я нехотя двинулась вслед. Мне так жаль было покидать маленькую, тесную и не очень уютную столовую, типичную для холостяцкого хозяйства Фрэнка, казавшуюся мне сегодня воплощением мира и покоя. Войдя в дом, мы увидели, что приехал оркестр, музыканты, покрасневшие от смущения, сгрудились в холле, а Фрис, еще более важный, чем всегда, предлагает им подкрепиться. Оркестранты должны были провести ночь под нашим кровом, и после того, как мы приветствовали их и обменялись несколькими банальными шутками, подходящими к случаю, музыкантов проводили в их комнаты, а затем, должно быть, показали все достопримечательности Мэндерли. День тянулся, как последний час перед отъездом, когда чемоданы уже уложены, и ты мысленно уже в пути, и я бродила из комнаты в комнату, почти такая же растерянная, как Джеспер, который с укоризненным видом следовал за мной по пятам. Я ничем никому не могла помочь, и было бы куда умнее вообще уйти из дома, взять Джеспера и отправиться на долгую прогулку. Но к тому времени, как я додумалась до этого, было уже поздно. Максим и Фрэнк потребовали чаю, а затем приехали Джайлз и Беатрис. Наступил вечер, и наступил слишком быстро. — Все, как в старые времена, — сказала Беатрис, целуя Максима и оглядываясь по сторонам. — Поздравляю, ты ничего не упустил, ни одной мелочи. — Цветы бесподобны, — добавила она, оборачиваясь ко мне. — Это вы составляли букеты? — Нет, — пристыженно ответила я. — За все надо благодарить миссис Денверс. — О, ну, в конце концов. Беатрис не кончила фразы, Фрэнк поднес ей огонь, а, закурив, она, очевидно, забыла, что собиралась сказать. — У кого вы заказывали провизию? — У Митчелла, как обычно? — спросил Джайлз. — Да, — ответил Максим, — не думаю, чтобы хоть в чем-то были внесены изменения. Что вы скажете, Фрэнк? — У нас остались с прошлого раза все записи в конторе, ничего не было забыто, и я не думаю, чтобы мы пропустили кого-нибудь из гостей. — Как приятно, что мы сейчас одни, — сказала Беатрис. — Помню, я как-то приехала примерно в такое же время, в доме уже было человек двадцать пять, и все оставались на ночь. — У кого какой костюм? — Максим, верно, как всегда, отказывается участвовать в игре. — Как всегда, — сказал Максим. — И напрасно, по-моему, ведь праздник шел бы с куда большим размахом. — Ты можешь припомнить бал в Мендерли, которому не хватало бы размаха? — Нет, милая, это невозможно. Все слишком хорошо организовано, но я и правда думаю, что хозяин должен показывать пример. — А я считаю вполне достаточным, если этот труд берет на себя хозяйка, — сказал Максим. — Зачем еще и мне мучиться от жары, неудобства и в придачу выглядеть дураком? — О, ты говоришь сущей глупости. С какой стати ты станешь выглядеть дураком? С твоей внешностью, дорогой Максим, ты можешь спокойно позволить себе любой костюм. Тебе нечего волноваться из-за фигуры, как бедному Джайлзу. — А что Джайлз наденет сегодня? — спросила я. — Или это секрет? — Да нет, — просиял Джайлз. — По правде говоря, мне пришла в голову неплохая идея. Я заказал все снаряжение нашему местному портному. Я буду арабским шейхом. — О, Боже! — сказал Максим. — Костюм вовсе неплох, — горячо вступил с Беатрис. — Конечно, Джайлзу придется вымазать лицо и снять очки. Головной убор настоящий. Мы одолжили его у одного из друзей, который долго жил на Востоке. А остальное портной скопировал с какой-то картинки. Джайлз очень хорош в нем. — А вы кем будете? — Миссис Лейси, — спросил Фрэнк. — О, боюсь, мне нечем особенно хвастаться, — сказала Беатрис. — Я достала восточный костюм в пару к Джайлзу, но не настоящий, и врать не буду. Бусы и покрывало на голову. — Звучит очень мило, — сказала я. — Да, совсем неплохо, удобно, вот что главное. Если станет слишком жарко, я смогу снять покрывало. — А что вы наденете? — Не спрашивай ее, — сказал Максим, — она никому не говорит. Такой великой тайны еще не было на всем белом свете. Она, кажется, даже заказывала свой костюм в Лондоне. — Милочка, — сказала пораженная Беатрис, — неужто вы пустились во все тяжкие и теперь посрамите всех нас? Мое платье, знаете, шило домашняя портниха. — Не волнуйтесь, — сказала я со смехом, — у меня очень простой костюм, уверяю вас. Но Максим без конца дразнил меня, и я обещала так его удивить, что он своим глазам не поверит. — И по заслугам, — сказал Джайлз, — слишком уж он заносится, а все дело в том, что он нам завидует, ему бы и самому хотелось нарядиться, как все мы, да он не хочет признаться в этом. — Упаси, Господь, — сказал Максим. — А у вас что, кроли? — спросил Джайлз. У Фрэнка был смущенный вид. — Я был так занят, оставил все на последний момент, вытащил вчера старые брюки и тельняшку, думаю, если я сделаю черную повязку на глаз, сойду за пирата. — Чего же вы ради всего святого не написали нам и не попросили захватить что-нибудь для вас? У нас есть костюм голландца, который Роджер привез прошлой зимой из Швейцарии, он был бы вам как раз в пору. — Я не желаю, чтобы мой управляющий разгуливал в виде голландца, — сказал Максим. Ему никто не станет тогда отдавать арендную плату. — Нет, пусть уж лучше пират. Это хоть напугает кое-кого из них. — Трудно найти человека, который был бы меньше похож на пирата, — шепнула Беатрис мне на ухо. — Я сделала вид, что не слышу. Бедный Фрэнк. Вечно она нападает на него. — Много мне надо времени, чтобы намазать лицо, — спросил Джайлз. — Часа два, не меньше, — ответила Беатрис. — На твоем месте я бы уже подумала об этом. Сколько народу будет за обедом? — Шестнадцать человек, считая нас. Никого нового, ты всех знаешь. — Мне уже не сидится на месте, — сказала Беатрис. — Вот будет весело. Я так рада, что ты решил снова устроить бал, Максим. — Благодари за это ее, — сказал Максим, кивая на меня. — О, это не так, — запротестовала я. Во всем виновата леди Кроуэн. — Чепуха, — сказал Максим, улыбаясь мне. — Сама знаешь, что ты взбудоражна как ребенок, когда он впервые идет на елку. И вовсе нет. — Умираю. Хочу увидеть ваше платье, — сказала Беатрис. — Ничего экстраординарного, правда же, ничего, — сказала я. — Миссис де Винтер говорит, что мы не узнаем ее, — сказал Фрэнк. Все смотрели на меня и улыбались. Мне было приятно. Я чувствовала себя взволнованной и счастливой. Все так добры ко мне, так благожелательны. Внезапно при мысли о танцах, о том, что я буду хозяйкой бала, меня охватила жгучая радость. Этот бал дается для меня, в мою честь, потому что я новобрачная. Я сидела на столе в библиотеке, болтая ногами, а они все стояли кругом, и мне больше всего хотелось пойти наверх к себе в спальню, надеть маскарадное платье, примерить парик и повертеться перед трюмо. Мне было диковинно это неожиданное ощущение собственной важности, когда Джайлз и Беатрис, Фрэнк и Максим все глядели на меня и говорили о моем костюме, старались угадать, что я надену. Я думала о мягком белом платье, завернутом в папиросную бумагу, о том, как оно скроет мою плоскую унылую фигуру и слишком покатые плечи. Я думала о лоснящихся локонах, под которыми спрячутся мои прямые волосы. «Который час?» — спросила я небрежно и слегка зевнула, делая вид, что меня не очень интересует ответ. «Нам еще не пора идти наверх?» Все двинулись к своим комнатам. Проходя через холл, я впервые осознала, насколько идет дому праздничный наряд, как удивительно красиво все вокруг выглядит. Даже гостиная, чопорная и холодная, на мой вкус, когда мы в ней были одни, сверкала сейчас всеми красками в углах цветы. На белой скатерти розы в серебряных вазах высокие, от пола до потолка окна на террасу распахнуты настежь. Там снаружи, как только стемнеет, зажгутся китайские фонарики. Оркестр уже приготовил свои инструменты на галерее Менестрелли над холлом. И сам холл имел непривычно гостеприимный вид. В нем была теплота, сердечность, которой прежде я в нем не замечала, благодаря вечеру, такому ясному и тихому, благодаря цветам под картинами и нашему смеху на широких каменных ступенях лестницы. Суровость, даже аскетизм Мендерли исчезли. Дом ожил. Я даже не представляла, что он может стать таким. Ничего общего со знакомым мне старым, спокойным Мендерли. В нем была значительность и беспечность, радостная, манящая. Казалось, дом вспомнил былые, давно минувшие дни, когда холл был пиршественным залом, где по стенам висело оружие, и спускались гобелены, а за узким столом сидели мужчины, смеясь громче, чем смеемся теперь мы, требуя вина и песен, и кидая на каменные плиты пола огромные куски мяса для дремлющих собак. Позже, когда прошли годы, тут все еще было весело, но в жизни появились изящество и достоинство. По широкой каменной лестнице спускалась в белом платье танцевать минуэт «Моя модель» Кэролайн де Винтер. Ах, если бы можно было зачеркнуть все эти годы и взглянуть на нее. Как неуместны в этом доме наши современные танцы, как неромантичны. Они так не идут Мендерли, унижают его. Я вдруг почувствовала, что согласна с миссис Денверс, лучше было бы ограничиться какой-то одной эпохой, а не устраивать мешанину из всех времен и народов, которая нас ждала. Подумать только, Джайлз, бедняга, такой благодушный и доброжелательный в костюме шейха. Клэрис уже ждала меня в спальне. Ее круглое личико было пунцовым от возбуждения. Мы захихикали, глядя друг на друг, как две девчонки, и я попросила ее запереть дверь. Таинственно зашелестела папиросная бумага. Мы обращались друг к другу в полголоса, как заговорщики. Мы ходили на цыпочках. Я чувствовала себя, как в детстве, накануне Рождества. Эта бесшумная беготня по комнате босиком, беззвучные взрывы смеха, приглушенные восклицания напомнили мне о том давнем времени, когда я вешала у камина чулок для подарков от Деда Мороза. Дверь между туалетной комнатой Максима и моей мы заперли. Ему ко мне не попасть. Клэрис была моим единственным союзником и другом. Платье сидело идеально. Я стояла неподвижно, не в силах сдержать нетерпение, в то время как Клэрис дрожащими пальцами застегивала у меня на спине крючки. «Ах, как красиво, мадам!» Без остановки повторяла она, откидываясь назад, чтобы посмотреть. «Такое платье не стыдно надеть самой английской королеве!» «Взгляни-ка на левое плечо», — встревоженно сказала я. «Не высовывается лямочка?» «Нет, мадам, ничего не видно». «Ну как?» «Как я выгляжу?» Не дожидаясь ее ответа, я принялась вертеться и кружиться перед зеркалом. Я охмурилась, я улыбалась, я чувствовала себя совсем другим человеком, моя наружность больше не стесняла меня. Наконец-то моя собственная, неинтересная личность была скрыта от всех глаз. «Дай мне парик», — возбужденно сказала я. «Осторожно, не помни локоны. Они должны подниматься ореолом вокруг лица». Клэрис стояла у меня за спиной, я видела в зеркале ее отражение рядом со своим, глаза сияют, рот приоткрыт. Я зачесала собственные прямые волосы за уши. Тихонько смеясь, поглядывая на Клэрис, я коснулась дрожащими пальцами мягких глянцевых локонов. «Ох, Клэрис!» — воскликнула я. «Что скажет мистер Девинтер?» Я прикрыла свои мышиные волосы пышным париком, стараясь скрыть торжество, скрыть улыбку. В дверь постучали. «Кто там?» — в панике крикнула я. «Сюда нельзя!» «Это я, милочка, не пугайтесь!» — послышался голос Беатрис. «Вам много еще осталось? Я хочу на вас взглянуть!» «Нет-нет!» — повторяла я. «Пока еще нельзя, я не готова!» Взволнованная Клэрис стояла возле меня со шпильками в руке, а я брала их одну за другой и подкалывала локоны, немного растрепавшиеся в картонке. «Я спущусь, как только буду готова!» — крикнула я. «Идите все вниз, не ждите меня! Скажите Максиму, пусть не заходят ко мне!» «Максим внизу!» — сказала Беатрис. «Он к нам заходил, сказал, что стучался в дверь ванной комнаты, но вы не ответили. Не задерживайтесь, милочка! Мы все умираем от любопытства! Вы так заинтриговали нас!» «Вам, правда, не нужна моя помощь?» «Нет!» — вскричала я нетерпеливо, окончательно теряя контроль над собой. «Уходите отсюда, идите вниз!» «Ну почему ей понадобилось являться сюда и мешать нам именно в этот момент?» Это выбило меня из колеи. Я сама не понимала, что делаю. Я воткнула шпильку в волосы и сломала ее. Голос Беатрии затих, должно быть, она ушла. Интересно, довольна ли она своим восточным нарядом? И удалось ли Джайлзу положить грим? Какая нелепость! Весь этот маскарад, зачем мы его затеяли? Почему мы такие дети?» Я не узнавала лицо, глядящее на меня из зеркала. Глаза наверняка были больше, рот тоньше, кожа белей. Локоны легким облаком обрамляли лицо. Я внимательно рассмотрела эту незнакомку, затем улыбнулась новой медленной улыбкой. «О, Клэрис!» — сказала я. «О, Клэрис!» Приподняв пальцами юбку, я сделала ей реверанс, а борки подмели пол. Она засмеялась, раскрасневшаяся от волнения, смущенная, но довольная. Я стала прохаживаться перед зеркалом, глядя на свое отражение. «Отопри дверь!» — сказала я. «Я иду вниз!» «Сбегай, посмотри, все ли там!» Она повиновалась, все еще смеясь, а я приподняла подол платья и последовала за ней по коридору. Клэрис оглянулась на меня и поманила пальцем. «Все спустились вниз!» — шепнула она. «Мистер Девинтер и майор, и миссис Лейси!» «Только что пришел мистер Кролли!» «Они стоят все вместе в холле!» Я взглянула украдкой из подарки наверху парадной лестницы. Да, все они были тут. Джайлз в белом арабском бурнусе с громким смехом показывал на висящий на поясе кинжал. Беатрис, закутанная в какую-то сверхъестественную зеленую хламиду и увешанная множеством свисающих чуть не до полубуз. Бедный Фрэнк, смущенный и немного нелепый в своей тельняшке и высоких рыбацких сапогах, Максим — единственный из всех в обычном вечернем костюме. «Не знаю, что она там делает», — услышала я его голос. «Она уже сто лет назад пошла в спальню, который час, Фрэнк, с минуты на минуту на нас свалятся гости». Оркестранты уже переоделись и заняли свои места на галерее. Один из них настраивал скрипку, сыграл тихонько гамму, затем ущипнул струну. На портрет Кэролайн де Винтер падал яркий свет. Да, они точно скопировали платье по моему наброску. Рукава буфами, пояс, лента, шляпа с широкими мягкими полями, которую я держала в руке. Мои локоны были ее локонами. Они обрамляли мое лицо в точности так же, как на картине. Никогда еще я не была так взволнована и так счастлива, так горда. Я помахала рукой скрипачу, затем приложила палец к губам, чтобы он молчал. Он улыбнулся и поклонился мне. Подошел по галерее подарку, где я стояла. Скажите барабанщику, чтобы он возвестил о моем появлении, шепнула я. Пусть он пробрабанит, ну, вы знаете, как, а потом объявит «Мисс Кэролайн де Винтер». Скрипач кивнул головой, он понял меня. Сердце у меня неистово билось. Ну, не глупо ли? Щеки горели огнем. Ах, как весело! Безумие, нелепость, детство, но как весело! Я улыбнулась Клэрис, которая все еще пряталась в коридоре, подхватила подол платья обеими руками. И тут в холле раздалась барабанная дробь. И хотя я ждала ее, знала, что она сейчас зазвучит, в первый момент я вздрогнула, испугалась. Я увидела их поднятые кверху удивленные, недоумевающие лица. «Мисс Кэролайн де Винтер», вскричал барабанщик. Я вышла на верхнюю площадку лестницы и остановилась там, улыбаясь, со шляпой в руке, в точности, как девушка на картине. Я ждала хлопков и смеха, которые будут сопровождать мой путь вниз. Никто не смеялся, никто не хлопал. Они молча смотрели на меня во все глаза, словно потеряли дар речи. Беатрис вскрикнула и тут же прикрыла рот ладонью. Я продолжала улыбаться, одной рукой взялась за перила. «Приветствую вас, мистер де Винтер», сказала я. Максим не шевельнулся. Он глядел на меня, все еще держа бокал. В его лице не было ни кровинки, оно стало мертвенно-бледным. Я увидела, что Фрэнк подошел к нему, словно хотел что-то сказать, но Максим отстранил его. Я приостановилась на верхней ступеньке. Что-то было не так. Они чего-то не поняли. Почему у Максима такой вид? Почему они стоят, как манекены, как люди, погруженные в транс? И тут Максим двинулся к лестнице, по-прежнему не сводя глаз с моего лица. Что, черт подери, это значит, сказал он. Его глаза сверкали от гнева, лицо оставалось таким же смертельно бледным. Я не могла шевельнуться, мои ноги приросли к ступеньке. «Это портрет?» сказала я, напуганная его взглядом, его голосом. «Портрет тот на галерее!» Последовало долгое молчание. Мы глядели друг на друга, в холле никто не шевелился. Я проглотила комок, рука поднялась к горлу. «Не понимаю», пробормотала я, «что я сделала?» Ах, если бы они не глядели на меня вот так, с пустыми, непроницаемыми лицами! Если бы хоть кто-нибудь из них что-нибудь сказал, когда Максим опять заговорил, я не узнала его голоса, ровный, бесстрастный, холодный, как лед, совсем не похожий на его обычный голос. «Пойди переоденься», сказал он, «неважно во что. Найди обычное вечернее платье, любое сойдет. Иди, да побыстрее, пока еще никто не появился». Язык не повиновался мне. Я продолжала молча глядеть на него. На белой маске его лица жили только глаза. «Почему ты стоишь?» сказал он непривычно резко. «Ты что, не слышала меня?» Я повернулась и, как слепая, побежала по дарку в коридор. Мелькнуло удивленное лицо барабанщика, объявлявшего о моем выходе. Я пробежала мимо него, спотыкаясь, не видя, куда бегу. Слезы слепили глаза. Я не понимала, что происходит. Клэрис уже ушла. Коридор был пуст. Я озиралась по сторонам, оглушенная, отупелая, словно за мной гналось привидение. И тут я увидела, что дверь в западное крыло распахнулась настежь, и там кто-то стоит. Это была миссис Денверс. Никогда я не забуду ее лица, отталкивающего, торжествующего, лицо ликующего демона. Она стояла там и улыбалась, глядя на меня. Я бежала от нее бегом по длинному узкому коридору до самой двери, спотыкаясь и путаясь в оборках платья. Глава семнадцатая Клэрис ждала меня в спальне, бледная, испуганная. При виде меня она расплакалась. Я ничего не сказала. Я принялась срывать с себя платье. Мне не удавалось расстегнуть крючки на спине, и Клэрис попыталась мне помочь, все еще громко всхлипывая. Полно, Клэрис! Ты тут ни при чем, сказала я. Но она затрясла головой, слезы градом катились у нее по щекам. — Ваше хорошенькое платье, мадам, — сказала она. — Ваше хорошенькое белое платье, — неважно, — сказала я. — Ну что, никак не найти крючок? Да вот же он сзади. А второй где-то сразу под ним. Клэрис неловко возилась с крючками, руки ее тряслись, от нее не было никакого проку. Она никак не могла проглотить слезы. — Что же вы наденете, мадам? — спросила она. — Не знаю, — сказала я. — Не знаю. Ей удалось, наконец, расстегнуть крючки, и я выбралась из платья. — Мне сейчас лучше побыть одной, Клэрис, — сказала я. — Будь душечкой, оставь меня. Не беспокойся, я прекрасно управлюсь. Забудь о том, что случилось. Я хочу, чтобы тебе было весело на балу. — Может быть, погладить вам другое платье, мадам? — спросила она, поднимая на меня распухшие, полные слез глаза. — Нет, — сказала я. — Не беспокойся. Лучше уходи. И, Клэрис... — Да, мадам? — Не говори никому о том, что здесь произошло. — Конечно, мадам! — она разразилась новым потоком слез. — Нельзя же, чтобы тебя видели в таком состоянии, — сказала я. — Пойди в свою комнату и приведи в порядок лицо. — Плакать не о чем, абсолютно не о чем. Кто-то стукнул в дверь. Клэрис кинула на меня испуганный взгляд. — Кто там? — спросила я. Дверь отворилась, в комнату вошла Беатрис. Она сразу же направилась ко мне. Странная, нелепая фигура в этом ее восточном облачении с браслетами, звенящими на запястьях. — Милочка, — сказала она, — милочка. И протянула ко мне руки. Клэрис выскользнула из комнаты. Внезапно я почувствовала страшную усталость. Меня не держали ноги. Я села на кровать, подняла руки и сняла с головы парик. Беатрис не спускала с меня глаз. — Вам неплохо? — сказала она. — Вы так бледны. — Это из-за электричества, — сказала я. Пропадает всякий цвет лица. — Посидите спокойно несколько минут, и все пройдет, — сказала она. — Погодите, я сейчас принесу воды. Беатрис пошла в ванную комнату, звеня браслетами при каждом движении, и тут же вернулась, держа в руке стакан. Я выпила несколько глотков, чтобы ее не обидеть, хотя мне вовсе не хотелось пить. Вода была теплая, Беатрис не спустила ее. — Конечно, я сразу поняла, что это какая-то ужасная ошибка, — сказала она. Не могли же вы знать, откуда вам было знать это? — Что знать? — спросила я. — Да про это платье, бедняжка моя, про портрет на галерее, с которого вы его взяли. — Такое же в точности, как то платье, в котором была Ребекка, на прошлом костюмированном балу, как две капли воды. Одна и та же картина, одни и те же платья. Вы вышли на площадку, и на какой-то кошмарный миг мне почудилось. Она замолчала и похлопала меня по плечу. — Бедная моя девочка! — Как это все неудачно! Откуда вам было знать? — Мне следовало знать, — сказала я, тупо уставясь на нее, слишком потрясенная, чтобы понять все до конца. Мне следовало знать глупости, откуда вы могли знать. Нам это и в голову не пришло. Просто мы были так поражены, и Максим... — Да что же, Максим! — сказала я. — Понимаете, он думает, что вы сделали это нарочно. Вы ведь поспорили, что удивите его, так? Какая-то глупая шутка. Он просто не понимает. Это был для него страшный удар. Я сразу сказала ему, что вы не могли сделать такую вещь, что это чистая случайность. И надо же вам было выбрать именно эту картину. Мне следовало знать. Повторила я. Я одна во всем виновата. Мне следовало видеть, мне следовало знать. Да нет же! Ну, не расстраивайтесь так. Вы потом спокойно ему объясните, как это случилось. Все будет в порядке. Когда я поднималась к вам, подъезжали первые гости. Они пьют коктейли. Все хорошо. Я велела Фрэнку и Джайлзу говорить всем, что костюм вам не в пору, и вы очень огорчены. Я ничего не ответила. Продолжала сидеть на постели, опустив на колени руки. «Что вы наденете?» спросила Беатрис, подходя к платиному шкафу и распахивая дверцы. «Как насчет этого голубого платья? Выглядит очень мило. Наденьте его. Никто не обратит внимания. Быстро я вам помогу». «Нет», — сказала я, — «нет, я не спущусь вниз». Беатрис горестно глядела на меня, все еще держа в руках голубое платье. «Но, милочка, вы должны пойти туда в смятении», — сказала она. «Не можете же вы не выйти к гостям?» «Нет, Беатрис, я не в силах смотреть им в лицо после всего того, что случилось». «Но никто ничего не узнает», — сказала она. «Фрэнк и Джайлз, и словом не обмолвится. Мы же состряпали целую историю. Вам прислали не то платье, и оно на вас не сидит. Пришлось надеть обычное вечернее платье. Все сочтут это вполне естественным. В конце концов, какая кому разница?» «Вы не понимаете», — сказала я. «Меня не волнует платье. Дело совсем не в этом. Дело в том, что произошло, в том, что я натворила. Я просто не могу сейчас спуститься, Беатрис». «Но, милочка, Джайлз и Фрэнк все прекрасно поняли. Они так вам сочувствуют, и Максим тоже. Просто в первый момент мы...» «Я попробую улучить минутку и поговорить с ним наедине. Я все ему объясню». «Нет», — сказала я, — «нет». Она положила голубое платье на постель рядом со мной. «Приедет все графство», — сказала она, крайне расстроенная и встревоженная. «Покажется таким странным, если вы не спуститесь вниз». «Не могу же я сказать, что у вас вдруг разболелась голова». «Почему бы и нет?» — устало промолвила я. «Какое это имеет значение?» «Придумайте, что хотите. Им будет все равно. Никто из них меня не знает». «Ну, полно, милочка», — не отступалась Беатрис, похлопывая меня по руке. «Попытайтесь сделать над собой усилие. Наденьте это прелестное платье. Подумайте о Максиме. Вы должны спуститься хотя бы ради него». «Я только о Максиме и думаю все это время», — сказала я. «Но тогда, без сомнения...» «Нет», — сказала я, яростно кусая ногти и раскачиваясь на кровати взад-вперед. «Не могу, не могу!» Снова стук в дверь. «О, Боже, кого еще сюда несет?» — сказала Беатрис. «Кто там?» Она отворила. За дверью стоял Джайлз. «Все собрались. Максим послал меня узнать, что тут у вас происходит», — сказал он. «Она говорит, что не пойдет вниз», — сказала Беатрис. «Ну, что нам сказать гостям?» Подняв на секунду глаза, я увидела, что Джайлз таращится на меня через порог. «Господи, какое жуткое недоразумение!» — прошептал он и отвернулся в замешательстве, заметив, что я его увидела. «Что мне сказать Максиму?» — спросил он у Беатрис уже половина девятого. «Скажи, она плохо себя чувствует, но попозже постарается прийти, пусть не откладывают обед. Я сейчас спущусь и все налажу». «Ладно?» — он кинул украдкой взгляд. «В моем направлении сочувственный, да, но и любопытный. Он не мог понять, почему я сижу, не двигаясь на постели», — говорил он в полголоса, «как говорят, дожидаясь приезда врача после несчастного случая». «Могу я еще что-нибудь сделать?» — спросил он. «Нет», — ответила Беатрис, — «иди вниз, я буду через минуту». Он повернулся и пошел по коридору, волоча по полу свое арабское одеяние. «А ведь пройдут годы», — подумала я, — «и я буду смеяться над этим всем, буду говорить. Помните, как Джаэлл снарядился арабом, а у Беатрис было покрывало на голове и куча браслетов на запястьях?» «Время все смягчит, сделает предметом для смеха, но сейчас мне было не до шуток, сейчас я не смеялась, сейчас не будущее, а настоящее. Слишком эта минута живая и яркая, слишком она реальна». Я сидела на постели, дергая пуховое одеяло, вытащила перышко из дырочки в углу. «Не хотите немного коньяку?» — спросила Беатрис, делая последнюю попытку. «Я знаю, храбрость в охмелю недорого стоит, и все же иногда это творит чудеса. Нет, — сказала я, — я ничего не хочу». «Мне придется пойти вниз», — Джаэллс говорит, — «уже и так задержались с обедом. Вы уверены, что я могу оставить вас одну?» «Да, большое спасибо, Беатрис». «Ах, милочка, не благодарите меня». «Если бы я могла хоть чем-нибудь помочь». Она быстро наклонилась к зеркалу, обмахнула лицо пуховкой. «Господи, ну и чучело», — сказала она, — «это проклятое покрывало уже сползло на сторону. Ну, видно, ничего не попишешь». Шурша платьем, Беатрис вышла из комнаты, прикрыла за собой дверь. Я чувствовала, что утратила ее симпатию и сочувствие своим отказом спуститься вниз. Я струсила, ушла в кусты. Она этого не может понять. Она и такие, как она, люди другой породы. Они иначе воспитаны, чем я. У женщин этой породы сильный характер. Они не похожи на меня. «Если бы на моем месте оказалась сегодня Беатрис, она бы надела другое платье и спустилась вниз к гостям. Она стояла бы рядом с Джайлзом, пожимала руки, и улыбка не сходила бы с ее лица. Я этого не могу. У меня нет гордости, у меня нет характера. Я плохо воспитана». Я встала с кровати, подошла к окну, выглянула наружу. Садовники ходили по розарию от одного фонарика к другому, проверяя, все ли в порядке. Небо побледнело, только несколько оранжево-розовых облачков быстро неслись к западу. Когда наступят сумерки, фонарики зажгут. Тут в розарии стояли столики и стулья для тех, кто предпочитает быть на воздухе. До меня долетал запах роз. Садовники болтали друг с другом, смеялись. Тут одна лампочка лопнула, услышала я голос. «Кто мне даст новую?» «Маленькую синюю, Билл». Он ввинтил лампочку и принялся насвистывать песенку модную в те дни. Он свистел так спокойно, так уверенно. Я подумала, что, возможно, сегодня ту же мелодию будет играть оркестр на галерее Менестрелли над Холлом. «Порядок», — сказал садовник, включая и выключая свет. «Все остальные целы. Пойдем проверим те на террасе». Они скрылись за углом дома. Мне все еще был слышен свист. Как бы я хотела быть на месте этого парня. Позднее вечером он будет стоять с приятелем у аллеи, руки в карманах, шапка сдвинута на затылок, и смотреть, как подъезжают одна за другой машины с гостями. Он будет стоять там вместе с другими работниками поместья, а потом пить сидр за длинным столом, поставленным в одном из углов террасы. Как в старые времена, скажет он. Но его приятель, попыхивая трубочкой, покачает головой. «Куда, новые хозяйки, до нашей миссис де Винтер?» И в подметке ей не годится. Женщина в толпе по соседству кивнет в знак согласия. Другие тоже, верно, верно, послышатся со всех сторон. «Где она сегодня? Я ни разу не видел ее. Бог ее знает, я тоже ее не видел. Миссис де Винтер всюду поспевала. Ваша правда. Женщина обернется к соседке, таинственно кивнет головой. Говорят, она вообще сегодня не выходила. Ну да, истинный Бог. Спроси Мэри». «Верно. Один из слуг сказал мне, что она за весь вечер так и не спустилась из своей комнаты к гостям. Что с ней такое? Может, захворала? Да нет, дуется скорее. Говорят, ей не понравился костюм». Взрыв смеха и непонятные голоса в толпе. «Слышали вы что-нибудь подобное? Так опозорить мистера де Винтера. Ну уж я бы ей не спустил, сопливой девчонке. Может, все не так? Одна болтовня? Так, так, не сомневайтесь. В доме только об этом и говорят. Один другому, тот третьему. Улыбка, прищуренный глаз, пожимание плеч. Одна кучка, затем другая, от них к гостям, которые вышли на террасу и разбрелись по лужайкам. Вот пара, которая часа через три будет сидеть в креслах в розарии у меня под окном. Как ты думаешь, то, что я слышала, правда? А что ты слышала? Да что она вовсе не больна, просто они поссорились, и она не желает выходить. Хорошенькое дело. Поднятые брови, свист сквозь зубы. Да, все это выглядит странно. Ты не находишь? Я хочу сказать, чтобы так ни с того ни с сего разболелась голова. Все это выглядит очень подозрительно. Мне показалось, у него мрачный вид. И мне, сказать по правде, я уже и раньше слышала, что их брак не очень-то удачный. Да? Мне говорили об этом, и не один человек. Говорят, он начал понимать, что сделал большую ошибку. Она-то ведь глядеть не на что. Да, я тоже слышала, что красотой она не отличается. Кем она была? Да никем. Подобрал ее где-то на юге Франции? Бонна или что-то вроде? Господи, боже мой! То-то и оно. Когда подумаешь о Ребекке... Я продолжала смотреть на пустые кресла. Небо из розового стало серым. Над моей головой зажглась Венера. В лесу за розарием раздавался тихий шелест. Это устраивались на ночлег птицы. Пролетела одинокая чайка. Я отошла от окна обратно к кровати. Подняла с полу белое платье и положила его в коробку с папиросной бумагой. Спрятала в картонку парик. Затем стала искать в стенных шкафах дорожный утюг, который я брала в Монте-Карло, чтобы гладить платье миссис Ван Хоппер. Он лежал в глубине полки за старыми шерстяными джемперами, которые я давно не носила. Это был один из тех утюгов, что годятся для любого напряжения. И я воткнула штепсель в розетку на стене. Затем принялась гладить голубое платье, которое Беатрис вынула из шкафа медленно, методично, как гладила платье миссис Ван Хоппер. Закончив, положила готовое платье на кровать, затем сняла с лица грим, наложенный для маскарадного костюма, причесалась, вымыла руки, надела голубое платье и туфли, которые всегда надевала с ним. Я снова была девушка-компаньонка и собиралась спуститься в гостиную отеля вслед за миссис Ван Хоппер. Я открыла дверь спальни и пошла по коридору. Все было тихо и спокойно. Не верилось, что в доме бал. Я прошла на цыпочках в конец прохода и завернула за угол. Дверь в западное крыло была закрыта. Не доносилось ни единого звука. Когда я подошла к арке у галереи над лестницей в холле, до меня долетел приглушенный шум голосов из столовой. Обед еще не кончился. В огромном холле было пусто. На галерее тоже. Наверное, музыканты обедали. Я не знала, как все это было организовано. Этим занимался Фрэнк. Или миссис Денверс. С того места, где я стояла, мне был виден портрет Каролайн де Винтер, висевший в галерее лицом ко мне. Я видела локоны, обрамлявшее лицо. Я видела улыбку на ее губах. Я вспомнила, как жена епископа говорила мне в тот раз, когда я навестила ее, никогда не забуду ее всю с ног до головы в белом, и это облако темных волос. Я должна была вспомнить это раньше. Я должна была догадаться. Как странно выглядели инструменты. Небольшие пюпитры для нот. Огромный барабан. Один из оркестрантов забыл на стуле носовой платок. Я перегнулась через балюстраду и поглядела вниз на холл. Скоро здесь будет полно людей, как рассказывала жена епископа. И Максим будет стоять у подножия лестницы и пожимать руки входящим. Их голоса будут отражаться от высокого потолка, а затем с галереи, где я сейчас стою, грянет музыка, и скрипач будет улыбаться, раскачиваясь в такт. Тишина исчезнет. На галереи скрипнула половица. Я резко обернулась, поглядела за спину. Никого. Галерея по-прежнему была пуста, но в лицо мне пахнуло ветром. Видно, в одном из коридоров кто-то оставил открытым окно. Из столовой по-прежнему слышался гул голосов. Странно, почему скрипнула половица, ведь я стояла не шевелясь. Может быть, виновата теплая ночь или растрескавшаяся от старости дерево? Но в лицо мне все еще тянуло сквозняком. С одного из пюпитров слетели на пол ноты. Я взглянула на арку над лестничной площадкой. Сквозняк шел оттуда. Я снова вернулась в длинный коридор и увидела, что дверь в западное крыло распахнута настиж. Я вошла в нее. В проходе было темно. Не горела ни одна лампочка. Я чувствовала на лице холодное дыхание ветра из открытого окна. Попыталась найти ощупью выключатель, но не нашла. Там, где коридор поворачивал, я увидела окно, оно было открыто. Легкие занавески колыхались взад и вперед. В сером вечернем свете плясали на полу причудливые тени. До меня донесся рокот волн, мягкое шипение отлива, покидающего гальку. Я не подошла и не закрыла окно. Еще секунду я стояла, дрожа, в легком платье, слушая вздохи моря, расстающегося с берегом. Затем быстро повернулась, захлопнула за собой дверь и снова вышла на площадку подаркой. Голоса стали громче. Шум в столовой все нарастал. Дверь распахнулась. Обед закончился. Я видела Роберта у открытой двери, слышала скрип от одвигаемых стульев, невнятный говор, смех. Я медленно пошла вниз по лестнице им навстречу. Когда я оглядываюсь на свой первый бал в Мендерли, первый и последний, я вспоминаю лишь отдельные мелкие штрихи, выступающие на огромном пустом холсте всего вечера. Задний план, подернутый дымкой, море призрачных, чужих для меня лиц, и медленное гудение оркестра, монотонно играющего вальс, который все никак не смолкал, тянулся без конца. Одни и те же пары, сменяя друг друга, проносились, кружась перед моими глазами с одними и теми же застывшими улыбками на лицах. Я стояла рядом с Максимом у подножия парадной лестницы, принимая запоздавших гостей, и эти танцующие пары казались мне марионетками, которые описывают круги на веревке, зажатой в невидимой руке. Там была одна женщина, я не знаю ее имени, я никогда больше ее не видела, в светло-оранжевом платье с кринолином, неопределенный намек на один из прошлых веков, но какой именно, семнадцатый, восемнадцатый или девятнадцатый, я сказать не могла, которая проплывала мимо меня каждый раз на одинаковых тактах вальса, и, приседая и раскачиваясь, неизменно посылала мне улыбку. Это повторялось вновь и вновь, пока не стало автоматическим. Так, гуляя по палубе корабля, ты постоянно встречаешь одних и тех же людей, столь же приверженных Мациону, и знаешь с абсолютной уверенностью, что вновь пройдешь мимо них у капитанского мостика. Я вижу ее, как сейчас, торчащие зубы, яркое пятно румян на скулах и улыбку, отсутствующую блаженную. Она была на седьмом небе, позднее я заметила ее у стола с закусками, острые глазки обшаривали блюда, она наложила себе полную тарелку семги и омара под майонезом и отошла в уголок. Была там и леди Кроуэн, чудовищная фигура в пурпурном платье, изображавшая уже и не знаю, какой романтический персонаж был их времен, то ли Марию Антуанету, то ли Нелл Гуин, а, может, экзотическое сочетание обеих в одном лице, которое без конца восклицало пронзительным голосом, еще более пронзительным, чем обычно, из-за поглощенного ею шампанского. Вы должны благодарить за все это меня, а вовсе не Дев Винтеров. Я помню, как Роберт уронил поднос с мороженым и лицо Фриса, когда он увидел, что преступник свой, а не один из нанятых по случаю бала официантов. Мне хотелось подойти к Роберту, стать рядом и сказать, «Я знаю, что вы чувствуете, я понимаю, я провинилась сегодня куда хуже. Я до сих пор ощущаю застывшую напряженную улыбку у себя на лице, так несоответствующую страданию в глазах. Я вижу Беатрис, милую, благожелательную, бестактную Беатрис, не спускавшую с меня глаз из-за плеча партнера, подбадривавшую кивками, браслеты звенели у нее на запястьях, а покрывало беспрестанно соскальзывало с мокрого от жары лба. Я представляю, как отчаянно кружусь по залу в объятиях Джайлза, мягкосердечного, верного Джайлза, полного сочувствия ко мне, он даже и слышать не желал о том, что я не хочу танцевать, и вел меня сквозь топочущую толпу, словно одну из своих лошадей на охотничьем сборе. Какое у вас красивое платье! Так и слышу его слова. У всей этой публики просто нелепый вид рядом с вами. И я благословила его в душе за эту трогательную, бесхитростную и такую искреннюю попытку выказать мне участие. Ведь он, добрая душа, полагал, что я разочарована в моем маскарадном костюме, что меня волнует, как я выгляжу, что мне не все равно. Конечно, Фрэнк и никто иной принес мне на тарелке ветчины и кусок курицы, которые я не могла съесть, конечно. Фрэнк, никто иной, стоял возле меня с бокалом шампанского, которое я не могла выпить, конечно. Ну, пожалуйста, спокойно и настойчиво, повторял он, я думаю, вам это поможет. И я сделала три крошечных глотка ради него. Черная повязка на глазу придавала ему непривычный, странный вид. Он казался бледным, более старым. На его лице появились вдруг морщины, которых я не видела раньше. Фрэнк ходил среди гостей, как второй хозяин, следя, чтобы им было хорошо, чтобы у всех были еда, питье и сигареты. Он и танцевал старательно, серьезно, с каменным лицом, ведя свою даму по залу. В пиратском костюме он чувствовал себя неловко, было что-то печальное в бакенбардах, которые он распушил под алой повязкой. Я представляла, как он стоит в своей голой холостяцкой спальне перед зеркалом, накручивая их на палец. Бедный Фрэнк, милый Фрэнк. Я не спрашивала его, но я знаю, как ненавистен был ему последний костюмированный бал, устроенный в Мендерли. Оркестр играл и играл. Кружащиеся пары подскакивали и приседали, как марионетки, качались передо мной взад и вперед, взад и вперед. Но смотрела на них не я, не живой человек из плоти и крови, а бесчувственный манекен, кукла с приклеенной намертво улыбкой. Фигура, стоящая рядом, тоже была деревянной, лицо маска, чужая незнакомая улыбка, а глаза... У того, кого я любила, кого я знала, не было таких глаз, холодные, безжизненные. Они смотрели, поверь меня, и сквозь меня, туда, где были боль и мука, которых я не могла с ним разделить, в его личный, замкнутый в себе ад, куда мне не было доступа. Он ни разу со мной не заговорил, ни разу не коснулся меня. Мы стояли бок о бок, хозяин и хозяйка дома, и между нами лежала пропасть. Он был любезен и обходителен с гостями. Я наблюдала, как он кидает словечко одному, шутку другому, улыбку третьему, зовет через плечо четвертого, и никто, кроме меня, не догадывается, что каждая его фраза и жест машинальны, что он делает все как автомат. Два актера в одной пьесе. Мы не были с ним партнерами, каждый играл сам по себе. Мы должны были пройти через эту муку в одиночку. Мы должны были разыгрывать этот спектакль, устраивать этот жалкий и позорный балаган ради людей, которых я не знала и не хотела знать. — Я слышал, вашей жене не прислали вовремя костюм, — сказал какой-то мужчина с пятнистым лицом и моряцкой косичкой, и, захохотав, ткнул Максима в бок. Черт знает что! Я бы возбудил против них дело за обман. Такая же штука случилась однажды с родственницей моей жены. — Да, это вышло неудачно, — согласился Максим. — Послушайте, — прокричал моряк, оборачиваясь ко мне, — говорите всем, что вы незабудка. Они ведь голубые, да? Красивые цветочки эти незабудки. Верно, де Винтер? Скажите жене, чтобы она называлась незабудкой. Он понесся дальше, хохоча во весь род, увлекая в танцы свою партнершу. Неплохая мысль. Голубая незабудка. И снова у меня за спиной Фрэнк с бокалом в руке, на этот раз с лимонадом. — Нет, Фрэнк, спасибо. Мне не хочется пить. — Почему вы не танцуете? А может быть, вы присядете на минутку? Там, на террасе, в уголке. Нет, мне лучше, когда я стою. Я не хочу садиться. Может быть, вам что-нибудь принести? Сэндвич, персик? Нет, я ничего не хочу. Снова дама в оранжевом платье. На этот раз она забыла улыбнуться. После ужина она раскраснелась и не сводила глаз с лица партнера, высокого, тощего, с подбородком, как скрипка. Вальс, судьбы, голубой Дунай, веселая вдова, раз, два, три, раз, два, три, круг за кругом, раз, два, три, раз, два, три, еще круг, и еще. Оранжевая дама, оранжевая дама, зеленая дама, снова Беатрис покрывала скинута солба. Джайлз с лицом мокрым от пота и снова моряк с другой партнершей. Я ее не знала. На ней был костюм тюдоровских времен, черное бархатное платье и гофрированный воротник. — Когда вы к нам приедете? — спросила она, словно мы были с ними старыми друзьями. Я ответила, — Скоро, конечно. Мы как раз говорили об этом на днях. Удивляясь тому, с какой легкостью у меня слетела с языка эта ложь, мне не понадобилось делать над собой никакого усилия. — Такой изумительный вечер! Поздравляю вас! — сказала она. — Большое спасибо! — сказала я. — Весело, правда? Я слышала, вам прислали не тот костюм. Да, глупость какая-то, верно? Все эти лавки стоят друг друга, на них нельзя положиться, но вы прелестно выглядите в этом милом голубеньком платьице. У вас такой свежий вид, куда удобнее, чем этот жаркий бархат. Так не забудьте, мы ждем вас в резиденции к обеду в самые ближайшие дни. Приедем обязательно. Что она имеет в виду? Где? Какая резиденция? Разве мы принимаем членов королевской фамилии? Она понеслась дальше в объятиях партнера под звуки голубого дуная. Ее бархатное платье мило пол, как щетка для ковра. И только через много дней и месяцев, в одну из ночей, когда я никак не могла уснуть, я вдруг вспомнила, что тюдоровская дама — это жена епископа, так любившая бродить по горам. Который час? Время остановилось. Вечер тянулся целую вечность. Те же лица, те же мелодии. Время от времени из библиотеки выглядывали затворники, игроки в бридж, чтобы посмотреть на танцующих и вновь укрыться за дверью. Подошла Беатрис, волоча за собой свою хламиду, шепнула на ухо. «Почему вы не сядете? Вы бледны, как смерть. Со мной все в порядке». Возле нас появился Джайлз. Гримм растекся у него по лицу. Он задыхался в своем арабском бурнусе. «Пойдемте на террасу смотреть фейерверк», — сказал он. Помню, как я стояла на террасе, глядя на небо, следя, как взлетают и падают дурацкие ракеты. Я заметила в углу маленькую Клэрис с каким-то пришлым парнем. Она весело улыбалась, а когда шутиха затрещала у самых ее ног, завизжала от восторга. Она уже давно забыла про слезы. «Глядите, глядите, вот так громадина!» — воскликнул Джайлз. Круглое лицо задрано вверх, рот открыт. «Сейчас разорвется! Браво! Ну и красота!» Медленное шипение ракеты, взлетающий в воздух, взрыв, дождь изумрудных звезд, одобрительный шум в толпе, восхищенные возгласы, хлопки. Оранжевая дама в первых рядах зрителей, лицо горит ожиданием. Для каждой новой ракеты на готове похвала. «О, вот это милашка! Погляди-ка на эту! Правда прелесть? Это не разорвалась осторожней! Она падает на нас! Что там думают эти люди?» Даже отшельники покинули свой уединенный приют и присоединились к остальным на террасе. Лужайки были черны от людей, взрывающиеся петарды освещали поднятые вверх лица. Вновь и вновь стрелами взлетали в воздух ракеты, небо пылало золотом и багрянцем. Мендерли казался воплощенным замком. Окна в огне, серые стены в отблесках цветного дождя, заколдованный дом, плоть от плоти здешних сумрачных лесов. Когда погасла последняя ракета и замолкли приветственные крики, ночь, такая чудесная, раньше, показалась по контрасту хмурой и мрачной. Небо нависло, как надгробный покров. Групки людей на лужайках и подъездной аллеи распадались, расходились по сторонам. Гости сгрудились на террасе у итальянских окон, возвращались в гостиную. Наступил спад, апогей веселья остался позади. Пустые лица, пустые взгляды. Кто-то протянул мне бокал шампанского, с подъездной аллеи донесся шорох колес. Слава Богу, подумала я, они начинают разъезжаться. Слава Богу. Оранжевая дама решила еще разок подкрепиться. Холл не так скоро очистится от людей. Я увидела, как Фрэнк подает знак оркестру. Я стояла в дверях между гостиной и холлом с незнакомым мне человеком. Замечательный балл, сказал он. Да, сказала я. Я веселился сначала до конца, сказал он. Очень рада, сказала я. Молли просто с ума сходила, что не может пойти, сказал он. Что вы говорите, сказала я. Оркестр начал играть в старые добрые времена. Мужчина схватил мою руку и принялся раскачивать ее вверх и вниз. Ну-ка, сказал он, давайте-ка к нам. Кто-то принялся раскачивать мою другую руку. К нам присоединилось еще несколько человек. И еще мы стояли большим кругом. И пели во все горло. Мужчина, который сказал, что он веселился сначала до конца, И что Молли сходила с ума, так ей хотелось пойти, Был в костюме китайского мандарина. И когда мы раскачивали руки, Его искусственные ногти запутались в рукавах халата. Он хохотал, как полоумный. Мы все хохотали. Пусть старые горести останутся в прошлом, Пели мы. Шумное веселье пришло к концу Вместе с последними тактами песни. Барабанщик принялся отбивать дробь. Неизбежная прелюдия к Боже храни короля. Улыбки исчезли с лиц, Словно начисто смытые губкой. Мандарин встал по стойке смирно, Руки по швам. Помню, у меня мелькнула мысль, Не военный ли он? Как странно он выглядел, Каменное лицо и висячие усы китайца. Я поймала взгляд оранжевой дамы, Гимн застал ее врасплох, Она все еще держала тарелку, Полную куриного заливного. Держала крепко, прямо перед собой, Как блюдо для сбора пожертвований в церкви. Оживление исчезло с ее лица, Но не успела отзвучать последняя нота, Как она снова расслабилась И яростно накинулась на заливное, Разговаривая через плечо со своим кавалером. Кто-то подошел, Крепко схватил меня за руку. Так не забудьте, Вы обедаете у нас Четырнадцатого в следующем месяце. Да? Я тупо уставилась на него. Да, ваша заловка тоже обещала приехать. Чудесно. В половине десятого мужчины в смокингах. Ждем вас. До встречи. О, да, разумеется. Гости выстроились в очередь, Чтобы попрощаться со мной. Максим был в другом конце комнаты. Я снова нацепила улыбку, Которая исчезла у меня с лица После добрых старых времен. Лучший вечер, На котором я был за последнее время. Очень рада. Огромное спасибо за чудесный вечер. Очень рада. А вот и мы, как видите, остались до конца. Очень рада. Неужели в английском языке нет других слов? Я кивала и улыбалась, Как заводная кукла, Ища глазами Максима, Поверь их голов. Он стоял в тесной толпе гостей У дверей в библиотеку. Вокруг Беатрис тоже были гости. Джайлз вел группу задержавшихся мужчин К столу с закусками в гостиной. Фрэнк был на подъездной аллее, Помогал гостям найти их машины. Меня окружали незнакомые лица. До свидания. Огромное спасибо. Очень рада. Огромный холл опустел. Он уже принял тот тусклый, нежилой вид, Который бывает после праздничного вечера На заре усталого дня. В сером свете занимавшегося утра На лужайках стали проступать Очертания подставок, Откуда пускали фейерверк. До свидания. Удивительный вечер. Очень рада. Максим ушел на подъездную аллею К Фрэнку. Ко мне подошла Беатрис, Снимая по пути звенящие браслеты. Как они мне надоели. Боже, я прямо с ног валюсь. По-моему, я не пропустила ни одного танца. Но, как бы то ни было, Бал удался на славу. Колоссальный успех. Да, — сказала я. Милочка, Вам не лучше пойти сейчас к себе и лечь? На вас лица нет. Вы простояли на ногах почти весь вечер. Где мужчины? На подъездной аллее. Я хочу кофе и яичницу с ветчиной. А вы? Спасибо, Беатрис. Лучше нет. Вы прелестно выглядели в голубом. Все это говорили. Никто ничего не заподозрил. А... ну, о том. Можете не волноваться. Да. На вашем месте я бы пролежала завтра весь день. Не заставляйте себя вставать. Позавтракайте в постели. Да, возможно. Сказать Максиму, что вы поднялись к себе. Да, пожалуйста. Хорошо, милочка. Спокойной ночи. Она быстро поцеловала меня, потрепала по плечу и исчезла в гостиной в поисках Джайлза. Я медленно поднялась по парадной лестнице, ступенька за ступенькой. Огни на галерее были погашены. Оркестранты спустились вниз завтракать яичницей с ветчиной. Ноты валялись на полу. Один стул был опрокинут. Пепельница полна окурков. Утро после бала. Я пошла по коридору к своей комнате. С каждой минутой становилось светлее запели птицы. Не надо было и свет зажигать, чтобы раздеться. В открытое окно дул сырой ветер. Было довольно холодно. В розарии, должно быть, побывала за вечер куча народа. Все кресла были сдвинуты с места. На одном из столов стоял поднос с пустыми бокалами. Лежала забытая кем-то сумка. Я задернула занавеси, чтобы затемнить комнату. Но серый утренний свет пробрался сквозь щели по сторонам. Я легла в постель. Ноги горели, поясница ныла. Я повернулась на спину и закрыла глаза, благодарная утешительному покою прохладных белых простынь. Ах, если бы мой мозг мог отдохнуть так же, как тело. Расслабиться, уснуть, не гудеть, как сейчас, не кружиться, не качаться под музыку, не вертеться каруселью. Среди моря лиц. Я прижала веки пальцами, но лица не уходили. Когда же, наконец, придет Максим? Соседняя кровать казалась застывшей, холодной. Скоро в комнате не останется ни одной тени. Пол и потолок будут белыми от утреннего света. Песни птиц станут громче, веселее, зазвучат еще звонче. На занавесях появится желтый солнечный узор. Часы на тумбочке у кровати отсчитывали минуту за минутой. Тик-так, тик-так. Стрелка двигалась по циферблату. Я лежала на боку, следя за ней. Она подошла к жирной цифре, миновала ее. Вновь начала свой путь по кругу. Но Максим так и не пришел. Глава восемнадцатая. Думаю, я уснула вскоре после семи. Я помню, что стало совсем светло. Наступил день. Нечего было обманывать саму себя, будто занавеси заслоняют солнце. Свет потоком вливался в раскрытое окно, но печатал узоры на стенах. Я слышала голоса садовников внизу, в розарии. Они убирали столы и кресла, снимали цепи китайских фонариков. Постель Максима была по-прежнему пустой. Я лежала наискосок кровати, прижав ладони к глазам. Дикая, ненормальная поза, меньше всего способствующая сну. Но меня отнесло к пределам сознания, и, наконец, я их перешла. Когда я проснулась, была половина двенадцатого, должно быть. Я ничего не слышала. В комнату заходила Клэрис, приносила утренний чай. На тумбочке у кровати стоял поднос и ледяной чайник. Мое белье было аккуратно сложено, голубое платье убрано в шкаф. Я выпила холодного чаю, все еще не придя в себя, осоловела я после короткого свинцового сна и уставила с невидящим взором на голую стену напротив. Несмятая постель Максима мгновенно перенесла меня в явь. Внезапный удар в сердце и боль прошедшей ночи вновь затопили меня. Он вообще не ложился. Его пижама так и лежала сложенная на отвернутой простыне. Что подумала Клэрис, когда приносила чай? Заметила или нет? А если да, рассказала ли остальной прислуге, чтобы было о чем посудачить за завтраком? Как странно. Почему мне это не безразлично? Почему мысль о том, что прислуга станет обсуждать нас на кухне, так беспокоит меня? Должно быть, у меня суетная, слабая душонка, мещанский страх перед сплетнями, как у всех заурядных людей. Вот почему я сошла вчера вниз, вырядившись в голубое платье, а не затаилась у себя. В этом не было ни мужества, ни благородства, жалкая дань условностям. Вот и все. Я спустилась не ради Максима, не ради Беатрис, не ради Мендерли. Я спустилась, потому что не хотела, чтобы гости, приехавшие на бал, думали, будто мы с Максимом поссорились. Не хотела, чтобы, вернувшись домой, они говорили, «Ну, ты и сам прекрасно знаешь, что у них не все ладно». Я слышала, что он очень несчастлив. Я спустилась только ради себя самой, из-за своей собственной гордости. Глотая один крошечный глоток за другим остывший чай, я подумала с бессильным горьким чувством отчаяния, что согласилась бы жить с Максимом в разных концах Мендерли, лишь бы об этом никто не узнал. Если у него не осталось ко мне нежности, если он никогда больше не поцелует меня, не заговорит иначе, как по необходимости, я, наверное, и с этим смирилась бы, будь я уверена, что об этом известно лишь нам двоим. Если бы можно было купить молчание слуг и разыгрывать свои роли перед родными, перед Беатрис, а потом, оставшись вдвоем, сидеть порзень, каждый в своей комнате, вести порзень свою жизнь. Когда я лежала вот так в постели, глядя невидящим взором на стену, на вливающееся в окно солнце, на нетронутую постель Максима, мне казалось, что нет ничего позорнее и унизительнее, чем неудачный брак, брак, рухнувший, как мой, через три месяца после свадьбы. У меня больше не осталось иллюзий, я не пыталась больше притворяться перед собой. Прошлая ночь слишком хорошо все мне показала, мое замужество постиг провал. Чтобы не сказали о нем люди, зная они правду, они бы не ошиблись. Мы не ужились друг с другом, мы были не пара, мы не подходили друг к другу, я была слишком молода для Максима, слишком неопытна, и, что еще важнее, я не принадлежала к его кругу. То, что я любила его, мучительно, отчаянно, преданно, как ребенок или пес, не имело значения, не такая ему была нужна любовь. Он хотел другого, того, чего я ему дать не могла, того, что он имел раньше. Я вспомнила о том лихорадочном, чуть не истерическом подъеме, о том юношеском самомнении, с каким я, чертя голову, кинулась в этот брак, воображая, что сделаю Максима счастливым, Максима, знавшего раньше настоящее счастье. Даже миссис Ван Хоппер с ее низкими понятиями и вульгарным взглядом на жизнь знала, что я совершаю ошибку. «Боюсь, вы пожалеете», сказала она, «я думаю, вы делаете большую ошибку». Я не желала ее слушать. Я считала ее черствой и злой. Но она была права. Права во всем. Это последняя подлая шпилька, которую она подпустила перед тем, как попрощаться со мной. Надеюсь, вы не воображаете, будто он в вас влюблен. Он одинок, ему тоскливо одному в этом огромном доме. Вот и все. Самые разумные, самые правдивые слова, произнесенные ею за всю жизнь. Максим не был в меня влюблен. Он никогда не любил меня. Наш медовый месяц в Италии ровным счетом ничего для него не значил, как и наша совместная жизнь здесь. То, что я считала любовью, любовью ко мне, к моему я, моей сути, было совсем иное. Просто он мужчина, а я его жена, молодая жена, и он чувствует себя одиноко. Он вовсе не принадлежит мне. Он принадлежит Ребекке. Он никогда не полюбит меня из-за нее. Она все еще в доме, как сказала миссис Денверс, в спальне, в западном крыле, в библиотеке, в моем кабинете, в галерее над холлом. Даже в маленькой прихожей, где до сих пор висит ее макинтош. И в саду, и в лесах, и в каменном домике на берегу. Это ее шаги звучат в коридорах, запах ее духов держится на лестницах. Прислуга до сих пор выполняет ее приказания. Еда, которую мы едим, готовится по ее вкусу. Любимые ею цветы стоят в комнатах, ее платья висят в стенных шкафах, ее щетки лежат на туалетном столике, ее туфли прячутся под стулом, ее ночная сорочка белеет на ее постели. Ребекка по-прежнему хозяйка Мендерли, по-прежнему миссис де Винтер, у меня здесь нет никаких прав. Посторонним вход воспрещен. Бедная дурочка, я залезла по ошибке в чужие владения. «Где Ребекка?» кричала бабка Максима. «Я хочу Ребекку! Что вы сделали с Ребеккой?» Меня она не знала и не хотела знать. «Что ей я?» «Я для нее чужая!» «Что у меня общего с Максимом, с Мендерли?» А Беатрис при нашей первой встрече, прямая откровенная Беатрис, осматривала меня с головы до ног. «Вы так не похожи на Ребекку?» Замкнутый, молчаливый Фрэнк, приходивший в смущение, стоило мне заговорить о ней. Ему так же тягостно было слушать вопросы, которыми я засыпала его. «Как мне их задавать?» И все же он ответил на последние из них, когда мы подошли к дому спокойно, печально. «Да, я в жизни не видел более красивой женщины». Ребекка. Всегда Ребекка. Куда бы я ни пошла в Мендерли, где бы я ни сидела, даже в мыслях и снах я встречала Ребекку. Теперь я знала ее фигуру, длинные стройные ноги, маленькие узкие ступни, ее плечи шире моих, ее умелые ловкие руки, руки, которые крепко держали штурвал яхты и поводья скакового коня. Руки, которые составляли букеты, мастерили модели парусников и писали на форзаце книги Максу от Ребекки. Я знала ее лицо, маленькое овальное, чистую белую кожу, облако темных волос. Я знала, какими духами она душилась, слышала ее смех, видела ее улыбку. Я бы узнала ее голос среди тысячи голосов. Ребекка, всегда Ребекка. Я никогда не избавлюсь от нее. Кто знает, возможно, я тревожила ее так же, как она тревожила меня, глядя на меня с галереи, сидя рядом, когда я писала письма за ее бюро. Макинтош, который я как-то надела, платок, которым вытерла руки, принадлежали раньше ей. Возможно, она знала, что я их брала, видела, когда я это делала. Джаспер был ее пес, а бегал теперь за мной. Я срезала розы Ребекке. Возможно, она питает ко мне такую же ненависть и такой же страх, как я к ней. Может быть, хочет, чтобы Максим был снова один в доме. Я сумела бы бороться с живой, но бороться с мертвой. Если бы в Лондоне была женщина, которую Максим любит, навещает, которой пишет, с которой обедает и спит, я бы с ней потягалась. Мы были бы с ней на равных. Я бы не боялась. С обидой и ревностью можно совладать. Настал бы день, когда женщина эта состарилась бы, изменилась, увяло, и Максим бы ее разлюбил. Но Ребекка никогда не состарится. Она всегда будет такой же. Ее я побороть не могла. Она сильнее меня. Я встала с постели и раздвинула занавеси. Солнце залило комнату. В розарии уже все привели в порядок. Наверное, наши гости обсуждают сейчас, как это принято, вчерашний бал. Как, по-твоему, было не хуже, чем обычно? По-моему, нет. Мне показалось, оркестр тянул резину. Ужин был, что надо, и фейерверк неплох. Билейси здорово постарела. Ты сама была бы не лучше в этом ее костюме. Мне показалось, он плохо выглядит. Он всегда теперь плохо выглядит. А что ты думаешь о молодой? Ничего особенного. Довольно неприметное. Я все думаю, удачный ли это брак? Кто их разберет? И только тут я увидела записку под дверью. Я подошла и взяла ее. Прямой почерк Беатрис. Она нацарапала ее карандашом после завтрака. Стучалась к вам, но вы не ответили. Значит, вы послушались меня и пытаетесь выспаться после вчерашнего вечера. Джайлз страшно торопится домой. Нам звонили оттуда и сказали, что он должен заменить кого-то из игроков в крикетном матче, а он начинается в два часа. Один бог знает, как ему удастся разглядеть мяч после всего того шампанского, которое он вчера заглотил. «У меня небольшая слабость в ногах, но спала я, как убитая. Фрис говорит, Максим рано сошел к завтраку, но сейчас его нигде не видно. Передайте ему, пожалуйста, привет. Огромное спасибо вам обоим за чудесный вечер. Мы с Джайлзом получили огромное удовольствие. Не думайте больше о платье». Эта фраза была жирно подчеркнута. С любовью Би. И постскриптум «Обязательно поскорей приезжайте к нам». Наверху записки было нацарапано 9.30, а сейчас часы показывали половину двенадцатого. Они два часа как уехали, наверное, даже добрались домой. Беатрис уже распаковала чемодан и теперь вышла в сад и взялась за привычные дела, а Джайлз готовится к матчу, проверяет в порядке либита. Днем Беатрис наденет легкое платье и широкополую шляпу и будет смотреть, как Джайлз играет в крикет. А после матча они будут пить чай под полотняным навесом. Джайлз, разгоряченный, с красным лицом, и Беатрис со смехом скажет приятельнице, «Да, мы были вчера в Мендерли на балу, танцевали до упаду, было ужасно весело, не представляю, как Джайлз способен пробежать хоть три шага». Улыбаясь Джайлзу, похлопывая его по спине, «Такая неромантичная пожилая пара, женаты больше двадцати лет, у них взрослый сын, который поступает в Оксфорд, вот они счастливы, их брак оказался удачным, их брак не провалился через три месяца, как мой. Я не могла больше сидеть, запершись у себя в комнате, горничным здесь нужно убрать. Может быть, Клэрис и не заметила, что постель Максима не смята? Я разворошила простыни и одеяло, чтобы сделать вид, будто он на ней спал, не хотела, чтобы горничные что-нибудь узнали, если Клэрис ничего не сказала им. Я приняла ванну, оделась и сошла вниз. Деревянный настил в холле уже был убран, цветы унесены. С галереи исчезли пюпитры. Должно быть, оркестр уехал на одном из утренних поездов. Садовники сметали на лужайках и подъездной аллее, обгоревшие остатки шутих. Скоро в Мендерли не останется и следа от вчерашнего бал Маскарада. Как долго надо было к нему готовиться и как быстро и незаметно оказывается можно все убрать. Я вспомнила оранжевую даму, стоящую в дверях гостиной с тарелкой куриного заливного и подумала, что мне все это пригрезилось. А если и было на самом деле, то тысячу лет назад. Роберт протирал суконкой стол в столовой. Он опять стал самим собой флегматичный, медлительный, а не загнанный, потерявший голову человек, каким он был последние недели. «Доброе утро, Роберт», сказала я. «Доброе утро, мадам». «Вы нигде не видели мистера де Винтера?» Он ушел сразу после завтрака, мадам, еще до того, как майор и миссис Лейси спустились вниз и до сих пор не возвращался. «Вы не знаете, куда он пошел?» «Нет, мадам, не могу сказать». Я снова вошла в холл, прошла через гостиную в кабинет. Ко мне кинулся Джеспер и в диком восторге принялся облизывать руки, словно мы надолго с ним расставались. Весь вечер он пролежал на кровати Клэрис. Я не видела его со вчерашнего чая. Быть может, время тянулось для него так же медленно, как для меня. Я подняла телефонную трубку и попросила сказать мне номер телефона конторы, вдруг Максиму Фрэнка. Я должна, должна была поговорить с ним, пусть хоть несколько минут. Я должна объяснить, что не хотела делать того, что я сделала вчера вечером, даже если это будет наш последний разговор. Я должна сказать ему это. Трубку взял один из клерков и ответил, что Максима там нет. Мистер Кролли в конторе, миссис Де Винтер, позвать его? Я бы ответила отказом, но не успела. Прежде чем я положила трубку, я услышала голос Фрэнка. Что-нибудь случилось? Странный способ начинать разговор, мелькнуло у меня в уме. Он не пожелал мне доброго утра, не спросил, хорошо ли я спала. Почему он думает, что что-то случилось? Фрэнк, это я, сказала я. Где Максим? Не знаю, не видел его. Он сегодня здесь не был. Не был в конторе? Нет. О, ладно, не важно. Вы видели его за завтраком? спросил Фрэнк. Нет, я не вставала к завтраку. Как он спал? Я заколебалась, Фрэнк был единственным, кому я могла сказать правду. Он не заходил в спальню этой ночью. На другом конце провода стояла тишина, словно Фрэнк искал и никак не мог найти ответа. О, протянул он наконец, понятно. Затем, чуть не через минуту, этого-то я и боялся. Фрэнк в отчаянии проговорила я, что он сказал ночью, когда все разъехались? Что вы с ним делали? Я остался перекусить с Джайлзом и миссис Лейси, сказал Фрэнк. Максим к нам не подошел, ушел под каким-то предлогом в библиотеку, сразу после того я отправился домой, может быть, миссис Лейси что-нибудь знает. Ее нет, сказала я, они уехали после завтрака, оставила мне записку, говорит, что не видела Максима. О, сказал Фрэнк. Мне это не понравилось. Мне не понравилось то, как он это сказал резко, зловеще. Куда вы думаете он ушел, спросила я. Не знаю, сказал Фрэнк. Возможно, отправился гулять. Таким тоном врачи в частной клинике говорят с родственниками, когда те справляются о состоянии больных. Фрэнк, я должна его видеть, сказала я. Я должна объяснить ему. Фрэнк не ответил. Я рисовала себе его встревожное лицо, нахмуренный лоб. Максим думает, что я сделала это нарочно, сказала я. И как я не крепилась, мой голос дрогнул и слезы, слепившие ночью глаза, и так и невыплаканные мной пылились потоком по щекам на шестнадцать часов позже, чем надо. Максим думает, что я сделала это в шутку, мерзкая, глупая шутка. Нет, сказал Фрэнк, нет. Да, говорю вам, вы не видели его глаз, я видела, вы не стояли рядом с ним весь вечер, я стояла, он ни разу не заговорил со мной, Фрэнк, ни разу не взглянул, мы простояли с ним бок о бок весь вечер и не обмолвились ни одним словом. Это было невозможно, сказал Фрэнк, все эти люди. Конечно же, я видел, я достаточно хорошо знаю Максима, вы согласны? Послушайте, я его не виню, прервала я. Если он полагает, что я сыграла с ним эту чудовищную подлую шутку, он вправе думать обо мне, что хочет, и никогда больше не разговаривать со мной и не видеть меня. Вы не должны так говорить, сказал Фрэнк, вы сами не понимаете, что вы говорите. Можно я сейчас к вам приду? Мне кажется, я сумею объяснить. Что толку, если Фрэнк придет? Мы усядемся в кабинете, и он примется меня утешать, добрый, тактичный Фрэнк. Мне не нужна больше доброта ни от кого, слишком поздно. Нет, сказала я, я не хочу крутить шарманку, то, что случилось, случилось, изменить ничего нельзя. Возможно, это к лучшему, это помогло мне понять то, что мне следовало знать раньше, о чем надо было догадаться до брака с Максимом. Что вы имеете в виду, сказал Фрэнк резким, непривычным для меня голосом. Что ему до того, любит меня Максим или нет, почему его это так волнует, почему он не хочет, чтобы я знала правду? Я имею в виду его и Ребекку, сказала я. Имя прозвучало странно и мрачно, как запретное слово произносить его вслух не доставляло мне больше радости, не несло облегчения, оно жгло меня стыдом, как признание в грехе. Несколько секунд Фрэнк молчал, я слышала, как он шумом втянул воздух. Что вы имеете в виду, повторил он, еще короче и резче, чем в первый раз? Что вы имеете в виду? Он не любит меня. Он любит Ребекку, сказала я. Он не забыл ее, он все еще думает о ней ночью и днем, он никогда не любил меня, Фрэнк, всегда одна Ребекка, Ребекка, Ребекка. Изо рта Фрэнка вырвался удивленный или испуганный крик, но мне было теперь все равно, даже если я смутила его. «Теперь вы знаете, что я чувствую», сказала я, «теперь вы понимаете». «Послушайте», сказал он, «я обязательно должен повидаться с вами». «Обязательно, слышите?» «Это жизненно важно, я не могу говорить с вами об этом по телефону». «Миссис де Винтер». «Миссис де Винтер». Я кинула трубку и встала из-за бюро. Я не хотела видеть Фрэнка, он не мог помочь мне в моей беде, никто не мог, кроме меня самой. Лицо у меня покрылось пятнами от слез, я ходила взад и вперед по комнате, кусая уголок платка, отдирая от него кружево. Я была уверена, что никогда больше не увижу Максима. Мне сказал об этом внутренний голос. Он не мог меня обмануть. Максим ушел и никогда не вернется. В глубине сердца я знала, что Фрэнк тоже этому верит, но не хочет признаться по телефону, не хочет меня пугать. Если бы я позвонила сейчас в контору, я бы не застала его там. Помощник сказал бы мне, мистер Кролли только что вышел миссис Дев Бинтер. Я видела, как Фрэнк, даже не надев шляпы, залезает в свой старенький обшарпанный Моррис и отправляется на поиски Максима. Я подошла к окну и поглядела на прогалину, где стоял играющий на дудке сатир. Рододендроны уже отсвели. Мы не увидим их до следующего года. Теперь, когда исчезли карминные мазки, кусты казались мрачными, грязно-коричневыми. С моря полз туман, деревья за насыпью уже скрылись. Было томительно жарко и душно. Я представляла, как наши вчерашние гости говорят сейчас друг другу, как удачно, что вчера не было тумана, мы бы не увидели фейерверка. Я прошла через гостиную на террасу. Солнце спряталось за белой пеленой, словно на землю налетел смертоносный смерч и унес с собой небо и солнечный свет. Мимо прошел один из садовников с тачкой, полной обрывков бумаги, мусора и кожуры от фруктов, оставленных на лужайках этой ночью. Доброе утро, сказала я. Доброе утро, мадам. Боюсь, вчерашний бал прибавил вам работы, сказала я. «Неважно, мадам», сказал он. «Все повеселились на славу, а это главное не так ли? Вероятно, так», сказала я. Он поглядел на просеку за лужайкой, туда, где лощина спускалась к морю. Темные деревья неясно вырисовывались в тумане. «Густой поднялся», сказал он. «Да». «Хорошо, что сегодня, а не вчера», сказал он. «Да». Садовник подождал секунду, затем дотронулся рукой до шапки и покатил тачку дальше. Я пересекла лужайку, подошла к опушке леса. На ветках туман собрался в капли, они падали на непокрытую голову редким дождем. Джеспер, притихнув, стоял у моих ног. Хвост опущен, из пасти свешивается розовый язык. Влажная липкая духота сделала его вялым и апатичным. Отсюда мне было слишком хорошо слышно море. Медленный, приглушенный, зловещий рокот волн, разбивающихся в бухтах за лесом. Белый туман катился мимо меня к дому. Он пах сыростью, солью и водорослями. Я положил руку на спину Джеспера. Шерсть была мокрая, хоть выжимай. Когда я опять посмотрела на дом, я не увидела ни труп, ни очертаний стен, лишь смутное темное пятно, окна в западном крыле и катки с цветами на террасе. На окне большой спальни в западном крыле были открыты ставни, там кто-то стоял, глядя вниз. Силуэт был нечеткий, расплывчатый, и на какую-то долю секунды я с замиранием сердца подумала, что это Максим. Затем фигура шевельнулась, подняла руку, чтобы задвинуть ставню, и я узнала миссис Денверс. Она следила за мной, в то время, как я стояла на опушке леса, погруженная в белое море тумана, видела, как я медленно сходила с террасы на лужайку, возможно, она слушала в своей комнате мой разговор с Фрэнком по телефону. Все линии в доме были соединены. Теперь ей известно, что Максим этой ночью не пришел ко мне. Она слышала мой голос, мои слезы, знала, какую я играла роль, стоя все эти долгие часы бок о бок с Максимом у подножия парадной лестницы. Знала, что он ни разу на меня не взглянул, ни разу не заговорил со мной, знала, потому что она задумала все это именно так. Это был ее триумф, ее и Ребекки. Я вновь увидела ее у двери в западное крыло, как видела вчера вечером с дьявольской улыбкой на бледном, туго обтянутом кожей лице, и вдруг подумала, что она-то живая женщина, человек из плоти и крови, как я, она не мертва, как Ребекка. С Ребеккой я говорить не могу, но с ней-то могу. Повинуясь внезапному порыву, я быстро пошла через лужайку к дому, пересекла холл, поднялась по лестнице, прошла под аркой у галереи, затем в дверь западного крыла и поспешила вдоль темного безмолвного прохода к Ребеккиной спальне. Повернула ручку к двери и вошла. Миссис Денверс все еще стояла у окна, ставни были открыты. Миссис Денверс позвала я. Миссис Денверс! Она обернулась ко мне, я увидела, что глаза ее покраснели и распухли от слез, как мои, а на бледном лице лежат темные тени. Что такое? сказала она, и голос ее был хриплый и глухой от рыданий, как и мой этой ночью. Я не ожидала увидеть ее такой, я рисовала ее себе с той же злобной, жестокой улыбкой, что вчера, а передо мной была больная, измученная старуха. Я приостановилась в нерешительности, держась за ручку двери, не зная, что сделать и что сказать. миссис Денверс продолжала смотреть на меня красными распухшими глазами и слова замерли у меня на губах. Я положила меню на бюро, как всегда, сказала она, вы хотите что-нибудь заменить? Ее фраза придала мне смелость, и я оторвалась от двери, вышла на середину комнаты. Миссис Денверс, сказала я, «Я пришла говорить не о меню, вы это знаете, не так ли?» Она не ответила, разжались и снова сжались пальцы ее левой руки. «Вы добились того, чего хотели, верно?» сказала я. «Вы так это все и задумали, да? Вы довольны теперь? Вы счастливы?» Она отвернулась и снова стала смотреть в окно, как до моего прихода. «Зачем вы приехали сюда?» проговорила она. «Вы никому не нужны здесь, в Мендерли. Все было хорошо, пока вы не появились. Почему не остались там, где были, там, во Франции?» «Вы забываете, видно, что я люблю мистера Девбинтера». «Если бы вы любили его, вы бы не вышли за него замуж», возразила она. «Я не знала, что ей сказать. Все это было дико, нереально». Она продолжала тем же глухим, прерывистым голосом, по-прежнему отвернувшись к окну. «Я думала, что ненавижу вас, но теперь это прошло», сказала она. «Ненависть исчерпала себя. Во мне пусто». «За что вам меня ненавидеть?» спросила я. «Что я сделала вам?» «Вы старались занять место, миссис Девбинтер», сказала она. Она так и не взглянула на меня, стояла, угрюмо отвернувшись в сторону. «Я ничего не изменила», сказала я. «Все в Мендерли шло по-старому. Я не распоряжалась здесь. Я все предоставила вам. Я хотела быть с вами в дружбе, но вы не взлюбили меня с первой минуты. Я увидела это по вашему лицу, когда мы знакомились с вами тогда в холле». Она ничего не ответила. По-прежнему сжимались и разжимались пальцы, лежащие на платье руки. «Многие люди женятся во второй раз», продолжала я. «Женятся и выходят замуж. Каждый день совершаются сотни таких браков. мужество преступления, кощунство по отношению к мертвым. Разве мы не имеем права быть счастливы, как всякий другой?» «Мистер Девинтер несчастлив», сказала она, оборачиваясь наконец ко мне. «Это любому дураку видно. Стоит только посмотреть ему в глаза. Он все еще в аду, и так он выглядит с того дня, как она умерла». «Неправда», вскричала я, «Неправда. Он был счастлив, когда мы жили с ним во Франции. Он был моложе, куда моложе. Он смеялся, он был веселый». «Что ж, он ведь мужчина, не так ли?» сказала она. «Какой мужчина не потешит себя в медовый месяц? Мистеру Девинтеру еще нет сорока шести». Она презрительно засмеялась, пожав плечами. «Как вы смеете так со мной разговаривать?» вспыхнула я. «Как вы смеете?» Я больше не боялась ее. Я подошла к ней, тряхнула за руку. «Вы заставили меня надеть этот костюм вчера вечером. Я бы никогда сама до этого не додумалась. Вы хотели сделать мистеру Девинтеру больно. Хотели, чтобы он страдал. Разве он мало страдал? И без этой подлой чудовищной шутки, которую вы сыграли с ним, неужели вы думаете, что его мука, его боль вернут к жизни миссис Девинтер?» Она стряхнула мою руку, гневный румянец, залил бледное лицо. «Что мне до его страданий?» прошипела она. «Его никогда не трогали ей». «Легко мне было, по-вашему, все эти месяцы видеть, как вы сидите на ее месте, гуляете по ее следам, трогаете вещи, которые принадлежали ей? Легко, по-вашему, знать, что вы пишете за ее бюро в ее кабинете ее пером, говорите по телефону, по которому каждое утро с первого дня, что она приехала в Мендерли, она говорила со мной? Легко, по-вашему, слышать, как Роберт и Фрис и вся остальная прислуга называет вас миссис де Винтер. Миссис де Винтер ушла гулять, миссис де Винтер просила подать машину к трем часам дня, миссис де Винтер не вернется к чаю до пяти часов, а моя миссис де Винтер, моя госпожа с ее улыбкой, с ее чудным личиком и смелыми повадками, настоящая миссис де Винтер лежит холодная, позабытая в церковном склепе. Если он страдает по делам ему, жениться на молоденькой девушке, когда не прошло еще и десяти месяцев. Что ж, теперь он расплачивается за это. Я видела его лицо, я видела его глаза. Он сам создал для себя ад. Ему некого винить в этом кроме себя самого. Он знает, что она его видит, знает, что она приходит ночью и следит за ним. И добра от нее не жди, нет. Только не от моей госпожи. Она не из тех, кто позволит себя обидеть. Она не подставит второй щеки. Никогда не было такой. Они у меня еще по пляшу, Дэнни, говорила она, они у меня еще попляшут в аду. Правильно, моя душечка, говорила я, пусть только попробуют обойти тебя. Ты родилась на свет, чтобы взять у жизни все, что можно. И так она и делала. Ее ничто не останавливало, она ничего не боялась, смелая и волевая как мужчина. Вот какой была моя миссис де Винтер с характером. Тебе следовало бы родиться мальчиком, не раз говорила я. Я растила ее с раннего детства. Вы знали это, да? Нет, сказала я. Нет. Миссис Денверс, что толку в этом разговоре? Я не хочу больше ничего слышать. Не хочу знать. У меня тоже есть чувство ни у одной вас. Вы то понимаете, каково мне слышать без конца ее имя, стоять и слушать, как вы рассказываете о ней. Миссис Денверс не слышала меня. Она продолжала безудержно и ступленно, словно в горячном бреду. Ее длинные пальцы сжимались и разжимались, рвали черную ткань платка. Какая она была хорошенькая тогда, сказала она, как картинка. Когда мы гуляли, мужчины оборачивались ей вслед, а ей и двенадцати лет не было. Она все видела, она подмигивала мне бесенок и говорила, я буду красавицей, да, Денни? И я отвечала, уж мы позаботимся об этом, моя куколка, уж это мы возьмем на себя. Знала уже тогда не меньше взрослых, вступала с ними в разговор, словно ей восемнадцать, а сама подшучивала да высмеивала их. Из отца она веревки вела, да и мать была у нее под башмачком, если бы не умерла. Характер, никто не мог потягаться с моей госпожой бесстрашием. Когда ей исполнилось четырнадцать, в самый день рождения, она захотела править четверкой, а ее двоюродный брат мистер Джек забрался на козлы с ней рядом и стал отнимать у нее возжи. Они дрались на козлах минуты три, как дикие кошки, а лошади несли их, куда глаза глядят, но она победила, а она, моя госпожа, щелкнула кнутом у него над головой, и он кубарем скатился с козел. ругался, хохотал, вот уж это были два сапога пара, она и мистер Джек. Его отправили служить во флот, но он не вынес дисциплины, и я его не виню, он был слишком норовистый, чтобы подчиняться приказам так же, как моя госпожа. Я смотрела на нее во все глаза, зачарованная, напуганная, на ее губах была странная восторжная улыбка, делавшая ее еще старше, делавшая это лицо мертвеца более живым и реальным. Никто никогда не взял на дне верх, продолжала миссис Денверс, она делала что хотела, жила как хотела, а сильная была как львенок. Помню, как в шестнадцать она села на отцовскую лошадь, настоящий зверь, а не жеребец. Конюх сказал, что она слишком горячая и девочки на ней не усидеть. Вы бы посмотрели, как она держалась в седле, точно приросла, как сейчас вижу ее, волосы развиваются на ветру, она хлещет коня плеткой до крови, вонзает шпоры в бока. Когда она с него слезла, он дрожал всем телом, с морды падали хлопья кровавой пены. Это его проучит, да, Дэнни, сказала она, и как ни в чем не бывало пошла мыть руки, так и с жизнью. Ее она тоже умела взнуздать, когда подросла. Я видела, я всегда была с ней. Она никого и ничего не любила, никого и ничего не боялась. И вот под конец она была побеждена, но ни мужчины, ни женщины, нет, морем, море было сильнее ее, оно ее одолело. Миссис Денверс внезапно замолчала, ее рот странно, конвульсивно задергался, она зарыдала громко, так что резала слух с открытым ртом и сухими глазами. Миссис Денверс, сказала я, миссис Денверс. Я стояла беспомощно, не зная, что мне делать. Я больше не опасалась ее, не трепетала перед ней, но при виде того, как она рыдает с сухими глазами, мне стало жутко, пополз по коже мороз. Миссис Денверс, повторила я, вы больны, вам нужно лечь в постель, почему вы не пойдете к себе в комнату отдохнуть, почему вы не ложитесь в постель? Она яростно обернулась ко мне. Оставьте меня в покое, сказала она. Какое вам дело до моего горя? Да, я не скрываю его, я его не стыжусь, я не запираюсь на все замки, чтобы поплакать, я не хожу за запертой дверью взад и вперед, взад и вперед, как мистер Де Винтер. Что вы болтаете, сказала я, мистер Де Винтер не делает этого? Делал, сказала миссис Денверс, после того, как она умерла, взад и вперед, взад и вперед. В библиотеке я слышала его шаги, смотрела на него в замочную скважину и не один раз туда и сюда, как зверь в клетке. Не хочу слушать вас, сказала я, не хочу ничего знать. А вы говорите, вы сделали его счастливым в медовый месяц, вы молодая, неопытная девушка, которой он годится в отцы, что вы знаете о жизни, что вы знаете о мужчинах, явились сюда и решили, что можете занять место миссис де Винтер, вы, вы занять место моей госпожи, даже слуги смеялись над вами, когда вы приехали в Мендерли, даже маленькая судомойка, которую вы встретили в заднем коридоре в первое утро, не представляю, что думал мистер де Винтер, когда вез вас сюда, в Мендерли, после этого вашего драгоценного медового месяца, не представляю, что он думал, когда увидел вас впервые во главе обеденного стола. Вам лучше было бы замолчать, миссис Денверс, сказала я, вам лучше было бы пойти к себе в комнату. Пойти к себе в комнату, передразнила она, хозяйка дома считает, что мне было бы лучше пойти к себе в комнату, а потом, что после этого побежите к мистеру Дев Винтеру и скажете ему, миссис Денверс, гадкая миссис Денверс, грубо со мной разговаривала, идите, бегите, как в тот раз, когда ко мне приезжал мистер Джек. Я не сказала об этом ни слова, возразила я. Это ложь. Кто мог рассказать ему, кроме вас? В доме никого не было, Фрис и Роберт уезжали в город, остальные слуги ничего не знали. Вот тогда я и решила вас проучить, и его тоже. Пусть помучается, сказала я. Что мне до того? Что мне до его страданий? Почему я не могу встретиться с мистером Джеком здесь, в Мендерли? Он единственное, что у меня осталось, единственное, что связывает меня с миссис де Винтер. Я его здесь не потерплю, сказал он. Предупреждаю вас в последний раз. Он по-прежнему ревнует, он ничего не забыл. Я вспомнила, как скорчилась в углу галереи, когда распахнулась дверь в библиотеку, вспомнила громкий гневный голос Максима, когда он произносил эти самые слова. Ревнует? Максим ревнует. Он ревновал ее при жизни, а теперь ревнует ее, когда она мертва, сказала миссис Денверс. Отказывает мистеру Джеку от дома, как отказал тогда. Похоже, это на то, что он ее забыл. Конечно, он ревновал и я тоже. Да и все, кто ее знал. Ее это не трогало, она не обращала внимания, только смеялась. Я буду жить, как хочу, Денни, говорила она, мне никто не указ. Мужчине стоило разок на нее взглянуть, и он тут же сходил с ума. Я видела их здесь. Они гостили в доме мужчины, с которыми она встречалась в Лондоне. Она привозила их в Мендерли на уикенд. Она устраивала купание с яхты, устраивала ужины в домике на берегу. Они приставали к ней, конечно, кто бы мог удержаться. Она только смеялась. Она возвращалась в дом и рассказывала мне, что они говорили и делали. Ей было все равно. Для нее это была игра. Кто бы не стал ее ревновать, они все ревновали, все сходили по ней с ума. Мистер Де Винтер, мистер Джек, мистер Кролли, все, кто ее знал, все, кто приезжал в Мендерли. «Не хочу ничего знать», повторяла я, «Не хочу ничего знать». Миссис Денверс подошла ко мне вплотную, приблизила лицо к моему лицу. «Вы же видите, что все бесполезно», сказала она. «Никогда вам ее не осилить. Она все еще здесь хозяйка, даже если она и мертва. Она, не вы, настоящая миссис Де Винтер, вы не она, тени призрак». Она, не вы, вы, забытый, отвергнутый, лишняя здесь, не она. Почему вы не оставите ей Мендерли, почему не уйдете? Я попятилась от нее как ну, во мне снова зашевелился былой страх, былой ужас. Она взяла меня за руку, стиснула, как в клещах. «Почему вы не уйдете?» повторила она. «Вы не нужны никому из нас, не нужны ему, никогда не были нужны. Он не может забыть ее, он хочет снова остаться в доме с ней наедине. Вы должны были бы лежать там в церковном склепе, а не она. Вы должны были бы умереть, а не миссис Де Винтер». Она толкала меня к открытому окну. Я увидела внизу серые каменные плиты террасы, еле различимые за белой пеленой тумана. «Поглядите вниз», сказала она, «почему бы вам не прыгнуть? Это совсем не трудно. Вам не будет больно, если вы сразу сломаете шею. Это такой быстрый, такой легкий путь, не то что утонуть. Почему бы вам не попробовать, почему бы не уйти?» Туман застлал открытое окно. Серый, липкий, он сжег мне глаза, забирался в нос, я уцепилась руками за подоконник. «Не бойтесь», сказала миссис Денверс, «я вас не столкну, я и рядом стоять не буду». «Вы прыгните по собственной воле. Какой вам смысл оставаться в Мендерли? Вы несчастливы, мистер де Винтер вас не любит, ради чего вам жить? Почему бы не прыгнуть и не покончить со всем этим? Все ваши несчастья останутся позади». Мне еще были видны цветочные катки на террасе и голубые плотные шары гортензий. Каменные плиты были серые, гладкие, без неровностей, острых краев. Они казались такими далекими из-за тумана. на самом деле они были гораздо ближе, окно находилось вовсе не так высоко. «Почему бы вам не прыгнуть?» шептала миссис Денверс. «Почему бы не попробовать?» туман стал еще плотнее и терраса скрылась из глаз. Я не видела больше кадок с цветами, не видела гладких каменных плит. Вокруг не было ничего, кроме белого, пахнущего водорослями тумана, промозглого, сырого. Единственной реальностью остался подоконник у меня под руками и пальцы миссис Денверс, мертвой хваткой, вцепившихся мне в плечо. Если я прыгну, я не увижу летящих навстречу ко мне террасы, туман скроет их от меня, боль будет острой и внезапной, как она сказала, удар сломает мне шею, все кончится быстро, я и не замечу. Тонуть куда тяжелее, Максим меня не любит, Максим хочет остаться наедине с Ребеккой. «Ну же», шептала миссис Денверс, «ну уже не бойтесь». Я закрыла глаза, у меня кружилась голова, я так долго смотрела, вниз болели пальцы, стиснувшие подоконник, туман забрался в нос, прилип к губам, кислый, зловонный, он душил, как одеяло, как наркоз, я впадала в забытье. Мое горе, моя любовь к Максиму постепенно уходили от меня, ушла и Ребекка, скоро мне совсем не надо будет о ней думать. Я отпустила подоконник, перевела дыхание, и в этот миг белое безмолвие вдруг разбилось, раскололось надвое взрывом, от которого затряслось окно. Задребезжало стекло в раме, я открыла глаза, уставилась на миссис Денверс. За первым взрывом последовал второй, за ним третий и четвертый, грохот терзал воздух, из леса, окружавшего дом, поднялись невидимые нам птицы, их пронзительные крики вторили взрыву. Что это? тупо спросила я, что случилось? Миссис Денверс отпустила мое плечо, поглядела в окно, затянутое туманом, ракеты, сказала она, там, в заливе, должно быть, выбросила на берег корабль. Мы прислушивались, стоя рядом, всматриваясь в белый туман, и тут услышали внизу топот ног, кто-то бежал по террасе. Глава девятнадцатая, это был Максим, я не видела его, не узнала его голоса, он звал на бегу Фриса, я услышала, как Фрис ответил ему из холла и вышел на террасу, их фигуры смутно выступали из тумана подо мной. Его выбросило на берег, сказал Максим, я следил за ним с мыса, он вошел в залив и повернул прямо на риф. Им его не снять при таком отливе, должно быть, думали, что это Керритская гавань, там внизу туман стоит стеной, скажите на кухне, чтобы приготовили поесть и выпить на случай, если им что-нибудь понадобится, и позвоните в контору мистеру Кролли, сообщите ему обо всем, я иду обратно в бухту, может быть, сумею чем-нибудь помочь. Миссис Денверс отошла от окна, лицо ее вновь стало бесстрастным, холодная белая маска, так хорошо знакомая мне. Нам, пожалуй, лучше пойти вниз, сказала она, фриз будет меня искать, надо там распорядиться, возможно, мистер Дев Винтер приведет людей с корабля, как он сказал, осторожнее, уберите руки, я закрываю окно. Я отошла на середину комнаты, все еще в какой-то одури, доверяя ей и не доверяя самой себе, я смотрела, как она закрывает окно, запирает ставни, задергивает гордины. Хорошо еще, что море спокойное, сказала она, не то им бы худо пришлось, но в такой день, как сегодня, бояться нечего, конечно, само судно потеряно, если оно наскочило на риф, как сказал мистер Дев Винтер. Миссис Денверс обвела глазами комнату, проверила, все ли в порядке, поправила покрывало на двуспальной кровати, затем подошла к двери и открыла ее, давая мне пройти. Я, пожалуй, скажу на кухне, чтобы приготовили холодный ленч, сказала она, он будет ждать вас в столовой, когда придете, тогда и поедите, мистер Дев Винтер, наверное, не захочет спешить сюда к часу дня, если он занят там, в бухте. Я тупо посмотрела на нее, затем вышла из комнаты, оцепеневшая, безжизненная, как манекен. Когда вы увидите мистера Дев Винтера, мадам, передайте ему, пожалуйста, что если он хочет привезти сюда людей с корабля, все будет готово, они получат горячую еду, когда бы не пришли. Хорошо, миссис Денверс, сказала я, хорошо. Она повернулась ко мне спиной и пошла к задней лестнице, причудливая костлявая фигура в черном платье, которое мило пол, как пышные широкие юбки начала века. Вот она завернула за угол и скрылась. Я медленно двинулась по коридору к двери у арки. Я все еще была в каком-то отупении, словно только сейчас очнулась от долгого сна. Вышла на площадку и стала спускаться по лестнице, не имея понятия, что делать дальше. Через холл по направлению к столовой шел Фрис. Увидев меня, он остановился и подождал, пока я спущусь. Мистер Де Винтер приходил несколько минут назад, мадам, сказал он, взял несколько пачек сигарет и пошел обратно на берег, там, оказывается, сел на мель пароход. Да, сказала я. Вы слышали ракеты, мадам? Сказал Фрис. Да, слышала, сказала я. Я был в буфетной с Робертом, и мы сперва подумали, что кто-то из садовников запустил шутиху, оставшуюся с вечера, продолжал Фрис, и я сказал Роберту, зачем они это делают в такой туман, оставили бы на субботу для ребятишек? А тут вторая разорвалась, а потом и третья. Нет, это не фейерверк, сказал Роберт. Это сигнал бедствия, где-то тонет корабль. Да, ты, наверное, прав, сказал я и вышел в холл. Тут я и услышал, как мистер Дев Винтер зовет меня с террасы. Да, сказала я. И нечему удивляться, мадам, в такую-то погоду. Это самое я сейчас сказал Роберту. Тут и на суше дорогу не найдешь, не то, что на море. Да, сказала я. Если вы хотите догнать мистера Дев Винтера, так он пошел прямо через лужайку. Минуты две назад, не больше, сказал Фрис. Спасибо, Фрис, сказала я. Я вышла на террасу. Разъяснялось, все четче становились силуэты деревьев по ту сторону лужайки. Туман скучивался в легкие белые облачка, поднимался к небу. Вился надо мной кольцами дыма. Я взглянула на окна над головой. Они были наглухо закрыты, заперты ставни. Казалось, они никогда не раскроются, не распахнутся настежь. Вон у того большого окна в центре я стояла пять минут назад. Как далеко оно отсюда, как высоко. Камни под ногами казались твердыми, жесткими. Я поглядела вниз, затем вновь на закрытое окно, и вдруг почувствовала, что вокруг меня все плывет, а сама я горю огнем. По шее сбежала струйка пота, перед глазами заплясали черные точки. Я снова зашла в холл и села в кресло. Ладони мои были совсем мокрые. Я сидела неподвижно, сжав руками колени. «Фрис», позвала я. «Фрис, вы в столовой?» «Да, мадам». Он сразу же вышел и поспешил через холл ко мне. «Не удивляйтесь, фрис, но не могли бы вы принести мне капельку бренди?» «Разумеется, мадам». Я продолжала сжимать колени и сидела не шевелясь. Вернулся Фрис, держа серебряный поднос с ликерной рюмкой. «Вам не здоровится, мадам?» сказал Фрис. «Хотите, я позову Клэрис?» «Нет, сейчас все пройдет, Фрис», сказала я. «Мне вдруг стало жарко, вот и все». «Очень теплое утро, мадам, очень, даже, можно сказать, удушливое». «Да, Фрис, именно так». Я выпила бренди и поставила рюмку обратно на поднос. «Может быть, вас напугали взрывы?» сказал он. «Они начались так внезапно». «О, да», сказала я, «с утра так парит, а вы еще простояли всю ночь на ногах, вот вам и стало не по себе, мадам. Вероятно, вы правы, Фрис, может быть, приляжете на полчасика, в библиотеке даже свежо. Нет, я думаю, через минуту-другую выйду. Не беспокойтесь, Фрис, как вам угодно, мадам». Фрис ушел, оставил меня одну в холле. Как было спокойно сидеть здесь, спокойно и прохладно. От вчерашнего бала не осталось и следа. Не верилось, что только этой ночью здесь танцевали. Холл был таким, как всегда, сумрачным, безмолвным, суровым, с портретами. И оружием по стенам. Трудно было поверить, что только этой ночью я стояла в голубом платье у подножия этой вот лестницы и пожимала руки чуть не тысячи людей. трудно было поверить, что на галерее Менестрелли были расставлены пюпитры, играл оркестр, ударник, скрипка. Я встала и снова вышла на террасу. Туман поднялся еще выше, до верхушек деревьев. Открыл лес за лужайкой. Прямо над головой бледное солнце пыталось пробиться сквозь тусклую пелену. стало еще жарче. Удушливо жарко, как сказал Фрис. Мимо с громким жужжанием пролетела пчела в поисках нектара и вдруг смолкла, забравшись в цветок. На зеленом склоне за лужайками один из садовников принялся косить ручной косилкой траву. Из подвертящихся лопастей вспорхнула испуганная коноплянка, понеслась к розарию, садовник, склонившись к ручкам машины, медленно шел вдоль склона. Летела в сторону коротко скошенная трава и крошечные головки маргариток. На меня повеяло запахом душистой прогретой травы, солнце выбралось из белого тумана и залило меня ярким светом. Я засвистела, подзывая Джеспера. Но он не подошел, возможно, побежал за Максимом на берег. Я взглянула на часы, уже перевалила за половину первого, почти без двадцати час. Вчера в это время мы с Максимом стояли у Фрэнка в садике, ждали, когда экономка подаст ленч. Двадцать четыре часа назад они дразнили меня, закидывали удочку, стараясь выведать, какой у меня костюм. Вы глазам своим не поверите, сказала я. Я готова была провалиться сквозь землю, вспоминая эти слова. И тут только вдруг я осознала, что Максим здесь, в Мендерле. Он не покинул нас навсегда, как я боялась. Голос, донесшийся до меня с террасы, был спокойный и деловитый, привычный мне голос. Не тот, что я слышала ночью, стоя у подножия лестницы. Максим не уехал. Он на берегу, в одной из бухт. Он снова стал самим собой, нормальным, разумным человеком. Он просто ходил гулять, как и сказал Фрэнк. Был на мысе, видел, как корабль заворачивал к берегу. Мои страхи не имеют под собой почвы. С Максимом все в порядке, Максиму ничего не грозит. Я сегодня пережила нечто ужасное, унизительное и безумное, то, чего я даже сейчас не вполне могла понять и не желала помнить, но хотела похоронить в тайниках памяти вместе с забытыми детскими страхами, но даже это не имело значения, раз с Максимом все в порядке. И вслед за ним я спустилась по крутой извилистой тропинке через темный лес на берег моря. Туман почти рассеялся, и когда я вышла в бухточку, я сразу увидела корабль, он лежал милях вдвух от берега носом к скалам. Я прошла по волнорезу и стала на конце, облокотившись о закругленную стену. На берегу уже собралось довольно много людей, видимо, они пришли из Керрита по тропе береговой охраны. Мыс входил в наше владение, но публика всегда пользовалась правом прохода у скал. Кое-кто вскарабкался наверх, чтобы получше разглядеть севшее на мель судно, которое лежало неуклюже задрав корму, вокруг сновали лодки. Стояла поодаль спасательная шлюпка, я видела, как там поднялся кто-то во весь рост и закричал что-то в рупор, слов я не разобрала. Над заливом все еще висел туман, горизонта не было видно. Подлетела с треском еще одна моторка с несколькими людьми на борту. Она была темно-серого цвета, я увидела человека в форме, вероятно, портовый инспектор из Керрита, а с ним агент морского страхового общества Ллойда. Еще одна лодка с компанией отдыхающих из Керрита на борту. Они кружили вокруг сидевшего на миле парохода, громко переговаривались. Над неподвижной водой залива до меня доносились их голоса. Я спустилась с волнореза и перелезла через скалы на тропинку, ведущую туда, где собрались люди. Максима не было видно. Фрэнк разговаривал с одним из спасателей береговой охраны. Я приостановилась в минутном замешательстве. Прошло меньше часа с тех пор, как я рыдала, говоря с Фрэнком по телефону. Я не знала, как мне себя вести. Он сразу меня увидел и помахал рукой. Я подошла к ним. Спасатель меня знал. «Пришли поглядеть на забаву?» Миссис де Винтер сказал он, улыбаясь. «Боюсь, нам предстоит хорошая работенка. Может, буксиры его стянут, но я в этом сомневаюсь». Он намертво застрял на выступе Рифа. «Что они будут делать?» спросила я. «Первонаперво пошлют водолаза посмотреть, не сломан ли киль?» ответил он. «Видите, вон того человека в красной вязаной шапке. Нате вам мой бинокль». Я взяла бинокль и посмотрела на судно. Разглядела группу людей, которые всматривались в воду за кормой. Один из них на что-то указывал. Человек в спасательной шлюпке все еще держал у рта рупор. К людям на корме присоединился портовый инспектор. Водолаз в трикотажной шапочке остался сидеть в серой моторке, на которой они пришли. Прогулочный катер по-прежнему кружил вокруг парохода. Какая-то женщина стоя щелкала аппаратом. На воде сидели чайки и бестолково кричали в надежде на подачку. Я вернула бинокль спасателю. По-моему, там ничего не происходит, сказала я. Водолаз вот-вот спустится, сказал спасатель. Ну, конечно, они сперва поторгуются, как все иностранцы. А вот и буксиры. Ничего у них не выйдет, сказал Фрэнк. Поглядите, под каким он лежит углом. Там куда мельче, чем я думал. «Этот риф тянется очень далеко», сказал спасатель. «Обычно мы его не замечаем, когда плывем здесь в лодке, но судно с такой осадкой не может его не задеть». «Я был на берегу в первой бухте, когда они запустили ракету», сказал Фрэнк. «Я и на десять шагов перед собой ничего не видел». И тут раздался выстрел. Вот уж истинно гром, только не скажешь, что с ясного неба. Я подумала, да чего в такие моменты люди похожи друг на друга. Фрэнк в точности повторил Фриса, лишь версия была другая, как будто это имело значение, как будто нам не все равно. Я знала, что он спустился на берег в поисках Максима, знала, что он был напуган не меньше, чем я, и вот все это забыто, вычеркнуто из памяти, наш разговор по телефону, наша общая тревога, его настойчивая просьба повидаться со мной, все из-за того, что какое-то судно село в тумане на мель. К нам подбежал маленький мальчик. «А моряки утонут?» спросил он. «Ни за что. С ними все в порядке, сынок», сказал спасатель. «Море гладкое, как зеркало, на этот раз никто не пострадает». «Если бы это случилось ночью, мы бы их не услышали», сказал Фрэнк. «Мы выпустили не меньше пятидесяти шутих, не говоря о более мелких ракетах». «Услышали бы, не волнуйтесь», возразил спасатель. «Увидели бы вспышки и догадались бы, откуда. Глядите, вон водолаз, миссис Девинтер, видите, он надевает шлем». «Хочу посмотреть водолаза», сказал мальчик. «Вон он», сказал Фрэнк, наклоняясь к нему и указывая пальцем. «Он тот дяденька, который надевает шлем. Его сейчас спустят под воду». «А он не утонет?» спросил мальчик. «Водолазы не тонут», сказал спасатель. «К ним туда все время накачивают воздух. Гляди, сейчас нырнет». «Ну, вот и все». Вода всколыхнулась на минуту и снова разгладилась. «Ушел», сказал мальчик. «Где Максим?» спросила я. «Повез одного из матросов Кэрит», сказал Фрэнк. Парень потерял голову, когда они налетели на риф и, в воду. Мы нашли его под обрывом, цеплялся, что было сил за одну из скал. Промок до нитки, конечно, и дрожал, как осиновый лист. И, понятное дело, не знает ни слова по-английски. Максим спустился к нему и увидел, что тот весь в крови, весь расцарапался о скалы. Максим поговорил с ним по-немецки, а потом позвал одну из Кэритских моторок, что шныряли здесь, как голодная акула, и повез его в Кэрит к врачу, чтобы тот его забинтовал. Если посчастливится, захватит старика Филлипса во время ленча. Когда он уехал, спросила я. Всего за несколько минут до того, как вы появились. Минут за пять. Странно, что вы не заметили моторку. Он сидел на корме с этим немцем. Наверное, они уехали, пока я поднималась на обрыв. В таких ситуациях Максим всегда на высоте, всегда протянет руку помощи. Вот увидите, он позовет всю команду в Мендерли, накормит, да еще и ночевать оставит. Верно, сказал спасатель. Он с себя последнюю рубашку снимет ради своих людей. Кому это знать, как не мне? Побольше бы таких, как он, в нашем графстве. «Да, это бы нам не помешало», сказал Фрэнк. «Мы не сводили глаз с корабля, буксиры неподвижно стояли в сторонке, но спасательная шлюпка повернула и пошла по направлению к Керриту». «Сегодня судов». Чайки кружили над головой, мяукали, как голодные кошки. Некоторые уселись на выступах обрыва, другие посмелее качались на воде у самого парохода. Спасатель снял шапку, вытер лоб. «Ну и парит», сказал он, «совсем дышать нечем». «Да», сказала я. Прогулочный катер с фотографами с треском помчался обратно в Керрит. «Сыты по горло», заметил спасатель. «Я их не виню», сказал Фрэнк, «не думаю, чтобы тут что-нибудь произошло, во всяком случае, в ближайшее время. Еще надо дождаться, что доложит водолаз, прежде чем пробовать сдвинуть судно». «Это точно», сказал спасатель. «По-моему, нет смысла дольше здесь болтаться», обратился ко мне Фрэнк. «Мы тут ничем помочь не можем, я хочу есть». Я ничего не ответила, Фрэнк стоял в нерешительности. Я чувствовала на себе его взгляд. «Что вы собираетесь делать?» спросил он. «Пожалуй, побуду еще немного. Я могу поесть в любое время, у нас сегодня холодный ленч, да это и не важно, хочу посмотреть на водолаза». Мне было все еще трудно смотреть ему в лицо. Я хотела остаться одна или с кем-нибудь, кого я мало знаю, со спасателем, например. «Вы ничего не увидите», сказал Фрэнк. «Его не будет видно, лучше вернитесь и поешьте вместе со мной, а?» «Нет, право, я не хочу». «Ну, что ж, вы знаете, где меня найти, если я вам понадоблюсь, буду в конторе весь день». «Хорошо», сказала я. он кивнул спасателю и стал спускаться с обрыва к бухточке. Может быть, я обидела его, но иначе я поступить не могла. Все образуется когда-нибудь, само собой, войдет в свою колею. Столько всего произошло с нашего утреннего разговора по телефону, я не хотела больше ни о чем думать. Я хотела сидеть вот так на траве и смотреть на пароход». «Прекрасный человек, мистер Кролли», заметил спасатель. «Да», сказала я. «Позволит отсечь себе за мистера Дуинтера правую руку». «Вы правы», сказала я. «Маленький мальчик все еще прыгал по траве перед нами». «А когда водолаз вылезет обратно?» спросил он. «Еще не скоро, сынок», сказал спасатель. «К нам направлялась женщина в полосатом розовом платье с сеткой для волос на голове. «Чарли, Чарли, где ты?» звала она. «Вон твоя мама идет», сказал спасатель. «Сейчас она тебе задаст». «А я видел водолаза, мама», закричал мальчик. Женщина кивнула нам и улыбнулась. Она меня не знала. Приехала из Керрита погулять и развлечься. «Ну, видно, ничего интересного нас больше не ждет», сказала она. «Говорят, пароход еще не скоро снимут смели». «Ждут, что скажет водолаз», заметил спасатель. «Не представляю, как это люди могут спускаться под воду», сказала женщина. «Им должны за это хорошо платить». «И платят», сказал таможенник. «Хочу быть водолазом, мама», сказал мальчик. «Спроси разрешение у папы», детка, сказала женщина и засмеялась, обернувшись к нам. «Красивое здесь местечко, правда?» обратилась она ко мне. «Решили устроить сегодня пикник. Откуда нам было знать, что поднимется такой туман, а вдобавок будет крушение? Мы как раз собирались возвращаться в Кэррит, когда эти ракеты взорвались чуть не у нас под носом. Я так и подскочила. «Ой, что это?» спросила я у мужа. «Сигнал бедствия», ответил он. «Давай останемся и посмотрим, это интересно. Его сейчас отсюда и силком не вытащишь, хуже, чем сын. Мне самой всего этого и даром не надо». «Да сейчас и не на что смотреть», сказал спасатель. «Тут такой красивый лес кругом, наверное, частное владение». Спасатель неловко кашлянул и взглянул на меня. Я принялась жевать травинку, глядя в пространство. «Да, это частное владение», сказал он. «Мой муж говорит, все эти большие поместья будут со временем нарезаны на куски и там построят дачи. Я бы не отказалась от дачки здесь, наверху, окнами на море. Хотя вряд ли мне понравилось бы в этих краях зимой». «Да нет, зимы здесь мягкие», сказал спасатель. Я продолжал оживать травинку, мальчик все еще бегал вокруг нас. Спасатель посмотрел на часы, но мне пора всего хорошего. Он приложил руку к фуражке и двинулся по дорожке, идущей к Керриту. «Пошли, Чарли, пойдем поищем папу», позвала женщина. Она дружески кивнула мне и направилась к краю обрыва, мальчик следом за ней. Худой мужчина в шортах цвета хаки и яркой спортивной куртки помахал ей рукой. Они уселись у кустов утесника, и женщина принялась разворачивать бумажные пакеты с едой. Ах, если бы я была не я, если бы я могла присоединиться к ним, есть вместе с ними крутые яйца и сэндвичи с консервированным мясом, громко смеяться, болтать, а попозже вернуться в Керрит, шлепать босиком по воде вдоль берега, бежать на перегонки по отмелям до их дома и наесться за чаем креветок. Вместо этого мне надо возвращаться одной по лесу в Мендерли и ждать Максима. Я не знала, что мы скажем друг другу, как он станет смотреть на меня, какой у него будет голос. Я продолжала сидеть на месте, я не хотела есть, я не думала о Ленче. Народу стало больше, подходили все новые люди, чтобы посмотреть на пароход. Крушение было главным событием дня. Ни одного знакомого лица, все отдыхающие из Кэррита. Огромное зеркало моря было совершенно спокойно. Чайки больше не кружились над головой, они уселись на воду недалеко от судна. Появилось еще несколько прогулочных лодок. Для кэрритских лодочников это будет памятный день. Водолаз поднялся из воды и снова нырнул. Один из буксиров куда-то ушел, но второй был еще здесь. Водолаз показался водолаз, поднялся на серый катер, где был портовый инспектор, и катер двинулся в Кэррит, забрав с собой еще несколько человек. Команда корабля стояла у поручней, кидая куски чайкам, а прогулочные лодки с отдыхающими медленно кружили вокруг. Ничего не происходило, абсолютно ничего. Был полный отлив, судно стояло, сильно накренившись кормой, грибной винт целиком в воздухе, на западе стали собираться грядами небольшие белые облачка, солнце потускнело, по-прежнему было очень жарко. Женщина в розовом полосатом платье и мальчик направились к тропинке, ведущей в Керрит, мужчина в шортах за ними, неся в руке корзинку для провизии. Я взглянула на запястье четвертый час. Я встала и пошла вниз к бухте, там было тихо и безлюдно, как всегда. Вода в маленькой гавани поблескивала, как стекло, галька казалась темной, серой, она странно хрустела под ногами. Белые облака закрывали почти все небо, солнце скрылось. Подойдя к дальнему краю бухты, я заметила Бена. Он сидел на корточках возле лужицы между скалами, сдирая с камней улиток. Моя тень упала на воду, он поднял глаза и увидел меня. «Здрасте», сказал он, и по лицу расплылась улыбка. «Добрый день», сказала я. Он неуклюже поднялся на ноги и развернул грязный платок, куда он собирал улиток. «Дать?» спросил он. «Мне не хотелось его обижать, спасибо», сказала я. Он пересыпал мне в руку около десятка улиток, и я положила их в карманы юбки. «Они вкусные, когда с хлебом и маслом», сказал Бен, «надо только раньше их сварить». «Да, конечно», сказала я. Он стоял все еще улыбаясь мне. «Видели барку?» спросил он. «Да, она села на мель». «Что?» «Наскочила на мель», повторила я, «у нее видно дыра в днище». Его лицо стало тупым, бессмысленным. «Ага», сказал он, «она там, внизу, ей оттуда не выйти». «Может быть, буксиры вытащат ее, когда наступит прилив?» Бен не ответил, глядел, не спуская глаз, на полузатонувший пароход. Мне был виден отсюда один борт, красная подводная его часть четко контрастировала с черной надводной, единственная труба лихо наклонилась в сторону берега. Матросы все еще стояли у поручней, кормили чаек, смотрели на воду. Грибные лодки уходили в Керрит. «Она из Голландии, да?» спросил Бен. «Не знаю», сказала я, «из Голландии или из Германии». «Она развалится здесь, где стоит, да?» «Боюсь, что да». Он снова ухмыльнулся и вытер нос тыльной стороной руки. «Она станет разваливаться кусок за куском», сказал он, «она не пойдет ко дну как камень, как та другая». Он глупо засмеялся, дергая себя за нос. Я ничего не ответила. «Рыбу уже съели ее, правда?» сказал он, «Кого?» спросила я. Он ткнул пальцем в море. «Ее», сказал он, другую. «Рыбы не едят пароходов, Бен», сказала я. «Э-э-э-э», протянул он и уставился на меня пустым, ничего не выражающим взглядом. «Мне надо идти домой», сказала я, «до свидания». Я пошла к лесу, я не смотрела на каменный домик, я ощущала его присутствие справа от себя, серый, безмолвный, я шла прямиком к тропинке, а потом по ней через лес. На полпути я остановилась передохнуть. Сквозь деревья мне все еще был виден полузатонувший корабль, прогулочные лодки исчезли все до одной, команда судна сошла в кубрик. Облака затянули все небо до горизонта, гряда за грядой, поднялся легкий ветерок, подул откуда-то мне в лицо, с дерева над головой слетел на руку листок. Я вдруг задрожала, не знаю почему, еще порыв ветра такой же знойный и влажный. Каким заброшенным, одиноким выглядел лежащий на боку пароход, на палубе ни души, тонкая черная труба нацелена на берег. море было таким спокойным, что, разбиваясь о гальку в бухте, вода издавала лишь приглушенный шорох. Я отвернулась от моря и снова пошла по крутой тропинке, с трудом переставляя ноги, голову сжимала тисками, сердце томило необъяснимое предчувствие беды. Я вышла из леса и перетекла лужайку. Дом казался мирным и безмятежным. Он выглядел укрытым от всех тревог, защищенным, более прекрасным, чем всегда. Стоя там и глядя на него вниз, я с непонятными мне самой смущением и гордостью впервые, может быть, поняла до конца, что это мой дом, мой семейный очаг, мое место здесь. Я часть Мендерли, а Мендерли часть меня. В высоких, узких, трехстворчатых окнах отражались деревья, трава и цветочные катки на террасе. Над одной из труб вился тонкий дымок, сладко, как сено, пахла на лужайке свежескошенная трава. На каштане заливался черный дрозд, мимо меня к террасе безрассудно пролетела желтая бабочка. Я прошла через холл в столовую, мой прибор был все еще на столе, но перед креслом Максима было пусто. На буфете стояли, дожидаясь меня, холодное мясо и салат. Немного поколебавшись, я дернула колокольчик, в столовую вошел Роберт. Мистер де Винтер приходил, спросила я. Да, мадам, сказал Роберт. Он пришел сразу после двух, быстро поел и тут же ушел. Он спрашивал, где вы, и Фрис сказал, что вы, наверное, пошли на берег посмотреть на крушение. Он сказал, когда вернется? Нет, мадам, может быть, он спустился к морю другим путем, сказала я, наверное, мы разминулись. Да, мадам. Я посмотрела на холодное мясо и салат. В животе у меня было пусто, но голода я не ощущала. Мне не хотелось сейчас холодного мяса. Вы будете что-нибудь есть, мадам? спросил Роберт. Нет, сказала я. Нет, лучше принесите мне в библиотеку чай. Не надо ни лепешек, ничего такого, просто чай и хлеб с маслом. Слушаюсь, мадам. Я зашла в библиотеку и села на диван у окна. Как непривычно здесь без Джеспера. Наверное, он побежал за Максимом, старая собака спала в своей корзине. Я взяла наугад номер Таймса и стала, не читая его, листать. Странно это было, вести вот так счет минутам, словно в приемной зубного врача. Я знала, что за книгой или вязанием мне сейчас не усидеть. Я ждала, что вот-вот что-то случится, но что? Пережитый утром ужас и крушение корабля и пустой желудок все вместе разбудило во мне дремавшее в глубинах души волнение, которого я сама не могла понять, словно я вступила в новую полосу жизни, и теперь все будет иначе, чем раньше. Девушка, наряжавшаяся на бал маскарад вчера вечером, осталась в прошлом. Все это произошло давным-давно, в незапамятные времена. Та, что сидела сейчас на диване у окна, была иной, не схожей с ней. Роберт принес мне чай, я с жадностью накинулась на хлеб с маслом, он принес еще и лепешки, и сэндвичи, и сладкий пирог, он, должно быть, считал, что уронит свое достоинство, если подаст мне один хлеб с маслом. Так было не принято в Мендерли. Я обрадовалась лепешкам и пирогу, я вспомнила, что выпила в половине одиннадцатого сладкого холодного чаю, и все, не завтракала, опоздала к ленчу. Когда я кончала третью чашку, Роберт снова вошел ко мне. — Мистер де Винтер еще не вернулся, мадам? — спросил он. — Нет, а в чем дело? Он кому-нибудь нужен? — Да, мадам, сказал Роберт. — Его спрашивает капитан Сирул, инспектор Портов Кэррити, хочет знать, может ли он сейчас приехать и повидаться лично с мистером де Винтером. — Не знаю, что и сказать, проговорила я. Он, возможно, еще сто лет не вернется. — Да, мадам. — Скажите ему, чтобы он лучше позвонил. — В пять часов, сказала я. Роберт вышел из комнаты и почти сразу вернулся. — Капитан Сирул хотел бы видеть вас, мадам, если это вам удобно, сказал Роберт. Он говорит, что дело не терпит отлагательства. Он пытался дозвониться до мистера Кролли, но там никто не отвечает. — О, конечно, я приму его, раз у него срочное дело, сказала я. Скажите, пусть, если хочет, сразу же приезжает. У него машина? — Да, кажется, да, мадам. Роберт вышел. — Что я могу сказать капитану Сирлу? Разговор верно пойдет о корабле, который сел сегодня на мель. — Причем тут Максим? — Если бы еще его выбросило на берег бухты, тогда другое дело, там наши земли. или потребовалось бы разрешение Максима взорвать скалы, или что там еще делают, когда снимают смели судно. Но открытый залив и подводная гряда не принадлежат Максиму. Капитан Сирл зря потеряет время на этот разговор. Он, видимо, сел за руль сразу же, как положил телефонную трубку, потому что не прошло и четверти часа, как его провели ко мне. Он все еще был в форме, в которой я видела его сегодня днем в бинокль. Я встала с дивана поздороваться с ним. Мне очень жаль, капитан Сирл, что муж еще не вернулся, сказала я. Должно быть, он снова на берегу, а до того он ездил в Керрит. Я не видела его весь день. Да, мне говорили, что он был в Керрите, но я не застал его там, сказал портовый инспектор. Вероятно, он пошел обратно пешком, а я был на катере. И мистера Кролли никак не поймать. Боюсь, крушение всех выбило из колеи, сказала я. Я тоже была на берегу, вот ленч пропустила. Видела там мистера Кролли только пораньше. Что с ним будет с этим пароходом? Как вы думаете, буксиры стянут его? Капитан Сирл описал руками большой круг. У него на днище вот такая дыра, сказал он. Больше ему Гамбурга не видать. Да это не важно. Его владелец и страховой агент уж как-нибудь договорятся. Нет, миссис де Винтер, меня сюда привело не это, разве только косвенно. Сказать по правде у меня есть для мистера де Винтера одна новость, и я прямо не знаю, как сообщить ее. Он поглядел мне в лицо ярко-голубыми глазами. Какого рода новость, капитан Сирл? Он вытащил большой белоснежный платок и высморкался. Поверьте, миссис де Винтер, мне даже вам говорить неприятно. Меньше всего на свете мне хочется причинить боль вам и вашему мужу. Мы в Керрите все очень любим мистера де Винтера. Все де Винтеры столько для нас сделали, так жаль, что приходится вырошить прошлое. Это такой незаслуженный удар, что для него, что для вас. Но я не представляю, как это можно избежать при создавшихся обстоятельствах. Капитан приостановился, сунул платок обратно в карман, понизил голос, хотя мы были в библиотеке одни. Мы отправили водолаза осмотреть дно судна, сказал он, и когда он спустился под воду, он сделал одно открытие. По его словам, он нашел пробоину в дне судна и пробирался вокруг него на другую сторону, чтобы выяснить, какие там еще есть повреждения, как вдруг натолкнулся на корпус небольшой яхты, она лежала на боку в целости и сохранности. Наш водолаз из местных и сразу узнал яхту, это та самая, что принадлежала покойной миссис де Винтер. Первым моим чувством была благодарность за то, что Максима нет дома, и он не слышит капитана Сирла. Этот новый удар сразу же за моим вчерашним маскарадом казался издевкой, даже глумлением. Ах, как неприятно, медленно сказала я. Кто бы мог этого ждать? Может быть, не обязательно сообщать мистеру де Винтеру, нельзя ли оставить яхту, где она есть, ведь она там никому не мешает, правда? Конечно, миссис де Винтер, мы бы не тронули ее, если бы не одно обстоятельство. Я последний человек на свете, который хотел бы ее тревожить, не знаю, чего бы я не сделал, я уже говорил вам об этом, чтобы пощадить чувства мистера де Винтера, но это еще не все, миссис де Винтер, мой парень обошел яхточку и обнаружил еще одну, куда более важную вещь. Дверь в каюту была плотно закрыта, нигде не было ни щелки, иллюминаторы были задраены, он разбил стекло в одном из них камнем со дна и заглянул внутрь. Каюта была полна воды, вода, видимо, проникла через какое-то отверстие в днище, повреждений нигде не было, и тут миссис де Винтер, он перепугался до смерти. Капитан Сирл умолк, поглядел через плечо, словно боялся, как бы нас не услышали слуги. На полу каюты лежало тело, тихо произнес он, одни кости, понятно, мяса на них не осталось, но это был целый скелет, он видел череп, ребра, конечности, он поднялся наверх и тут же доложил обо всем мне, теперь вы понимаете, миссис де Винтер, почему мне необходимо видеть вашего мужа. Я глядела на него во все глаза, постепенно смысл его слов дошел до меня, к горлу подкатила тошнота. Считалось, что она была одна на яхте, прошептала я, а выходит, там был кто-то еще, и никто ничего не знал? Похоже на то. Кто это мог быть, сказала я, ведь если бы кто-нибудь так надолго пропал, родственники бы знали. В то время об этом писали во всех газетах, как могло случиться, что кто-то остался в каюте, а миссис де Винтер нашли за много миль отсюда, и то спустя месяцы. Капитан Сирл покачал головой. Я знаю не больше вас, сказал он. Нам известно одно, в яхте лежат чьи-то останки, и мы должны сообщить об этом в полицию. Боюсь, что дело будет предано гласности, миссис де Винтер. Не представляю, как мы сможем этого избежать. Так неприятно для вас и мистера де Винтера, так несправедливо. Живете себе тихо и мирно, ничего не хотите, только быть счастливыми, и надо же, чтобы стряслась такая беда. Теперь я знала, чем было вызвано мое дурное предчувствие. Несевший на мель корабль предвещал беду. И не плачущей чайки, и не тонкая черная пароходная труба, обращенная к берегу, нет. Угроза таилась в неподвижной темной воде, в том неведомом, что скрывалось под ней. В водолазе, спускавшемся в холодные безмолвные глубины и наткнувшемся на яхту Ребекки и ее мертвого спутника. Он дотрагивался до яхты, заглядывал в каюту в то самое время, как я сидела на утесе над морем, не ведая ни о чем. «Если бы только не надо было ему говорить, сказала я, если бы только мы могли скрыть все это от него. Вы же знаете, я бы с радостью, если бы это было возможно, миссис Девинтер, сказал портовый инспектор. Но при сложившихся обстоятельствах приходится поступать вопреки личным чувствам. Я должен исполнить свой долг и обязан сообщить о найденном мертвом теле». Он внезапно остановился, в комнату вошел Максим. «Привет», сказал он, «Что-нибудь случилось?» «Я не знал, что вы здесь, капитан Сирл, в чем дело?» «Нет, больше выдержать я не могла. Я вышла из комнаты. Чего еще ждать от трусихи?» И плотно закрыла за собой дверь. Я даже не взглянула Максиму в лицо. У меня осталось смутное впечатление, что он выглядит усталым, костюм измят, шляпы нет. Я вышла в холл, подошла к входной двери, Джаспер шумно лакал воду из миски, помахал хвостом, увидя меня, и продолжал пить. Затем помчался ко мне в припрыжку и встал на задние лапы, положив передние на платье. Я поцеловала его в макушку, вышла и села на террасе. В нашей жизни наступил переломный момент, и я должна храбро встретить его. Я должна свою стеснительность, свою неуверенность в себе, свое неизлечимое чувство неполноценности. Все это надо теперь отбросить прочь. Если я потерплю неудачу теперь, я никогда уже не смогу победить. Другой возможности мне дано не будет. Я сидела вонзив ногти в ладони и отчаянно, безнадежно, без слов молила о мужестве, сама не зная кого. Я просидела так минут пять, глядя на зеленые лужайки и катки с цветами на террасе. На подъездной аллее снялся с места автомобиль, должно быть капитан Сирл. Сообщил свою новость Максиму и уехал. Я поднялась и медленно пошла через холл в библиотеку. Я не переставала перебирать в карманах ракушки, которые дал мне Бен. Теперь я крепко сжала их пальцами. Максим стоял у окна, спиной ко мне. Я задержалась у двери, он по-прежнему стоял, отвернувшись. Я вынула руки из карманов, подошла к нему, стала рядом. Взяла его руку и прижала к своей щеке. Он молчал, стоял, как стоял. «Прости меня», шепнула я. «Мне так стыдно, так стыдно», он не ответил. Его ладонь была холодна, как лед. Я поцеловала ее, потом пальцы, один за другим. «Я не хочу, чтобы это упало на тебя одного», сказала я. «Я хочу все с тобой разделить. Я повзрослела, Максим, за одни сутки, детство осталось позади». Он обнял меня одной рукой и крепко прижал к себе. Моя сдержанность была сломлена, застенчивость тоже. Я стояла, уткнувшись лицом ему в плечо. «Ты простил меня, да?» сказала я. Наконец-то он заговорил. «Простил?» сказал он. «За что я должен тебя простить?» «За вчерашний вечер», сказала я. «Ты думал, что я сделала это нарочно?» «А, это», сказал он, я и забыл. «Я на тебя сердился, да?» «Да», сказала я. Он снова замолчал, но все так же крепко прижимал меня к себе. «Максим», сказала я, «разве мы не можем начать сначала, сегодняшнего дня? Встретить все, что нас ждет вместе? Я не прошу, чтобы ты меня любил. Я не стану требовать невозможного. Я буду твой друг, твой товарищ, как мальчик, мне не надо ничего другого». Он стиснул мне щеки ладонями и поглядел на меня. Впервые я увидела, какое худое и изрезанное морщинами у него стало лицо, как неузнаваемо он изменился, под глазами лежали огромные тени. «Ты очень меня любишь», сказал он. Я не могла отвечать, только смотрела неотрывно в ответ в его темные, полные муки глаза и бледное неузнаваемое лицо. «Слишком поздно, моя девочка, слишком поздно», сказал он. «Мы упустили свой шанс». «Да и невелик он был». «Нет, Максим», сказала я, «нет». «Да», сказал он, «все кончено, это случилось». «Что случилось?» спросила я. «То, чего я всегда ждал, то, что виделось мне во сне и наяву день за днем, ночь за ночью, нам не суждено быть счастливыми, ни тебе, ни мне». Он сел на диван возле окна, я опустилась на колени, положила руки ему на плечи. «Я не понимаю тебя, о чем ты говоришь?» Он прижал ладони к моим рукам и заглянул мне в лицо. «Ребекка выиграла», сказал он. Я, не сводя глаз, смотрела на него, сердце лихорадочно билось в груди, руки внезапно похолодели. «Ее тень была между нами с первого дня», сказал он. «Ее проклятая тень отталкивала нас друг от друга. Как я мог прижать тебя к себе вот так, девочка моя, моя маленькая любовь?» Когда в душе у меня всегда был страх, что это случится. Я помнил ее глаза, когда она взглянула на меня перед смертью. Я помнил ее медленную коварную улыбку. Еще тогда она знала, что это случится, знала, что в конце концов она победит. «Максим», шепнула я, «о чем ты говоришь? Что ты хочешь мне сказать?» «Ее яхта», сказал он. «Они нашли ее яхту». «Водолаз нашел ее сегодня днем». «Знаю», сказала я, капитан Сирл приехал и рассказал мне, «Ты думаешь о мертвом теле, да? О скелете, который водолаз видел в каюте?» «Да», сказал он. «Значит, не одна», сказала я, «значит, на яхте был еще кто-то, и тебе надо узнать кто, да, Максим? В этом все дело». «Нет», сказал он, «ты не понимаешь». «Я хочу все с тобой разделить, любимый», сказала я, «я хочу тебе помочь». Кроме Ребекки на яхте никого не было. Она была одна, сказал он. Я стояла перед ним на коленях, глядя ему в лицо, глядя ему в глаза. «На полу каюты лежит Ребекка», сказал он. «Нет», сказал я, «нет». «Женщина, похороненная в фамильном склепе, не Ребекка», сказал он. «Это чужая женщина, неизвестно откуда, которую никто не опознал. Не было никакого несчастного случая. Ребекка не утонула. Я ее убил. Застрелил в домике на берегу. Я отнес ее тело на яхту в каюту и вывел яхту в залив и утопил там, где они ее сегодня нашли. Ребекка и никто другой лежит там на полу каюты. «Можешь ты теперь поглядеть мне в глаза и сказать, что ты меня любишь?» Глава двадцатая Как тихо было в библиотеке. Тишину нарушало одно. Лязг зубов Джеспера, вылизывавшего лапу. Должно быть, в подушечку вонзилась колючка. Он без передышки выкусывал и высасывал кожу, а затем я услышала у самого уха тиканье часов на запястье Максима. Привычные повседневные звуки. И без всякой на то причины в уме пронеслась дурацкая поговорка моих школьных лет «Время не ждет». Слова повторялись вновь и вновь «Время не ждет, время не ждет». Тиканье часов у уха и чмоканье Джеспера — вот все, что тогда доходило до моего слуха. Когда мы испытываем большое потрясение, теряем близкого себе человека или, скажем, лишаемся руки, мы, думается, мне, сперва ничего не ощущаем. Если нам ампутировали руку, в первые минуты мы не знаем, что ее у нас нет. Мы чувствуем свои пальцы, мы растопыриваем их, машем ими в воздухе одним за другим, а у нас уже нет ни пальцев, ни руки. Я стояла на коленях возле Максима, положив ладони на плечи, прижавшись к нему всем телом, и во мне не было никаких чувств, ни боли, ни тревоги, ни даже страха не было у меня на сердце. Я думала, что надо вытащить у Джеспера колючку, удивлялась, почему не приходит Роберт убрать со стола. Как странно, что я могла думать о таких пустяках, лапе Джеспера, часах Максима, Роберте и посуде. Меня поражала собственная бесчувственность, это странное оцепенение, мало-помалу чувство вернуться, сказала я себе, мало-помалу до меня все дойдет. Все, что он сказал мне, все, что случилось, станет на место, как кусочки картинки загадки, сложатся в единый узор. Сейчас меня нет ни сердца, ни ума, ни чувств, деревяшка в объятиях Максима, и тут он стал целовать меня, никогда раньше он так меня не целовал, я стиснула руки у него на затылке и закрыла глаза. Я так тебя люблю, сказал он, так люблю. Я ждала этих слов каждый день и каждую ночь, думала я, и вот наконец он их говорит. Об этих словах я мечтала в Монте-Карло, в Италии, здесь, в Мендерли, он говорит их сейчас. Я открыла глаза и посмотрела на портьеры у него над головой. Он продолжал целовать меня, жадно, отчаянно, шепча мое имя. Я продолжала глядеть на портьеру, заметила, что в одном месте она выгорела от солнца и стала светлее, чем наверху. До чего я спокойно, подумала я. до чего холодна. Рассматриваю портьеры, в то время, когда Максим меня целует, впервые говорит, что любит меня. Внезапно он оттолкнул меня и встал с дивана. Ты видишь, я был прав, сказал он, слишком поздно. Ты больше меня не любишь, да из чего бы тебе меня любить? Он отошел, остановился у камина. Забудь о том, что сейчас было, больше этого не повторится. Что я наделала? Меня затопил мгновенный страх, забилось сметенно сердце. Совсем не поздно, быстро сказала я, встав с пола, я подошла к нему, обвела руками, не надо так говорить, ты не понимаешь. Я люблю тебя больше всего на свете, но когда ты меня сейчас целовал, я перестала чувствовать и мыслить, я была оглушенная, онемевшая, словно у меня вообще не осталось чувств. Ты не любишь меня, сказал он, потому ничего и не чувствуешь, я знаю, я понимаю, все это пришло слишком поздно для тебя, да? нет, сказала я, все это должно было быть четыре месяца назад, сказал он, мне следовало это знать, женщины не похожи на мужчин. Я хочу, чтобы ты снова меня целовал, сказала я, прошу тебя, Максим, нет, сказал он, теперь это бесполезно. Мы не можем друг друга потерять, сказала я, мы должны быть всегда вместе, между нами не должно быть секретов, не должны стоять ничьи тени, пожалуйста, любимый, прошу тебя. У нас нет на это времени, сказал он, нам осталось возможно всего несколько часов, несколько дней, как мы можем быть вместе после того, что случилось, я же тебе сказал, они нашли яхту, они нашли Ребекку. Я тупо глядела на него, я не понимала, и что дальше, спросила я. Опознают тело, сказал он, это нетрудно, там в каюте есть все улики, ее одежда, туфли, кольца на пальцах, ее опознают, и тогда все вспомнят ту другую женщину, похороненную в нашем семейном склепе. Что ты будешь делать, спросила я, не знаю, ответил он, не знаю. оцепенение постепенно оставляло меня, я знала, что так будет. Руки больше не были ледяными, они стали горячими, потными, я чувствовала, как мне залило жаром лицо и шею. Запылали щеки, я подумала о капитане Сирле, о водолазе, о страховом агенте, о матросах, насевшем на мель-пароходе, стоявших у борта, глядя в воду. Я подумала о лавочниках в Кэррите, мальчишках рассыльных, свистящих на улицах, о священнике, выходящем из церкви, о леди Кроуэн, срезающей розы у себя в саду, о женщине в розовом платье и ее сыне на обрыве над морем. Скоро они узнают, через каких-то несколько часов, завтра, перед завтраком, водолаз нашел яхту покойной миссис Де Винтер, говорят, в каюте лежит скелет. Скелет в каюте? Ребекка? Она лежала в каюте яхте, а вовсе не в склепе, в склепе лежала чужая женщина. Ребекка убил Максим, Ребекка вовсе не утонула, Максим убил ее, застрелил в домике на берегу, отнес тело в яхту и потопил яхту в заливе. Это мрачный каменный дом, дождь стучащий по крыше. Кусочки головоломки лавиной обрушивались на меня, в мозгу одна за другой проносились разрозненные картинки. Максим рядом со мной в машине на юге Франции. Почти год назад случилось нечто, полностью изменившее мою жизнь, мне пришлось начать все сначала. Молчание Максима, его приступы мрачного настроения, то, что он никогда не говорил о Ребекке, никогда не упоминал ее имени, его неприязнь к бухте, к домику на берегу. Если бы у тебя были мои воспоминания, ты бы тоже туда не пошла. То, как он чуть не бежал по тропинке в лесу, ни разу не оглянувшись, то, как мерил шагами библиотеку после смерти Ребекки вперед и назад, вперед и назад. Я уехал из дому в спешке, сказал он миссис Ван Хоппер, и тонкая, как паутина морщина, перерезала его лоб. Говорят, он не может справиться с собой после смерти жены. Вчерашний балмаскарад я в костюме Ребекки наверху лестницы я убил Ребекку, сказал Максим. Я застрелил ее в доме на берегу. А водолаз нашел ее на полу каюты там в заливе. Что нам делать? спросила я. Что нам сказать? Максим не отвечал. Он стоял у камина, широко раскрытые глаза, его, ничего не видя, глядели в одну точку. Кто-нибудь знает? спросила я. Хоть один человек. Он качнул головой. Нет, сказал он. Никто, кроме нас с тобой, спросила я. Никто, кроме нас с тобой, сказал он. А Фрэнк? Вдруг сказала я. Ты уверен, что Фрэнк не знает? Откуда ему знать? Сказал Максим. На берегу не было никого, только я. Было темно. Он замолчал, сел в кресло, приложил руку ко лбу. Я подошла, встала возле него на колени, минуту он сидел неподвижно. Я забрала его руку с лица и смотрела в глаза. Я люблю тебя, шепнула я. Я люблю тебя. Теперь ты мне веришь? Он целовал мое лицо, мои пальцы. Он крепко держал меня за руки, как ребенок, которому страшно. Я думал, я сойду с ума, сказал он, сидя здесь день за днем, ожидая, что вот-вот что-то случится. Отвечал на все эти ужасные письма с соболезнованиями, здесь, сидя за этим бюро, объявления в газетах, интервью, все, что неизбежно, идет вслед за смертью, завтраки, обеды, ужины, попытка казаться таким, как обычно, казаться в здравом уме, фриз, остальная прислуга, миссис Денверс, миссис Денверс, которой я не отважился отказать от места, потому что она могла что-то заподозрить, могла отгадать. Никто, так как она не знал Ребекку. Фрэнк, не отходивший от меня ни на шаг рассудительной, сдержанной, благожелательной, почему бы вам не уехать, не раз, говорил он, я прекрасно управлюсь здесь один, уезжайте, и Джайлз, и Би, милая, бестактная бедняжка, Би, ты жутко выглядишь, тебе надо показаться врачу. Я должен был встречаться со всеми ними, зная, что каждое произнесенное мною слово ложь. Я продолжала крепко сжимать его руки, я наклонилась к нему близко-близко, совсем близко. Чуть было не рассказал тебе все однажды, продолжал он, в тот день, когда Джеспер убежал в бухту, и ты вошла в домик поискать веревку, мы сидели с тобой здесь, в библиотеке, а потом Фрис и Роберт принесли чай. Да, я помню, сказала я. Почему же ты ничего не сказал? Мы могли быть вместе все это время. Сколько же мы потеряли дней и недель? Ты держалась так отчужденно, сказал он, вечно уходила в сад с Джеспером, бродила всюду одна, ты ни разу не подошла ко мне так, как сейчас. «Почему ты мне не рассказал?» шептала я, «почему ты мне не рассказал?» «Думал, что ты несчастлива, что тебе скучно», сказал он, «ведь я намного старше тебя. Мне казалось, тебе интереснее разговаривать с Фрэнком, чем со мной, ты была со мной такой странной, такой неловкой, дичилась меня». «Как я могла подойти к тебе, когда я знала, что ты думаешь о Ребекке?» сказала я. «Как могла просить тебя любви, когда я знала, что ты все еще любишь Ребекку?» Он притянул меня к себе и заглянул в глубину моих глаз. «О чем ты? Что ты хочешь сказать?» спросил он. Я стояла рядом с ним на коленях, выпрямив спину. «Всякий раз, когда ты касался меня, я думала, что ты сравниваешь меня с Ребеккой. Всякий раз, когда разговаривал со мной, глядел на меня, гулял вместе в саду, садился за стол обедать, я чувствовала, что ты говоришь сам себе, я делал это с Ребеккой, и это, и это тоже». Он смотрел на меня с недоумевающим видом, словно не понимая. «Так это и было, верно?» «О Боже!» сказал он. Он отстранил меня, встал с кресла и принялся ходить по комнате, стиснув руки. «Что с тобой, в чем дело?» спросила я. Он резко обернулся и посмотрел на меня. Я все еще сидела на полу, сжавшись в комок. «Ты думала, что я люблю Ребекку?» сказал он. «Ты думаешь, я убил ее из ревности?» «Я ее ненавидел, говорю тебе. Наш брак был фарсом с первого дня. Она была порочная, жестокая, развратная, испорченная до мозга костей женщина. Мы никогда не любили друг друга, никогда ни одной минуты не были счастливы. Ребекка не знала, что такое любовь, нежность, порядочность. Она была даже не совсем нормальна. Я сидела на полу, обхватив колени руками, не сводя с него глаз. «О, конечно, она была умна», продолжал Максим, чертовски умна. Все, кто с ней встречался, считал ее добрейшим, самым щедрым, самым одаренным существом на свете. Она знала, что кому сказать, умела подстроиться к самым различным людям. Если бы ты с ней встретилась, она бы пошла с тобой рука об руку в сад, болтала бы о цветах, музыке, живописи, обо всем, чем ты увлекаешься, играла бы с Джеспером и провела бы тебя так, как и всех остальных. Ты сидела бы у ее ног и боготворила ее. Взад и вперед, взад и вперед через всю библиотеку. Когда я женился на ней, все говорили, что я счастливчик, сказал он. Она была так прелестна, так воспитана, так занятна. Даже бабушка, которой в те дни никто не мог угодить, полюбила ее с первого взгляда. «У нее есть три вещи, которые важнее всего в жене», сказала она мне. «Порода, ум и красота». Я ей поверил, заставил себя поверить, но в самой глубине души меня точил червь сомнения. Было что-то у нее в глазах. В головоломке оставалось все меньше пустых мест. Один кусочек за другим складывались в картину, и передо мной возникла Ребекка в ее истинном виде, выйдя из призрачного мира, как фигура, сошедшая с полотна картины. Ребекка, бьющая хлыстом лошадь, Ребекка, хватающая жизнь обеими руками, торжествующая, улыбающаяся Ребекка на галерее менестрелей. Я снова увидела себя на берегу возле бедного, запуганного Бена. «Вы добрая», сказал он, «не такая, как та другая». «Вы не запрячете меня в больницу, нет?» Он помнил кого-то, кто приходил ночью из леса, черная, гибкая, она была похожа на змею. А Максим продолжал, меряя шагами пол библиотеки. Я узнал, что она собой представляет, почти сразу, как мы поженились, сказал Максим, и пяти дней не прошло. Помнишь тот день, когда я повез тебя в горы за Монте-Карло? Я хотел снова там постоять, я хотел вспомнить. Она сидела на краю обрыва и смеялась, ее черные волосы развивались на ветру, она рассказывала мне о себе, говорила мне вещи, которые я не повторю ни одной живой душе. Вот тогда я понял, что я наделал, на ком женился, красота, ум, порода, о, Боже! Он вдруг замолк, подошел к окну, остановился, глядя на лужайки, и вдруг стал смеяться. Он стоял и смеялся, я не могла этого слышать, смех его привел меня в трепет, мне чуть не стало дурно, это было выше человеческих сил. Максим закричала я, Максим! Он закурил сигарету и продолжал стоять, ничего не говоря, затем отошел от окна и снова принялся ходить по комнате. Я чуть не убил ее тогда, сказал он, это было так просто, один неверный шаг и все. Она ведь могла ступиться, поскользнуться, ты помнишь пропасть? Я испугал тебя тогда, да? Ты думала, что я безумен, возможно, я и был безумен, возможно, я безумен и сейчас, трудно оставаться нормальным, когда живешь с дьяволом. Я сидела и водила за ним глазами взад и вперед, взад и вперед. Она заключила со мной сделку там, на краю обрыва, сказал он. «Я буду вести дом», сказала она мне, «буду заботиться о твоем драгоценном Мэндерли, если хочешь, сделаю его самой популярной достопримечательностью в стране, к нам будут съезжаться со всех сторон, нам будут завидовать, о нас будут говорить, нас будут называть самой красивой, самой счастливой, самой удачливой парой в Англии». «Неплохой розыгрыш, Макс, а, черт побери, форменный триумф». Она сидела там, на склоне, хохоча во все горло и обрывая с цветка лепестки. Максим бросил в пустой камин сигарету, выкоренную лишь на четверть. «Я не убил ее», сказал он. «Я молча смотрел и слушал, я ничего не сказал, дал ей насмеяться, мы сели вместе в машину и ехали оттуда. Она знала, что я сделаю так, как она предложила, приеду в Мендерли, открою в него доступ публики, буду устраивать приемы, так что о нашем браке заговорят как о самом удачном браке века. Она знала, что я принесу в жертву гордость, честь, личные чувства, все лучшее, что есть на свете, лишь бы не выставить себя на посмешище, перед нашим мирком, через неделю после женитьбы, не дать ему знать о ней то, что она рассказала мне. Она знала, что я никогда не пойду на развод, не стану обличать ее перед судом, не допущу, чтобы в нас тыкали пальцами, забрасывали нас грязью в газетах, чтобы местные жители перешептывались, услышав мое имя, а отдыхающие из Кэррита стекались к старошке, заглядывали в ворота и говорили, здесь он и живет, там, внутри, это и есть Мэндерли, место, что принадлежит этому типу, о котором мы читали в газетах, дело о разводе, помните, что сказал судья его жене? Максим подошел и остановился передо мной, протянул ко мне руки. Ты презираешь меня, да, сказал он, тебе не понять мой стыд, мое омерзение, мою годливость. Я ничего не ответила, я прижала его руки к груди. Что мне до его позора, все, что он говорил, не имело для меня значения, я запомнила лишь одно, и теперь вновь и вновь повторяла это себе, Максим не любит Ребекку, никогда не любил ее, никогда, никогда. Они никогда не были счастливы вместе, Максим говорил, я его слушала, но его слова ничего для меня не значили, по-настоящему они не затрагивали меня. Я слишком много думал о Мендерли, сказал он, ставил Мендерли перед всем остальным, а такая любовь обречена на провал, о ней не молятся в церкви, Христос не учил нас любить кирпич, камни, стены, свой участок, свою землю, свое маленькое королевство, это не входит в христианскую веру. Любимый, сказала я, мой Максим, моя любовь. Я прижала его ладони к лицу, коснулась их губами. Ты понимаешь, спросил он, да, 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 сказала я, мой единственный, моя любовь. Но я отвернулась, чтобы он не видел моего лица, какое это имело значение, понимаю я или нет, у меня было так легко на сердце, что казалось, дунь и я взлечу. Он никогда не любил Ребекку. Я не хочу оглядываться на эти годы, медленно сказал он. Не хочу рассказывать тебе о них. Стыд и деградация, ложь, в которой мы жили, она и я, жалкий омерзительный фарс, который разыгрывали вдвоем, перед друзьями, перед родными, даже перед прислугой, перед верными, доверчивыми душами, вроде Фриса. Все они здесь, в Мендерли, верили в нее, все ее обожали. Они не знали, что она смеется над ними у них за спиной, издевается, передразнивает. Я помню дни, когда в доме было полно гостей, приехавших на какой-нибудь праздник, прием на открытом воздухе, маскарад, когда она ходила со мной под руку с ангельской улыбкой на губах, раздавая призы детям, а на следующее утро вставала на рассвете, мчалась на машине в Лондон в эту ее квартиру на Темзе, как зверь в свое логово, и возвращалась в конце недели после пяти неподдающихся описанию дней. О, я честно выполнял условия сделки, я ни разу не выдал ее, не проговорился никому ни словом. Благодаря ее проклятому вкусу, Мендерли стал тем, что ты видишь сейчас, сады, кустарник, даже Азалии в счастливой долине. Думаешь, они были при жизни отца? Господи, тут все было так запущено, дикий уголок, прелестный, по-своему красивый, да, но вопиющий о заботе и умелом попечении, о деньгах, которые отец не захотел бы, а я не додумался бы вложить сюда, если бы не Ребекка. Половины всего добра, что находится в комнатах, здесь раньше не было. Парадная гостиная, кабинет, дело ее рук, кресло, которое Фриз так гордо показывает в приемный день посетителям, и гобелены, снова она, о, конечно, кое-что из этого было и раньше, распиханное по задним комнатам, мой отец не смыслил ни в картинах, ни в мебели, но основную массу купила Ребекка, своей красотой Мендерли, такой, какой он сейчас, Мендерли, о котором говорят, который фотографируют и рисуют, обязан ей, Ребекке. Я ничего не сказала, только крепче прижала его к себе. Пусть не останавливается, пусть говорит, чтобы вся горечь, скопившаяся у него на сердце, вылилась наружу и унесла с собой затаенную ненависть и отвращение, всю мерзость потерянных лет. Так мы и жили, сказал он, месяц за месяцем, год за годом. Я терпел все ради Мендерли. То, что она вытворяла в Лондоне, меня не трогало, потому что оно не задевало Мендерли. Она была осмотрительна первое время, о ней не ходило никаких сплетен, ни слова, ни намека. Затем постепенно она перестала остерегаться, знаешь, как человек начинает пить. Сперва помаленьку, да полегоньку, по рюмочке за обедом, ну, сильный запой раз в пять-шесть месяцев, а потом запои становятся все чаще, каждый месяц, каждые две недели, каждые три дня. Человек переступает грань, забывает про осторожность, все его хитрости выходят наружу. Вот так произошло и с Ребеккой. Она стала приглашать своих друзей в Мендерли, звала одного-двух на уикенд, так что они растворялись среди прочих гостей, и я сперва сомневался, не знал наверняка. Устраивала пикники в бухте, как-то раз я вернулся из Шотландии с охоты и застал ее в домике на берегу с компанией людей, которых я никогда раньше не видел. Я ее предупредил, но она только пожала плечами, тебе-то что до этого, черт побери, сказала она. Я сказал, пусть она встречается с друзьями в Лондоне, Мендерли мой. Пусть не забывает условий сделки, она только улыбнулась, ничего не говоря, а потом принялась за Фрэнка, бедного, стеснительного, верного Фрэнка. Он пришел ко мне однажды и сказал, что хочет уехать из Мендерли и устроиться работать в другом месте. Я уговаривал его битых два часа здесь, в библиотеке, пока наконец не понял, в чем дело. Фрэнк не выдержал и во всем признался. Она не оставляет его в покое, сказал он, без конца заходит к нему домой, старается залучить его в домик на берегу. Милый, растерянный, несчастный Фрэнк, он ничего не понимал. Он всегда думал, что мы нормальная счастливая пара, принимал все за чистую монету. Я обвинил Ребекку в этом, и она тут же вскипела, принялась поносить меня всеми грязными словами, какие только были в ее неповторимом лексиконе. Произошла отвратительная мерзкая сцена, после которой она уехала в Лондон и оставалась там целый месяц. Когда она вернулась, первое время она вела себя тихо, и я решил, что урок пошел ей на пользу. В конце недели к нам приехали Би и Джайлз, и тут я убедился в том, что раньше лишь подозревал. Би недолюбливала Ребекку. Я думаю, при всей своей комичности, резкости, прямолинейности, Би видела ее насквозь и догадывалась, что у нас не все ладно. Обстановка накалилась в первый же день. Джайлз вышел в море с Ребеккой на яхте. Мы с Би бездельничали на лужайке. Когда они вернулись, я понял по слишком шумному оживлению Джайлза и по огонькам в ее глазах, что Ребекка принялась за него, как раньше за Фрэнка. Я видел, как за обедом Би наблюдает за Джайлзом. Тот смеялся громче обычного, чересчур много болтал, а Ребекка с ангельским видом сидела на хозяйском месте. Последние кусочки головоломки заняли свои места, а раньше, как ни старалась я сложить эти странные причудливые фрагменты своими неловкими пальцами, они никак не подходили друг к другу. непонятное поведение Фрэнка, когда я заговаривала о Ребекке, Беатрис и ее настороженное, даже неприязненное молчание, молчание, которое я принимала за знак симпатии и сожаления, было вызвано смущением и стыдом. Как я могла этого не увидеть? Сейчас мне это казалось просто невероятным. Сколько же есть на свете людей, подумала я, которые мучаются от того, что они не в силах выбраться из-под опутавшей их паутины робкой сдержанности и в своей безрассудной слепоте возводят перед собой огромную стену, которая заслоняет правду. То самое, что делала я. Я рисовала в уме ложные картины и созерцала их. Ни разу не набралась мужества потребовать правды. Сделай я один шажок вперед, Максим рассказал бы мне все это четыре, даже пять месяцев назад. Но меня сковывала робость. Это был последний раз, что Би с Джайлзом гостили в Мендерли, сказал Максим. Больше я не приглашал их одних. Они приезжали на приемы, на танцы, официально, как прочие гости. Би не сказала мне ни слова, я ей тоже, но я думаю, она догадалась о моей истинной жизни. Думаю, она знала. Как и Фрэнк. Ребекка снова надела маску, внешне ее поведение было безупречным. Но если я случайно отлучался из Мендерли, когда она была здесь, я никогда не знал, что может случиться. Раньше был Фрэнк, был Джайлз, теперь она могла вцепиться в любого из работников поместья, в кого-нибудь из Керрита, в кого угодно, и тогда грянет гром, сплетни, гласность, которой я так страшился. Мне казалось, я опять стою возле домика на опушке и слушаю, как на крышу падают капли дождя. Я видела пыль на моделях парусников, дыры, прогрызенные крысами в обивке дивана. Я видела бедного Бена, его пустой, бессмысленный взгляд. Вы не запрячете меня в больницу, нет? Я подумала о темной крутой тропинке в лесу и о том, как станет шелестеть под ночным ветерком вечернее шелковое платье женщины, стоящей за деревьями. У нее был двоюродный брат, медленно сказал Максим, субъект, который долго жил за границей и снова вернулся в Англию. Он повадился приезжать в Мендерли, стоило мне отлучиться. Фрэнк часто встречал его здесь. Этого типа зовут Джек Фейвелл. Я его знаю, сказала я. Он был здесь в тот день, когда ты ездил в Лондон. Ты тоже видела его, сказал Максим. Почему же ты мне не сказала? Я услышал об этом от Фрэнка. Он заметил его машину, когда она въезжала в ворота у старушки. Не хотела, сказала я. думала, что это напомнит тебе о Ребекке. Напомнит? прошептал Максим. Боже, как будто я нуждался в этом. Он уставился в пространство, прервав свой рассказ, и я спросила себя, о чем он думает. О залитой водой каюте на дне залива, как и я. У нее вошло в привычку принимать этого субъекта в домике на берегу, сказал Максим. Говорила прислуге, что уходит на яхте в море и не вернется до утра, а потом проводила с ним там всю ночь. Я опять предупредил ее, сказал, что если встречу его здесь, в Мендерли, я его застрелю. За ним числилось много грязных дел, у него была ужасная репутация. От одной мысли, что он бродит здесь, в Мендерли по лесу, бывает в таких местах, как Счастливая долина, я сходил с ума. Я сказал ей, что я этого не потерплю. Она пожала плечами, даже сквернословить не стала. Я заметил, что она бледнее, чем обычно, чем-то встревожена, нервозна, что у нее изможденный вид. Я подумал тогда, что с ней, черт ее побери, будет, когда она начнет стареть, начнет выглядеть и чувствовать себя старой. Так все и шло, само собой. Мы плыли по течению. Ничего особенного не происходило, а затем однажды она уехала в Лондон и вернулась обратно в тот же день, чего обычно не делала. Я ее не ждал. В тот вечер я обедал у Фрэнка, у нас в то время была куча дел. Максим говорил короткими отрывистыми фразами, я крепко сжимала его руки в своих. Я вернулся домой после обеда около половины одиннадцатого и увидел на стуле в холле ее перчатки и шарф. Какого черта она приехала, подумал я. Я пошел в ее кабинет, но ее там не было. Я догадался, что она спустилась в бухту и я понял, что не могу больше выносить эту ложь и грязь, этот обман, которые были нашей жизнью. С этим надо было кончать. Так или иначе, я решил, что возьму ружье и припугну этого типа, припугну их обоих, и тут же пошел к морю, прислуга не знала, что я вернулся. Я вышел незаметно на лужайку и пошел через лес. В окнах домика горел свет, я распахнул дверь и вошел. К моему удивлению, Ребекка была одна. Она лежала на диване, рядом стояла пепельница, полная окурков. Ребекка выглядела больной, не похожей на себя. Я сразу же начал говорить о Фейвеле, и она слушала меня, не отвечая ни слова. Мы достаточно долго жили этой унизительной жизнью, ты и я, сказал я. Это конец, ты понимаешь это? что ты делаешь в Лондоне меня не касается, можешь жить там с Фейвелом или с кем хочешь, но не здесь, не в Мендерли. С минуту она молчала, только пристально глядела на меня, затем улыбнулась. «А если мне удобнее здесь, тогда что?» сказала она. «Ты знаешь условия нашей грязной проклятой сделки, сказал я. Я то, что обещал, выполнил. С этим ты спорить не станешь, а ты мошенничаешь. Ты думаешь, что можешь обращаться с моим домом, с домом моих предков, как с собственным вертепом в Лондоне. Я долго терпел, но, клянусь Богом, Ребекка, мое терпение лопнуло. Все, конец». Я помню, она воткнула окурок в цветочный горшок у дивана, затем встала и потянулась, подняв руки над головой. «Ты прав, Макс, сказала она. Мне пора начать новую жизнь». Она выглядела очень бледной, очень худой. Она принялась ходить взад и вперед по комнате, засунув руки в карманы штанов. Она была похожа на мальчика в своем моряцком костюме, на мальчика с лицом боттичелевского ангела. «А ты когда-нибудь думал, сказала она, как чертовски трудно тебе будет возбудить против меня дело? Я имею в виду в суде. Если ты захочешь со мной развестись, ты понимаешь, что у тебя нет против меня никаких фактов, ни малейших доказательств? И не было с первого дня. Все твои друзья, даже слуги, считают, что у нас идеальный брак. «А Фрэнк?» сказал я. «А Беатрис?» Она закинула назад голову и расхохоталась. «Ну, где Фрэнк утягаться со мной?» сказала она. «Уже ты-то меня знаешь?» что да, Беатрис?» «Для нее, конечно, будет легче легкого выступать свидетельницей, как обыкновенной ревнивой женщине, чей муж однажды потерял голову и вел себя как дурак». «Нет, Макс, тебе придется потратить чертовски много времени, чтобы доказать мою вину». Она стояла, следя за мной глазами, покачиваясь носка на пятку, руки в карманах, на губах улыбка. «Ты же понимаешь, что Дэнни, моя камеристка, подтвердит в суде все, о чем я ее попрошу под присягой, и вся остальная прислуга в слепом неведении последует ее примеру, ведь они думают, что мы живем здесь, в Мендерли, как муж и жена, верно? И так думают все, твои друзья, весь твой мирок, как ты докажешь, что это не так?» Она села на край стола и принялась болтать ногами, по-прежнему не сводя с меня глаз. «Разве мы плохо играли роли любящих супругов, Макс», сказала она. Я не мог отвести взгляда от ее ноги в полосатой туфле. Она качалась взад и вперед, взад и вперед, и у меня начали подергиваться веки, жарко и быстро запульсировало в висках. «Мы с Дэнни можем выставить тебя в очень глупом свете», медленно сказала она. «В таком глупом, Макс, что тебе никто не поверит, ни один человек. Это проклятая нога, качающаяся туда и сюда, это нога в полосатой белой синим туфле». Внезапно Ребекка соскочила на пол и стала передо мной все еще улыбаясь, руки в карманах. «Если бы у меня был ребенок, Макс, сказала она, ни ты и никто другой на свете не смогли бы доказать, что он не твой. Он вырос бы здесь, в Мендерли, и носил бы твое имя, ты бы ничего не смог сделать, а после твоей смерти Мендерли перешло бы к нему, ты не смог бы этому помешать. Это родовое имение, оно не отчуждается. Ведь ты хотел бы получить наследника для своего обожаемого Мендерли, ты бы радовался, не так ли, видя, как мой сын лежит в коляске под каштаном, играет в чехарду на лужайке, ловит бабочек в счастливой долине. Ты был бы в страшном восторге, да, глядя, как мой сын растет и взрослеет с каждым днем, и зная, что когда ты умрешь, все это будет его. Она подождала с минуту, все еще покачиваясь на каблуках, затем закурила сигарету и отошла к окну. Начала смеяться, она смеялась и смеялась, казалось, она никогда не замолчит. «Господи, как смешно», сказала она, «как невероятно, как поразительно смешно. Ты слышал, я сказала, что мне пора начать новую жизнь. Теперь ты понимаешь, почему? Они будут счастливы, верно ведь? Все эти чопорные соседи, все твои распроклятые арендаторы. Ах, как мы этого ждали, миссис де Винтер, станут они говорить, я буду идеальной матерью, так же, как я была идеальной женой, и никто из них ни о чем не догадается, ни один ни о чем не будет знать». Она обернулась ко мне с улыбкой, одна рука в кармане, в другой сигарета. Когда я ее убил, она все еще улыбалась. Я выстрелил ей прямо в сердце. Пуля прошла насквозь. Ребекка упала не сразу, стояла, глядя на меня, глаза широко раскрыты, на губах улыбка. Голос Максима стал почти неслышным, снизился до шепота. Рука, которую я сжимала в своих ладонях, была ледяной. Я не сводила глаз с Джеспера, стоящего на ковре возле меня, время от времени он легонько постукивал по полу хвостом. Я забыл, сказал Максим медленно, устало, без всякого выражения, что когда в кого-нибудь стреляешь, бывает так много крови. У самого хвоста Джеспера в ковре была дырочка, прожженная сигаретой. интересно, давно она там? Говорят, пеплом чистят ковры. Мне надо было принести воды из бухты, сказал Максим. Пришлось много раз сходить туда и назад. Даже у камина, к которому она не подходила, краснело пятно, а на полу, где она лежала, была целая лужа. Поднялся ветер, на окне не было задвижки. Все время, пока я стоял на коленях на полу с посудным полотенцем и ведром воды, оно распахивалось и вновь захлопывалось и вновь распахивалось с громким стуком. А дождь, подумала я, он забыл про то, как дробно стучат по крыше капли дождя, как падали эти мелкие частые капли. Я отнес ее на яхту, сказал Максим. Должно быть, перевалило за половину двенадцатого, подошло к полуночи. Было очень темно, луны не было, с запада дул порывистый ветер. Я отнес ее в каюту и положил на пол. Мне надо было сняться с якоря, с яликом за кормой, и выйти из бухты при все усиливающемся приливе. Ветер был попутный, но он дул порывами. Я был с подветренной стороны, под прикрытием мыса. Помню, грот застрял у меня на середине мачты. Понимаешь, я давно не ходил на яхте, я никогда не выходил в море с Ребеккой. Я думал о приливе, о том, с какой силой и быстротой он устремляется в бухту. Ветер тянул от мыса, как в трубу. Наконец, я вывел яхту в залив. Я вывел ее туда, за буй, и попытался сделать поворот, чтобы отойти подальше от гряды рифов. Кливер начал полоскать. Я не мог выбрать шкоты. Налетел порыв ветра, парус вырвался у меня из рук, обмотался вокруг мачты, грот качался и хлопал у меня над головой, щелкал, как бич. Я не мог вспомнить, что нужно делать, не мог вспомнить. Я пытался поймать кливер, но он по-прежнему развивался над головой. Еще один сильный порыв пришелся прямо в нос яхты. Нас началось носить вбок, ближе к гряде. Было темно, так дьявольски темно, что я ничего не видел на скользкой палубе. Кое-как ощупью спустился в каюту, у меня был с собой стилет. Если я не сделаю этого сейчас, будет слишком поздно, мы подошли почти к самому рифу, еще пять-шесть минут, и мы сядем на мель. Я открыл кингстоны. Каюта стала наполняться водой, я вонзил стилет в дно, одна из досок расщепилась пополам. Я вытащил стилет и вонзил в другую доску, вода дошла мне до щиколотки. Я оставил Ребекку лежать на полу, задрая лобо люка, запер дверь. Когда я поднялся на палубу, я увидел, что мы в двадцати ярдах от камней, я скинул в воду все, что свободно лежало на палубе, спасательный пояс, пару длинных весел, бухту каната. Я забрался в ялик, оттолкнулся, взялся за весло и стал ждать. Яхту все еще относила, хотя она и начала тонуть, нос уже погрузился в воду, кливер по-прежнему полоскало ветром, и он щелкал, как кнут. Я подумал, что его может кто-нибудь услышать, кто-нибудь идущий ночью по верху обрыва рыбак из Кэррита в заливе, чью лодку я не заметил. Яхта сделалась меньше, черная тень на воде. Мачта закачалась, затрещала, внезапно она накренилась и в тот же момент сломалась пополам, ровно посередине. Спасательный пояс и весла проплыли мимо меня, яхта исчезла. Помню, как я глядел, не в силах отвести глаз на то место, где она только что была. Затем стал грести по направлению к бухте, пошел дождь. Максим замолчал, он все еще глядел перед собой в пространство, затем посмотрел на меня, я сидела рядом с ним на полу. Вот и все, сказал он, больше рассказывать нечего. Я оставил ялик у причала, как обычно делала она. Вошел в домик, посмотрел, пол еще не просох, но она могла сама его облить. Я прошел по тропинке через лес, зашел в дом, поднялся по лестнице к себе в комнату, помню, как я разделся, ветер усилился, дождь лил, как из ведра. Я сидел на постели, когда миссис Денверс постучала ко мне. Я подошел к двери в халате, открыл и поговорил с ней. Она волновалась из-за Ребекки. Я сказал ей, чтобы она ложилась в постель. Я снова закрыл дверь, пошел и сел у окна в халате, глядя на дождь, слушая, как внизу в бухте разбиваются о берег волны. Мы сидели с ним рядом и ничего не говорили. Я все еще держала в своих руках его холодные пальцы. Почему не приходит Роберт убирать со стола? Она утонула слишком близко, сказал Максим. Я хотел вывести ее на середину залива, там бы ее никогда не нашли. Она была слишком близко. Все дело в пароходе, сказала я. Ничего бы не случилось, если бы не он, никто ничего не узнал бы. Она была слишком близко. повторил Максим. Мы снова умолкли. Я почувствовала вдруг, как я устала. Я знал, что когда-нибудь это случится, сказал Максим. Даже в тот день, когда я поехал в Эджкум и опознал то неизвестное тело, я знал, что это ничего не значит, ровным счетом ничего. Вопрос времени годом раньше, годом позже. Конечная победа будет за Ребеккой. То, что я нашел тебя, ничего не изменило. То, что я тебя люблю, ничего не меняет. Ребекка знала, что рано или поздно она победит. Я видел, как она улыбалась, умирая. Ребекка мертва, сказала я. Мы не должны этого забывать. Ребекка мертва. Она не может говорить, не может свидетельствовать против тебя. Она больше не может тебе навредить. Но осталось ее тело. Водолаз его видел. Оно лежит там, в каюте, на полу. Нам надо что-то придумать. Нам придется это объяснить. Может же это быть чье-то чужое тело. Кого-то, кого-то и не знаешь, никогда раньше не знал. Там до сих пор есть ее вещи, сказал он, кольца на пальцах. Даже если ее одежда сгнила в воде, что-нибудь да осталось. Другое дело, когда человек тонет в море и его бьет о камни, каюта цела. Они найдут тело на полу в том самом виде, в каком я его оставил. Яхта была под водой здесь рядом все эти месяцы. Никто ничего не тронул. Она лежит на дне в том самом месте, где она затонула. Тело разлагается в воде, да? шепнула я. Даже если его никто не трогает, вода его портит, да? Не знаю, сказал он, не знаю. Как это все выяснится? спросила я. Водолаз снова спустится туда завтра утром в половине шестого, сказал Максим. Сирл все устроил, они хотят поднять яхту, попробуют это сделать. В это время поблизости никого не будет, я еду с ними. Его моторка захватит меня в бухте половина шестого, завтра утром. А потом, сказала я, если яхту поднимут, что тогда? Сирл приказал подойти туда большому лихтеру и стать на якорь на глубине. Если древесина на яхте еще не сгнила, если она не развалится на части, то ее поднимут подъемным краном на лихтер и отвезут в Кэррит. Сирл говорит, что пришвартуют лихтер в глубине заброшенной бухты на полпути в Кэрритскую гавань. Он легко туда зайдет, там никто не помешает. При отливе там одна грязь, и отдыхающим не заехать туда на лодках. Сирл говорит, надо дать воде вытечь из яхты, чтобы в каюте было пусто. Он собирается прихватить с собой врача. Для чего? Причем тут врач? Не знаю, сказал Максим. Если они обнаружат, что это Ребекка, ты должен сказать, что тогда раньше ты ошибся, что это тело в фамильном склепе ошибка, ужасная ошибка, что когда ты ездил в Эджкум на опознание, ты был болен, был не в себе, сам не знал, что делаешь, ты не был до конца уверен даже тогда, не мог утверждать, это была ошибка, просто ошибка, ты ведь скажешь им это, да, скажешь? Да, сказал он, да. Против тебя нет никаких улик, никто тебя не видел в ту ночь, ты лег спать, что тут можно предъявить? Никто ничего не знает, кроме нас с тобой, ни одна живая душа, даже Фрэнк, мы единственные люди на свете, которые все знают, Максим, ты и я. Да, сказал он, да. Все подумают, что яхта перевернулась и пошла ко дну, когда Ребекка была в каюте, они подумают, что она спустилась за веревкой или еще за чем-нибудь, и в то время, как она была внизу, с мыса подул сильный ветер и опрокинул яхту, Ребекка оказалась в ловушке, ведь так они подумают, да? Не знаю, сказал он, не знаю. И тут в комнатке за библиотекой зазвонил телефон. он 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 Продолжение следует...